Ну что ж, дорогие друзья, я как человек и блогер, если блогеров вообще можно считать людьми, отличался всегда честностью и умением, или даже свойством бесконечно врать. Как-то раз я сказал, что хочу поиграть серьезную карьеру в FIFA Manager с патчем 2022 и выиграть Лигу Чемпионов за летний дождик в этой игре, доказав тем самым, что я король футбольных табличек, каких бы то ни было. И, наверное, я это сделаю. Точнее, я попробую это сделать. Отдельно хочу благодарность сказать чуваку с канала «Маленькая лошадка», ссылка на него будет в описании, за то, что он потестил матчевые движки для меня. Он разбирается в этой игре чуть больше, у него есть сейвы по этой игре, есть интересная карьера в футбол менеджер. Заходите на его канал, смотрите. Он разбирается в этой игре, я ему покидал разные движки, и вот он выбрал тот, который наиболее адекватен. Я на нем сыграл сейчас несколько матчей. В тестовом сейве за «Динамо», который где-то неподалеку валяется. Я уже тестил эту игру, и знаете, мне понравилось. Мне понравилось. Действительно интересно смотреть. А если еще будет интересно развивать клуб, то это будет вообще восхитительно. Ну что ж, давайте начнем новую игру. Изначально покажу все элементы создания, и потом уже будем периодически включаться на самых интересных, так сказать, событиях. Если что, у меня вообще никакого опыта в FIFA Manager практически. Всего несколько матчей, поэтому буду тупить, буду узнавать много нового для себя. Могу выбрать какие-то неправильные настройки, ну что поделать. Итак, стандартный режим. Играть будем с увольнением, ну чтобы была возможность сфейлиться. Начнем с персоналом. Ну, короче, здесь все по дефолту, не знаю, думаю, окей. Жмем далее. Выбор базы данных. FM 2022. Настройки по трансферам на первый сезон нет ограничений. Играть с будущими трансферами. С трансферами, да. Добавить случайность таланта молодых игроков. Экспериментальная возможность. Возраст будет... А, игра будет рандомизировать таланты для молодых игроков в базе данных. Возраст 18 или меньше. Возможно, три случая без изменений. Минус один, плюс один. Не буду. Использовать настоящие зарплаты игроков. Игра загрузит предопределенные значения. Место генерации значений, исходя из уровня. Но это прикольно звучит, но мне кажется, это может игру немного наебнуть. Потому что у нее, видимо, есть какие-то свои вычислительные особенности. Раз она генерирует зарплаты, исходя из навыков. То есть реальные футболисты могут получать меньше регенов. И это может поломать всю финансовую систему. Давайте не будем. Так, рекомендуемые лиги на выбор. Нажму. И что же выбрано? Это Англия, Германия, Испания, Италия. Ну, наверное, Франция. Итак, Франция раз, Италия два, Испания три, Германия четыре, Англия пять. Ага, и здесь везде только вышки. Ну, давайте со второго дивизиона везде. Ну, так, чисто, чтобы действительно поинтереснее было, чтобы какой-то футбольный мир вокруг нас был. Я не знаю, насколько быстро крутится сейв в FIFA менеджера. Шарю только за футбол менеджера. Так, если у меня шесть лиг, я, видимо, какую-то где-то вторую лигу не выбрал, да? Лучше бы, да нет, вроде. Вторая Бундеслига. Так, стоп. Но если десять лиг. Так, давайте я лучше сам выберу то, что мне надо. Вроде бы все то же самое будет, но я счет это. Так, и сейчас две лиги выбрано. Германия еще. Так вот, все, давайте. Сейчас все должно быть правильно. Итак, Англия с чемпионшем. Англия с чемпионшем. Господи, Кондурас. Сколько же лиг-то? Бундеслига со второй. Италия с серии B. Франция. Где она? Франция со второй лиги. Что еще? Я забыл. Так, Германия, Италия, Испания. Все равно получается десять. Но ведь изначально было... А, это из-за, блин, из-за чемпионшем. Я тупил все это время. Так, ну и получается, играть мы будем в России с третьего дивизиона, с любительского. То есть, это ниже ПФЛ. Именно оттуда мы начнем. Это будет легендарно. Напердак. Замечательное название. Мне очень нравится. Но играть мы будем, конечно же, все-таки за летний дождик. А может быть и нет. Сейчас я посмотрю. Может быть, какой-нибудь клуб покорит меня и мое сердце своим названием, своим стилем. Гораздо сильнее, так сказать. Доступный менеджер. Создаем нового. Это был тестовый. И я буду играть за легендарного Паштигу Зубатку. Мужской пол. Давайте. Не знаю. Пусть он будет рожден. Пусть он будет молод. Пусть ему будет... Нет, ну это слишком молод. Пусть ему будет 18 лет. И он сын олигарха, которому купили футбольный клуб. Родился он... Так. Допустим, 31-го. Почему я не могу 29-го февраля родиться? Как-то это несправедливо, если честно. Но окей. Пусть тогда будет. Не знаю. Даже. Пусть будет 31-го декабря. Прям на Новый год. 17-го. 17-го получается даже. Гражданство. Гражданство будет Россия. И второе гражданство будет Израиль. Я считаю, это правильно. Очень много стран, а я не помню алфавита. И... Да, вот. И... Емен. Израиль. Знание языка. Родной язык, конечно же, русский. Ну и английский. Пусть будет второй. Любимый клуб. Врать не буду. Это, безусловно, Московская Динамо. Но я выберу все-таки, наверное, Спартак, Москва. Потому что только лохи болеют. Не за Спартак. Так. Ну что ж. И... Нужно выбрать внешность менеджера. Здесь довольно много фотографий. Вот этот выглядит просто отлично, я считаю. Это почему-то не выбралось. А, наверное, надо ОК было нажать. Где он? Верните. Ага. Или что? Удалить надо. Вот так сделать. Во! Восхитительно теперь. Так. Внешний вид. Ага. Тип лица. Но это должен быть такой, зубатоподобный. Чтобы соперник боялся выводить ребят на поле. Боже мой. Гопота, конечно. Жаль, в профиль нельзя посмотреть. Но вот этот уже 51-й уже мне нравится. Но, мне кажется, может быть и лучше. О! 59, по-моему. Хорош. Хорош. Так, посмотрим потом попозже. 66. Извиняюсь, я шикнул. Еще более зубатоподобен. Сколько здесь лиц всего? Ну, это уже какие-то волокасы пошли. Так, 113 еще. Похож, но, по-моему, 66 был все же получше. Посмотрим дальше. Да, кстати, нужно стрижку уже поменять на лысую, чтобы он похож был на портрет собственный. Не знаю, правда, где этот портрет будет. Изображен, боже, какое огромное количество восхитительных причесок. Их что, бесконечное количество? Ну, я тогда все-таки сделаю какие-нибудь волосы, чтобы как бы, ну, типа, хотя бы парик. Их можно так оправдать, то, что на фотографии профиля будет лысина. Все-таки волосатые люди больше предрасположены к успеху. Но я пока, кстати, не могу зацепиться ни за что, чтобы мне прям понравилось. То есть, причесок много, но они все какие-то стандартные. Ничего реально возбуждающего. Такого, что прям сразу бы понравилось и восхитило. Так, ладно, давайте еще раз пробежимся. В эту сторону. Блин, ладно, вперед. Этих мы уже видели. Может быть, будет какой-то прям суперурод, что я прям сразу вскричу, типа, да. 135, кстати, неплохо. Вот, тоже такое, типа, немного рыбье лицо. Но еще все-таки недостаточно. Сколько здесь лиц вообще, вот, хотелось бы спросить. Погодите, какие-то вообще ультрауроды пошли. Если кто-то похож на одного из них, вы должны меня простить. Я не хотел обозвать вас уродом. 178. Пока это самый... Ох, 180. Вы посмотрите на эту хрень. На Евгения Малкина похож. Надо запомнить. Пока 180. Это мой фаворит, честно признаюсь. Может, у кого-то, конечно, другое мнение будет. Кому-то что-то иное нравится. Пиздец. 214 теперь. Игра не перестает удивлять. Все? Они закончились? Слушайте, ну мне 214 понравилось, мы прям... Вот это тоже прикольный такой, посмотрите, блин, быдлан прям. Ну это с этой челюгой просто ужас, короче. Да, абсолютно белесый. При этом с веснушками. И с вот такими вот черными... Не, черные глаза меня не даже пугают. Такие вот... Рыбьи глаза нужны. Во! Прям страх какой-то. Так, и сейчас причесочку подберем. Пока вообще ни одна прическа не понравилась. Шлем, конечно, можно одеть, но... Не знаю, как это. Странно. Вот это, кстати, ничего такая. 169 надо запомнить. Они, по-моему, повторяются, кстати. Сейчас шлемы пойдут, да или нет? О! Блин, слушайте, 197. Теперь мне 197. Нравится как-то она ему идет, что ли? Сразу видно парню палец в рот. Лучше не класть. Да и вообще лучше с ним рядом ничего не класть, а то сразу спиздит. Так, погодите. Не, ну вот это отличная прическа, я считаю. Так, усы. Эх, жаль, усов нет, которые мне бы хотелось поставить. Ну, где вы видели зубатку без усов? Надо поставить усы. Такие классические. Тупо классика. И при этом они должны быть... Отвратительно рыжими. Да, 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 да. Сам зубатыч при этом должен быть чернющим. О! И с бакенбардами. Блин, а бакенбардов что-то не видно. А вот, 3D-портрет-то, кстати. Так, ну и что? Нужно по весу и росту что-то придумать. Пусть, блин, я вот не знаю, может быть мелкого создать, или наоборот гига зубатку. Но точно он должен быть жирным. То есть 90... Я не знаю. У нас 97, например. И рост при этом пусть будет, ну, я не знаю, 167. Стиль одежды. Деловой. Не-не-не-не-не. Кто вообще видел хоть раз деловую зубатку? Давайте вот такой вот прикидик. Нормальный спортивный костюм мне нравится. Стильный. Нет, я хочу играть с личной жизнью. Я хочу заводить семью, покупать дома, предметы роскоши. Играть на бирже, естественно, естественно. Так. Можно женщину создать. Ну, однополая любовь, это как-то... Тогда ребенка не будет. Давайте сделаем женщину. И назовем ее... Даже не знаю, какое-нибудь имя хочется такое, знаете. Может быть, рыбное. Да, давайте рыбное такая. Такая пахнущая рыбой имя. Ну, например... Наташа. Ничего лучше не придумал. Так, что-то она какая-то... Ну, я не знаю. Слишком старая. Давайте хотя бы ей будет, ну, 12. Ну, 13. Ладно, наверное, это тоже перебор... Ну, это слишком маленькая. Давайте пусть это будет умудренная опытом Наташа. Родилась восьмого марта, к примеру. И она будет азиаткой. Ой, какие азиаточки. Балдеж. Хе! Без детей. Или пусть в браке прям. Куда делась Наташа? Ладно, пусть, уже и не важно. Пусть будет тогда... Ну, видимо, нужно жениться, короче говоря, в какой-то момент. Пусть это будет тогда Алена. Вот эта вот. Замечательная Алена. Сколько детей? Один ребенок мужского пола. Ух, какой. Никита. Его зовут. Получается. А я только одного и могу создать. Интерес к футболу. Почему-то безразличен. Во, вот такого Никиту хочу. Ну, не знаю, не знаю. Я надеюсь, он вырастет. Пусть он будет рожден... 23 февраля. Он настоящий мужчина, Никита. Не факт, что он от меня. Можно было темнокожего создать. Не знаю. Так, ну все. Алена Зубатка, Никита Зубатка. Прекрасная, прекрасная, красивейшая семья. А где, кстати, возможность выбрать играть за сам клуб? Я видел, такая тема есть. Ну ладно, посмотрим. Итак. Премьер-лига. ФНЛ. Второй дивизион. И поехали. Что здесь у нас есть? Алмаз-Анте. Автомобилист. Сланцы. Я думал, сланцы, это тапки такие. Ядро. Так, ладно. Гвардеец. Исковрово. Гаврилово. Что это? Яма. Москва. Наврора. Зеленоград. Так. Где летний дождик-то? Вот он. Нет, это вообще невозможно. Я не знаю, кто это придумал. Ой, сука, как хорошо. Так. Ну, я думаю, что ничего не победит в любом случае такую прекрасную команду. То есть, вряд ли я найду что-то более смешное. То есть, люди по-прежнему называют футбольные клубы Металлург. Что это такое? Когда можно назвать летний дождик. Дорожник. Так, если бы это был подорожник, я бы еще задумался с погодить. Умка. Нихрена себе. Посмотрите, она прям мяч сжала. Ильбар. Уралиц из Нижнего Тагила. Я боюсь людей из Нижнего Тагила теперь. Так, что еще есть? Строитель. Бурятия, Улан-Удэ. Да, и Лига, где 4 клуба. Ну, понятно, здесь как бы выбор мнения оставили. Естественно, это летний дождик. Национальная сборная. Нет сборной. Вот устройство футбольных лиг. Ну, я надеюсь, что мы попадаем все-таки наверх, если здесь убеждаем. И потом из второго Дизиона можем залететь в ФНЛ. Задача на сезон. Середина таблицы. Уже меня не уважают за это решение. Деньги от ТВ по ТВ будут показывать матчи летнего дождя. Спонсоры платят 93 600 за сезон. Членские взносы. Что это за члены летнего дождя? Ну, ладно. Пусть будет так. Вот мы и попадаем в этот прекрасный клуб. Первый день в новом клубе. Так, дорогие друзья, мне пришлось пересоздать сейв. Все-таки столкнулся я с проблемами. Оказалось, что 17-летний Зубатка не может быть футболистом. Поэтому мне пришлось пересоздать, сделать его 18-летним. И, кроме всего прочего, я сделал его владельцем клуба. Побеседовав как раз со знакомым, который играет, он мне сказал, что это избавит меня от большого количества геморроя. Особенно, когда играешь за крэп в низших лигах, лучше стать не только тренером. То есть, представьте такую ситуацию. Мой какой-нибудь там отец, великий олигарх Зубатка. Например, как бы его звали бы, этого человека. Думаю, пока Мойша. Допустим, Мойша Зубатка, он, короче, покупает мне футбольный клуб. И, соответственно, быть игроком в таком клубе, это просто тупо. Я не понимаю, почему у нас в чемпионате тот же Ротенберг, который играл за локомотив, просто играл за него. Купил бы этот локомотив себе, да и все. И ставил бы себя на все позиции, на которые бы захотел. Сколько угодно играл бы в составе. Или этот Садыгов из Химы. То же самое. Зачем? Почему их отцы, владельцы клубов, это же глупо. Когда они могут просто попросить, дай денег, папа. И вот я купил селитний дождик. И теперь, не быв никогда футболистом, не умея играть в футбол, я становлюсь играющим тренером. Конечно. Итак, кем же я был? Ну, наверное, самое грамотное, это... Так, 4 звезды таланта еще себе можно сделать. Самое грамотное, это играть просто за фору. Потому что, ну, это самое интересное, естественно. Нога. Правая. Ничего не понимаю. Правая, левая 3-5. Но левая, правая 5-3. То есть, в обоих случаях, левая 5, что ли. Говорю, еще, видимо, правоногий, левая нога на трешечку. Окей, пофигу. Стиль. Цель передачи игрока штрафной. Я хочу быть бегущим в прорыв. Хотя дриблер, это так здорово. Когда человек, не умеющий играть, дриблить. Это, мне кажется, самое вкусное. К тому же, дриблеры, они всех всегда раздражают. Мне кажется, это прям такое, знаете. Давайте посмотрим. У снайпера хорошая сила удара. У трудяги. Все такое среднее. Выжидающий. Не знаю. Выжидающий, может быть, пивка пока ему принесут. Дриблер вот вообще бить не умеет. Только водиться. Я передумал. Бегущий в прорыв. Скоростной. Игрок штрафной. Я, знаете. Точность удара. Дальний удар 33. Вот игрок штрафной мне на самом деле нравится. Ну, по-моему, бегущий в прорыв. Это самый имба. Он реально, как бы, имеет все, что нужно. И удар достаточно сильный. Но, с другой стороны, 100 килограммовый, зубатка, куда-то бегущий. Пусть будет просто снайпер. Я же не понимаю особо разницы между игроком и штрафной. Так еще раз давайте посмотрим. Игрок штрафной. Снайпер. Ладно, пусть будет действительно снайпер. Так, и я могу. Короче, все закитываю в удары. У него будут безумные удары. Вот что я решу. Все, очков больше не осталось. Но я хочу еще талантов кинуть себе немного. Так, точность не так важна. Даже пусть будет. Короче, хочу просто лупить. Принял мяч. Хуяч. Такова будет моя идеология футбольная. Кайф. Ключевые навыки. Ну, отлично. Жалко, нельзя в минус загнать другие статки. Я бы вообще все по единице сделал, только удар бы оставил. Ну, ладно. Отлично. Паштика за батками. Случайное распределение остальных постов. Интересно звучит. Окей. Прекрасно. Теперь мы появляемся, видимо, среди игроков. И мы самые талантливые. Но это имба, на самом деле. Ни у кого в лиге, я уверен, нету такого прекрасного футболиста. Такого красавчика. Так, и в тренировке мы потом зайдем, тоже сделаем так, чтобы он тренировал только удары. Давайте посмотрим новости. Добро пожаловать в летний дождик. Ну, здесь просто объясняется, как играть. И спонсоры уже пришли. Вау. Давайте посмотрим. Ютуб. На два сезона. Привет, Ютуб. Так, ну, у Ютуба всегда достаточно много бабла. Уж я-то знаю. Поэтому, опа, все. Что-то им что-то уже нравится перестало. Подпишем сейчас. Отлично, прекрасно. Футболка выглядит замечательно. Права на название стадиона. Я даже не знаю, какой у нас стадион. Рекламные щиты у нас есть уже. Аэрофлот, Интерспорт, Бетвин, 1х Ставка, Рокутен. Это даже неплохие спонсоры, потому что, когда я играл за Динамо, я Халзан рекламировал. Так, давайте посмотрим на наш стадион. В целом он вмещает... У него одна трибуна, и она где-то в сумме вмещает. Короче, весь стадион вмещает где-то около... А, вот тысяча, да. Отлично. Запрос на финал. На финал чего? Увы, Лиги Чемпионов. Ну, ладно. Я не буду, наверное, все-таки, если посмотреть, где все это происходит. Наверное, нет. Городской стадион. Вип-места 0. Блин, ну, для папы. Но только 100 можно. Нет, я не буду тогда тратить эти деньги. Счет в банке 258 тысяч долларов. Личный доход 0. А в карьере было написано, что я вообще в минусах, по-моему. Зарплата 472 доллара. Где-то я здесь видел, что у меня с финансами беда в одной из вкладок. Когда до этого клацал. Ну, ладно. В общем, со стадионом все понятно. Резервная команда играет здесь же. Молодежная. На еще более убогом 480 мест. Ну, и можно строить новый стадион. Но мы этим потом займемся. Сейчас мы решим основные проблемы. В маркетинге есть товары, готовые к запуску. Можно заказать рекламу в СМИ. Итак, линейка товаров, шарф, домашняя форма и вымпел. И какую-то наклейку мы можем еще запустить. Вы уверены, что хотите запустить производство наклейки за 125 долларов? Да, будем бегать и на машины клеить, которые неправильно припаркованы. Так за нас начнут болеть, я считаю. Чель вся душа, погремушка. Может быть, рекламу в СМИ дать? Не, вряд ли это нам поможет. Лучше просто бегать или пить на машины. Так, вот наши специалисты. Написано, что в некоторых областях сотрудники не соответствуют критериям. Я думаю, нормально все, ничего страшного. Ну да, они не самые талантливые, но... Так, разведка. Есть ли у меня скаут? Да, есть один Кирилл Анисимов. Я бы хотел, чтобы он разведывал молодежь. Что у нас здесь есть? Можно посмотреть лигу. Смотри, Лигбор там. Может быть, найдешь какую-то молодежь классную. Тренировки. Ваша команда не в форме. Тренировками я ассистента заставлю заниматься. И вот у нас еще, кстати, есть молодые таланты, я так понимаю. Это что, юношеская команда? Ну, кстати, здесь, например, есть Максим Кутовой. Но он форвард, поэтому нет. Для меня... Мне не нужны конкуренты. А то вдруг он начнет играть лучше меня. Вот Максим Данилов, это интересно. У него три звезды таланта и 23 скилла на позиции ПЗ. Он вообще либера себя считает. Ничего себе. Такие еще существуют. Я помню, в детстве меня всегда смешило, когда говорили про какого-нибудь либера. Типа, тогда они еще в футболе бывали. Потому что были еще пеленки либеров, которые малыши какались. И я такой, либера. Ладно. Существует, ну я его возьму просто в команду. А, я его на несколько... А как мне его поднять навсегда? Предложить контракт. 30 долларов за основную команду. Ну да, но он перспективен. Пусть он у меня там сидит, конечно. Он хочет поговорить с родителями. А еще говорит, раз он попал в летний дождик, он должен быть готов играть за нас. Ну и здесь есть один перспективный цоп. Можно ему добавить в зал славы, поговорить, переместить в основную команду на все время. Да, забираем этого красавчика. Все остальные, конечно, здесь абсолютно ни о чем. Так, а что... Так, это мы сделаем предложение по наставникам, да? Нужно самым талантливым дать, наверное, все-таки наставника. Так, информация об игроке, детали. А я могу кому-нибудь учить? Нет, похоже нет. Сам он кто? Он ЦП, ЦОП. Вот пусть некий Казаков его обучает. И пусть он тренируется с основой. Отлично. Ну и, наверное, этому тогда тоже дадим наставника. Дмитриева. Почему я не могу никого тренировать? О, могу! Это будет мой. Максим Кутобой я буду его. Репетитор можно школьного нанять за 300 баксов. Да пошел он. Оболтус. Так, смотрим на основную команду. Такая вот расстановочка у нас какая-то бредовая. Но сейчас мы это все пофиксим. Конечно же, у нас все будет по-другому. Много у нас центральных защитников. Вот. Левого защитника ни одного вообще в команде нет. Правый защитник АБДБА. Ну, поэтому, наверное, мы играем. 3-5, 3-1, 3-1, 2. Какую-то совершенно безумную схему. А, 3-1, 3-1, 2. Оп! Ладно, давайте посмотрим на состав. Понятно, что это все не настоящие футболисты. Но, тем не менее, играть мы будем пока ими. Вратарь Михаил Дебрягло. Ёпта-те че. Да, конечно, прикольная фамилия. Прекрасный. 22-летний. 205-сантиметровый гигант. Восхитительный вратарь, я считаю. Замечательно. Мне очень нравится. Защитники. Максим Иванов. Довольно перспективный парень. Вот такой вот. 23 года. Он снайпер. Центральный защитник-снайпер. И, кроме того, полиглот и инфорсер, чтобы это не значило. Максим Новиков тоже. Центральный защитник. 188-8 сантиметров. Боец. Это хорошо. Бойцов я уважаю. Капитан команды Богдан Казаков. Или Богдан. Наверное, Богдан. Тоже Либера. 35 лет. 191-11 сантиметров. Какие-то великаны. Кого тут еще хотелось бы отметить? Нормальных нападающих нет. Какие-то старперы. Козлов. Очень много бездарных, однозвездочных игроков. И вот, собственно говоря, Зубатка и Спивак. Молодые. Молодая надежда, так сказать. Клубы. Господи, какой красавчик. Блин, на самом деле на Кристиана... Ой, господи. На Кристиана Бейла Нагар. Это Бейла похож немного. Получился. Я думал, поуродливее будет. Ну ладно. Какой вышел, такой и вышел. Собственно говоря, пока поизучаю, потыкаюсь. И потом уже, когда соберу состав, сделаю тактику. И подойдем к первому матчу. Я включусь и расскажу, что как. Ну что ж, познакомился я с командой. Принял несколько решений. Поднял парочку резервистов в основную команду. Но, к сожалению, юниоры, которые мне понравились, вот эти 12-баксовые контракты отказываются подписывать. Говорят, что мне это не подходит для первого контракта. Увы я. Хотя у нас здесь все за 12 баксов играют. А зубатка вообще за бесплатно в собственном клубе страдает. Ну ладно. Ничего страшного. Я думаю... Ни одной фотографии нет. Ничего страшного, я думаю. Обойдусь и ветеранами, и теми, кто был. Потому что, в общем-то, на трансферном рынке, если я правильно понимаю, как здесь работает поиск, к нам готов пойти только Мурат Курбанов. Кто это такой? Не знаю. Ему 29 лет. Он, кстати, очень симпатичный. Я, возможно, его подпишу. Тем более, уровень 50. У нас таких игроков вообще, в принципе, нет. Так что будет подписан этот прекрасный чувак. Тактика Дождь. Я ее сам сделал. Это 4-2-3-1. То, что работает в нынешней FIFA. Не в менеджере, а в обычной FIFA. Ну, не знаю, как оно здесь будет. Я надеюсь, что успешно. Убрал я фланги специально, потому что, то, что я заметил, здесь без конца фланговые полузащитники добегают до этой точки и вешают в руки вратарю. Я все на центра Давилова настроил. Я не знаю, будет это работать, не будет это работать. Потом, может, настройки покажу отдельно. По составу. Давайте я объясню, как и что должно работать, в принципе. Роман Спивак наш. Один из самых перспективных молодых игроков. У него пока уровень 22. Вот так он выглядит. Ну, мне кажется, этот Спивак, если закончится футбол, он сопьется и пойдет мелочи стрелять. Поэтому будем надеяться, что молодой талант будет расти. Ну, может быть и нет, потому что он дикарь. И он ленивый дикарь, блядь. Так, вот он стал диким. Он довольно быстрый, больше он ничего на поле не умеет. Но раз он дикарь, я решил, что пусть он всем ебашит по ногам. Я ему сделал настройки максимально агрессивные. И он будет отбирать. Казаков это такой полуплеймейкер у нас будет. То есть у него неплохие короткие длинные пасы. И он будет выходить и выводить команду из обороны в атаку. И у нас будет плеймейкер. Вот этот вот чувак, тоже пожилой, Ахмедзианов. Он обидчивый дикарь. Обидчивый женщина нарисован. Это сексизм, дорогие друзья. В общем, не знаю я, почему я его сделал плеймейкером. Пасы у него не такие уж и хорошие. Но пусть будет, черт возьми. Плеймейкер это клево. Во всех достойных командах должен быть плеймейкер. Ну и зубатка на острие атаки. Галкин и Козлов это будут такие полуфланговые, полуцентрально атакующие, полузащитники. Может быть это вообще не сработает. Посмотрим. Также я себе в календаре назначил тренировочный сбор в Минске. Самый дешевый, который нашел на 14 дней. Надеюсь, они не пойдут в стрипухи и в казино. Будут действительно тренироваться. Потом просмотр, не знаю как он работает. И несколько товароческих матчей. С собственной командой 17-18. Она по статистическому по рейтингу сильнее резерва. И с командой Шхор Арти. После чего начнется уже чемпионат. Матч с Гераклионом. Чуть не сказал, с Гермионой. Потом со Сменой. Ну, посмотрим. Так, везде пробежался. Тоже потыкал в персонал. Я больше никого нанимать не могу. Дополнительных скаутов. Потому что у меня лимит 10 человек. Я так понял. Из-за недоразвитого офиса. Или что-то типа того. Тренировки я скинул пока на ассистента. Может потом поразбираюсь. Пока скинул на ассистента. Хотя, похоже, тут не так уж и сложно все это. Вот почти дальние удары тренируют. В принципе, все логично. Я бы точно так же и поставил бы. Надеюсь, что ассистент не обострется. Жалко. Вот в юношеской команде уже двое отвергли контракт. Но будем ждать. Может быть, хотя бы эти придут. Потому что тот же Данилов. Мне бы не помешал. У него уже рейтинг 26. Большой потенциал. Но думаю, что он тоже откажет. В целом, мотаю и жду начала сезона. Так, ну я пока вожусь там. Игроков рассматриваю. Одного на трансфере нашел. Согласно выйти с фотографией. Только из-за этого покупаю, что у него фотографии есть. И вот сейчас идет просмотр. То есть, впервые такое вижу. 100 человек приперлось на просмотр. Так, ну что, давайте мы сейчас посмотрим. Тренировку на технику. Технарей хочу посмотреть. Начинаем тренировку. Денисов чеканит без остановки. Станислав Белоусов тоже. Футболка нашего клуба у Дениса Денисова. Он фанат нашей команды. Так, Денисов к его ногам приклеено что-то. Так, так, так. Это мне интересно. Давайте тогда еще посмотрим удары. Может быть, Денис Денисов что-то сможет. Так, Беляев плох. Богдан Давыдов. Вратарь. Я хочу, чтобы на моих воротах стоял Богдан Давыдов. Так, выбыло игроков три. Богдан Давыдов, Станислав Белоусов, Денис Беляев. Окей. Это что было? Удары. Так, тогда пасы еще проверим. Потом спринт и тренировочный мяч. Денис, Денисов отличные пасы. Прекрасный пас на 60 метров. Никита Кондратьев с кем-то подружился. Было весело. Нет, нет, нет. Так. Денис Беляев, кстати, тоже отмечается. Бег или спринт проверить? Давайте бег, а потом тренировочный матч. Беляев не выкладывается. Вот Денис Денисов почти везде великолепен. Не знаю, надеюсь, я смогу его подписать после этого всего. Так, ну и тренировочный... Тренировочный матч. Это последнее упражнение. А, я, блин, времени-то и не тратил. Играть будут 30 минут тогда. 75 игроков играют в футбол. Прямо сейчас на футбольном поле. Не знаю, как уж они поделились. Беляев не показывает отдачу. Он лентяй. Денис Денисов хромает после каждого отбора. Нет, только не бракуйте этого беста. Вот он показывает высокую самоотдачу. Ну что ж... Лентяя брать не хочу. Давайте запомним. Денис... Так, по технике. Денис Денисов и Беляев отметились. Но Беляев лентяй. Мы не должны это забывать. По ударам Богдан Давыдов великолепный вратарь был. Беляев опять отметился. Короче, надо брать Беляева, Денисова и Богдана Давыдова. Давыдова. Так, ну... Жму ОК. Где Денис... Крис Фэннрсфорд? Так. Начнем с Дениса Денисова. В нем я больше всех заинтересован. Только найти бы его. Вот он. Он центральный полузащитник. Это вообще отлично. Талант. Четыре с половиной звезды. Фуау. Конечно. Ну, я ему сразу дам сто баксов. Я даже не сомневаюсь, что это ультрабист. 120 дам. Это максимум. Я тогда не буду жалеть ни о чем. Дайте сто там, чтобы был. Нет, 120. Или он... Погодите. Что значит кнопку принять? А, все, понял. Давайте сделаем предложение сто баксов. И он согласен. Ждем талант 21. Да мне наплевать. Это бист. Так, Беляев. Беляев. Таланта вообще не оказалось. А Богдан Давыдов? Дайте предложим контракт. 20 баксов. Он готов. Номер один на футболке. Артем Зеленовский. Дайте посмотрим. Может быть, у кого-то будет смешное имя. Например... Дью Мамбунбуна. Не уверен. Так, а по ожидаемому уровню, если выровнять? Иван Щербаков еще был. Станислав Биалаусов. Да, я замечал. Я замечал на тренировке он что-то делал. Никита Данилов. Жд. Уровень 8. Так, ну ладно, давайте посмотрим. Джалли Дин Слуй. Денис Отставнов. Помню такого напада в Динамо. Нет, он как-то по-другому его звали. Дебриогло еще один. Брат, может быть. Руслан Познер. Филиппе. Бля, хочется взять чувака, которого зовут Филиппе, блядь. Но он ходит по российским просмотрам. Клубов по типу Летний Дождик. Разве это может быть хороший футболист? Лусяна, смотрите, какой мордатый. Бля, ну, Мамбуана какой-то странный. Ну, Черчесову похож больше, чем на Мамбуану. Крис Фенсер. Так, ладно. Надо принять решение, хочу ли я взять Филиппе. Просто, ну, Филиппе. Должен же быть Филиппе в команде. Да давайте предложим, может он готов за 20 баксов играть. За 10. Готов. Сейчас посмотрим на этих бестов. Ух ты. Денис, Денис. Блин, ну, зачем мне, правда, Денис Денисов нужен? Я не знаю, потому что вроде как... Нападающий-то и так определен. Так, Богдан Давыдов в итоге. Блядь, у Филиппе уровень 10. Что это вообще такое, Филиппе? Ты вообще футболист? Что это за ужас, блядь, какой? Хотя, вы знаете, 19 на ЦАПе. И он плеймейкер. Я бы не ставил крест на Филиппе. Давайте мы посмотрим на него в деле. Так, Денис Денисов в итоге. Переучиваем его, конечно. Блин, он... Слушайте, он реально хорош. Таланта меньше, чем я ожидал. Длинные пасы у него неплохие. Его нос, то есть баланс, есть сила. А какой рост? 176. Но он неплохой цопник так-то. Знание тактики 1. Что это за кошмар? Это потому, что он любитель? Трудоголик, полиглот, преданный. Пусть заменит Олега Родионова в запасе. Богдан Давыдов, к сожалению... Да, если бы он выглядел хотя бы каким-то смешным... Стальные нервы, профессионал амбициозный. Но, увы, Богдан отправляется в резерв. Константин Котов, откуда он у меня? Что-то не помню такого, ну ладно. Филиппе. Интересный, интересный персонаж, конечно. ЦАМП. Нанять переводчика 24 тысячи. Да и, блядь, без переводчика разберется. У него, кстати, есть русская национальность. Ну, кстати, знание тактики-то получше у него, чем у того чувака. Вообще, в целом, знания тактики здесь у всех да нет. У многих нормальное знание тактики. Смотрите, как почти газубатка разрастается. 31 уже. Сборы пошли ему на пользу. Я не разговариваю с своей командой. Это плохо работает на перспективу. О чем мне с ними говорить? Обещание. Ты сыграешь большинство матчей. Да, ну, блин, зачем мне с ним говорить-то? Ну, у многих плохая. Плохая мораль. Ну, давайте. Ну, давайте я скажу ему, что он сыграет большинство матчей. Не понимаю, что тут делать. Я понял, иерархия, Максим. Богдан Казаков, типа, у нас лидер. Полностью принят командой. Ну, тут я реально не отдупляю. Богдан, повысь мораль. Ну, тут я ничего говорить не буду, иначе он возбухтит. Может, с ними и так можно поговорить? А, вот, поговорить с игроком. Давайте поговорим с Богданом. На поле ты лидер? Похвально. Он доволен. Давайте с этим поговорим. Ты отлично потренировался, молодец. Я думаю, достаточно с ними разговаривать. Катим дальше. Сейчас будет выход в ресторан. Как он? Тоже там надо будет сидеть и нажимать кнопку выпить вольне. И вот он, первый матч. Сначала день молодежи. Я тоже организовал. Пусть будет база данных обновлена. В сечении ресторана я купил себе... Так, погодите. Название стадиона хотят купить. ВТБ арена. Прекрасно. Мне нравится. Увеличим сумму. Подписываем. И что? Эта помойка теперь называется ВТБ стадиона? Ой, бля. Так, у меня еще Huawei купил спонсорское предложение. Иксбокс, и Карлсберг. Так, что там по юношеской команде? Вроде все нормально. Резервная команда. Игроков тоже хватает. Игроки достигли тренировочных целей. Позиционный отбор. Ну пусть еще что-нибудь качает. Не знаю. Пасы пусть качает короткие. Так, день молодого игрока. Вы посмотрели множество молодых игроков. На просмотр вашу молодежную команду. Димитрис Стаматакис был отобран как самый многообещающий. Грек. Интересно. Вы хотите пригласить в молодежную команду? Да, конечно. Так, чего по скауту? Ездит. Теперь видите, вот этот диск есть. Ездит, рассматривает, а реалистичных нет. К сожалению. Так, что я еще хотел на трансферах посмотреть. Может быть. Вот этому вратарю Курнику я дал предложение, но он походу решил, что ему это нахер не всралось. Еще очень много почему-то лифтенштейнцев на фрибис клуба, которые готовы ко мне пойти. Например, Максимилиан Кротович. Или Кевин Хаджипашич. Не уверен, что это... Вот, Бухель. Киллиан Бухель. Но это наверняка отстой. Даже скаутить их не хочу. Давайте уже к первому матчу против собственной молодежной команды. Кто-то травмировал. Блин, Курников решил не переходить ко мне. Какой-то он, не знаю, уставший, покурил что ли. Чего-то. Не, Богдана Казакова не продают для нас пока. Не вариант кого-то отдавать. Я сначала хочу понять, насколько крутые эти футболисты. Но Спивак, кстати, не подрос вообще абсолютно. У меня есть так-то чуваки на эти позиции, которые получше смотрятся. Например, Родионов 23 у него. Но он менее талантлив. Ладно, я дам шанс Спиваку. Так, ну с Казаком что-то прям совсем беда какая-то. Он прям, ну, не знаю... С ним еще нужно что-ли говорить? Ну, самый важный игрок. Я им такое, конечно же, говорить не буду. Может Филиппе сказать что-нибудь? Хотя что говорит Филиппе? Филиппе он и есть Филиппе. Ну, мы посмотрим сейчас, как он играет. Я его как раз на плеймейкера выпущу. 320 у нас сила. А у 17-18 145. Это, кстати, сильнее резерва. Но я готов окунуться в футбольное безумие, ребята. А что значит, почему? А где 3D? Что нельзя товарищеские матчи в 3D играть? Чуть не понимаю. Видеотекст. Слушайте, я хотел посмотреть футбол, но, похоже, не получится. Ладно. Покажите все, на что способны. Да, похоже, с товарниками какая-то проблема. Ну, зубатка уже дубль сделал. Мне надо Филиппе выпустить. Я даже не понимаю, как паузу нажать. В итоге 7-0 мы победили в Филиппе оранжевый. Что это значит? Непонятно. А, это первый тайм только был. 7-0 он закончился. Ну ладно, продолжается бомбление. Сколько я в итоге зубатка забил? 13-15? Бля, я хотел бы это в 3D посмотреть. Ну, не удалось. Окей, сейчас я проверю тогда, в чем могло быть дело. И, надеюсь, следующий матч уже можно будет посмотреть именно в 3D. Так, видимо, против своего дубля. Либо я что-то мискликнул, но там нельзя было выбрать 3D матч. Здесь можно. Сейчас оценим движок. Играем против Шор Арти на ВТБ стадионе. Ну, я уверен, что мы не проиграем сегодня. Чего уж там. Не должны, во всяком случае. Надеюсь, игра не вылетит. Прекрасная раздевалка у нас здесь на заднем плане. Сейчас, наконец-то, увижу своих пестов в деле. Прям не могу дождаться. Безумно завышенные ожидания. От Зубатки, который 20 мячей дублером забил. Как он это Шор Арти сейчас будет разрывать. Ммм, вкуснятина. Ну, и плюс, конечно, Филиппе на второй тайм. Просто человек с рейтингом 9. Вау. Итак, вот. Как-то очень это все, если честно, депрессивно. Как будто в Чикаго каком-то гангстерском. Какие-то черные здания отвратительные. Вот он, наш коллектив. Особенно вратарь. Мне нравятся его белые футболки. Кстати, Шор Арти тоже играет через Центрадавилу. Я не знал, что у Зубатки такой охренительный хвост на самом деле есть. Ну что ж, с мячом Казаков на Акмедзианова. И это было неудачно. Реклама еще такая интересная. Кто вообще сделал ставку на этот матч? Ну, там ударили нашего игрока сзади по ногам. Но судье наплевать абсолютно. 23% владения мячом к третьей минуте. Пока наши тики так и не работают. Но посмотрим, что будет дальше. Колесников красиво ушел от подката. Ну, это какой-то кастоломный футбол. Здесь Спивак. Это наш опорник. Я ему сказал не подключаться никогда и никуда. Но он все равно побежал вперед. Наш самый перспективный. Ну, не самый. Второй по перспективности молодой игрок. Ой-ой-ой-ой. Ну, это по ногам было, конечно же, Колесникову. Зубатка пока мяча даже и не видел. Но, я надеюсь, все впереди. Форма классная. Белая. Как Реал практически. Итак. Казаков подает. К сожалению, прямо в руки вратарю. Тот вводит мяч в игру. Не совсем в игру. Он выводит мяч из игры. И снова аут. Колесников. На Данилова. Какой-то Чанг бегает, блядь. Ахмедзианов как красиво на финте убирает. Выходит под углом к воротам. И непонятно подрезает мяч. Так, знаете, в ближний угол. Пытался перекинуть вратаря. Лучше бы прострелил. Там Зубатка был. Который все-таки действительно оказался в игре очень похож на Гаррета Бейла. Ну, ладно. Это, наверное, и не важно. Кстати, незаметно, что он всего 168 и 100 килограмм. Вполне себе такой спортивный молодой человек. Галкин бежит к боковой. Отдает на Зубатку. Тут не в состоянии принять мяч. В таком состоянии. Лорионов. Так, Ваиманов тут прессингует. Перехват Ахмедзианова. Ну, разыграйте как-нибудь. Колесников. Очень, конечно, соперник какой-то вязкий такой. Много игроков на своей половине поля. И пас в стиле Романа Адамова. Вот он, красавчик. Он еще покажет. Класс, я уверен. Хотя нет, заметно, что он какой-то нелепый, низкосракий такой. Ну, Марадонна был примерно таким же. Я точный рост не знаю. Но, в общем-то, возможно, это новый Марадон. Надо было ЦАПом сделать, наверное. Спивак. Прессингует, но неудачно. Снова Чирейк. Чирьяк, блядь. Красный. Чирак. Красный получает просто. И все. Начинает обниматься судьей. И тот смотрит, как его зовут. Чирак, ты, что ли? Выгоняет его. Смотрим, что здесь было. Ну, это футбольное убийство называется. Неадекватный Чирак. Ахмедзианов. Красивый прием. Техничный, я бы сказал. В центр. Здесь Спивак. Первый на мяче. Заброс вперед. На зубатку. Ах, почти. Игорь, к сожалению, в апсайде оказывается. Но я не уверен, что он бы все равно обработал тут. Видите. 22 минуты позади идет. Такой летний дождик. Наша команда. Ничего интересного особо не демонстрирует. Зубатка разворачивается. Очень глубоко садится. Я ему вроде... Ох, какая передача. Я ему вроде сказал, чтобы он только впереди бегал. Ну, ладно. Аут. Прессингуем, прессингуем. Пацаны, там прессинг почти 70 выставлен. Вот. Вот так вот. Спивака показывает. Ну, пиздец, гопник, конечно. Ахмедзианов. Подача. Ай. Бездарная. Поэтому я и говорил через центр играть пацанам. Саков первый на мяче. Бездарнейшая передача. Зубатка хорошо в ноги не прыгнул. Последнюю секунду передумал. Очень странный футбол. Мы сейчас смотрим. Что здесь было нарушение? Четыре, по-моему, не точных передачи подряд в исполнении обеих команд. Андреев первый на подборе. Ахмедзианов. Вау. Парни, перестаньте делать эти подкаты. А то к Чангу отправитесь. Или как его там звали. Ахмедзианов. Концептуальная передача. Новиков с мячом. Вперед. По флангу. Здесь Галкин. Убежит ли он в Израиль? Посмотрим. Но пока просто по флангу. И подача. Ну, в принципе, может быть, это и неплохое решение. Спивак. Да, молодой, перспективный. Но я все-таки надеюсь, что он больше на разрушение будет настроен. Разрушает потихоньку ожидания. Бужинский. Зубатка его прессингует. Но не до конца. Ну, под прессингом вообще ничего. Арти не может придумать команда. Тем не менее, Андреев. Борьба за мяч. Интересный футбол мы смотрим. С обилием дождя на поле бьющегося Ахмедзианов. Перехват еще один. Вот он неплох, кстати. Колесников. На Ахмедзианова, ну, не знаю. Тот успел. Зубатки в свободную зону. Зубатка подходит к мячу. Оффсайд. Нам даже повторы не дали. Странно, что там был офсайд, на самом деле. Шаров. Катит шар на Маркова. От того отскакивает, как от бревна. Зубатыч. Зубатыч! Бей! Ну, что тут можно сказать? Я решил играть без подсказок. То есть, иначе это просто в фифу превращается. Он сам решил. Сам сделал. Сам исполнил. Блестяще. В девяточку. Да, после такого, мне кажется, соперникам будет тяжеловато оправиться. Сидоров с мячом. Да, прям чувствуется. Смотришь на это грязное поле. На уровне футбола. Как они еле бегут. Блядь! Зачем так рано он отдал пас? Впрочем, он дошел до Зубатыча. Тот ударил. И не попал в дальний угол, к сожалению. Но... Все равно достойно. Хороший... Зубатыч. Это... Ну, я хотел сказать пас. Но на самом деле пас-то был отвратительный. Можно было вперед спокойно пройти. Еще Ахмедзианов снова с мячом. Но он реально плеймейкер. Тут даже вопросов нет. Казаков. Второй пареопорник. Вот Спивак. Вот что я от него жду. Вот на это я его и настраивал. Слушайте, работает. Бхаргамбхумичрак. Да, ну... Играем мы явно не лучше соперника. Повезло нам то, что... У Зубатки хороший удар. Давайте Филиппе выпустим. Просто посмотреть на него. И Дениса Денисова. Нашу молодую надежду. Павел Цельцин. Ну все. Остальных не трогаем. Хотя, возможно, я зря... А, да. Я их там не замотивировал, не промассажировал. Я забыл. У меня такая еще подсказка была от знающих людей. И в перерыве нельзя никого менять. Я уже не помню, какой причине. Но я думаю, не страшно. Посмотрим, что сейчас будет. Казаков неплохой переукват. Ахмедзианов направо. Интересную передачу отдал. Тут Данилов. Бежит сам. Продолжает бежать. Бежит. Будет вешать, видимо. Чуть не убежал с поля. Ну навесил. Вратарь промахнулся мимо мяча. Зубатыч был тут как тут. Новиков. Расстается с мячом. Казаков. На Денисова. Ну как подсунул. Отвратительно. Денисов первым же касанием решает вешать. Медзианов был готов замкнуть на мяч у Каримова. Печально. Новиков. Интересная передача. Казаков. Надо еще посмотреть, чтобы ЦАПы были на нужных сторонах относительно бьющих ног. Перед первым матчем серьезным. Тут Зубатко ударить пытался после рикошета. Мяч на голову лег. К другому нашему футболисту. К другому футболисту. Где Филиппе? Я не понимаю. Я хочу видеть. Зубатко вернулся в центр поля. Великолепную передачу отдает. Здесь Денисов. Новиков бежит за мячом. Да, немного обидно, знаете, что то, что многие будут потом говорить, ну Зубатко или Боя может играть. Вот какие пасы в стиле Месси. Ты попробуй без него. Ну, создал читера. Но игра позволяет. Ух, какой опасный удар. На самом деле здесь отскочили. Прямо в девятку мяч летел. Мне кажется, это знаково то, что летний дождик. Первый матч проводят в дождь. Где Филиппе? Блядь, я ни разу не видел его не то, что с мячом. Даже рядом с мячом. Он мне кажется в дубль сейчас отправится просто. Вот он, Филиппе. Прекрасный. Не очень. Но все равно он хороший. Спивак. Ух, какой. Все он делает. Как-то, знаете, настолько ему тяжело, что... Вау, Филиппе, какой удар. Ну, настолько тяжело, что он падает практически после каждого своего действия. Будь то пас, подкат, удар, он сразу валится на сраку. Потому что он преодолевает, как бы, всякие законы тяготения, там, и прочее, и прочее. Филиппе. Очень странно. Там, похоже, фолл был против него. Ну-ка. Посмотрите на технику, на скорость Филиппе. Это он бежал, я так думаю. Так. Казаков. Ух, это был удар. Ахмедзианов там пытался вратаря зашибить. Аж уехал с поля. Так, ну что, давайте, наверное, поменяем кого-нибудь. Сюда Яризова поставим. У меня три левых полузащитника. В запасе. Кстати, этот Игорь Яманов после матча с дублем понял, что его не выпустили. Потому что в дубле, оказывается, играет его брат. Филиппе, какая скорость, какие передачи. Но это мощный футболист. Это сразу понятно. 65-я минута. Футбол, который мы смотрим, просто ужасен. По-другому и не скажешь. Блядь, а зачем этот человек на просмотр пришел? Он же вообще не футболист. Спивак. С своими охуенными отборами. Но даже желтую не получил. Так, Спивак. А почему он даже не пытался отобрать? Ладно, я понял. Я понял. С такими игроками надо быть... Как бы это сказать? Надо, короче, их вообще не юзать, похоже. Так, Зубаточ, какой навес! И Денисов, боже мой! На просмотре ты такое забивал. Я уверен. Мы этого не видели, но... Блядь, отвратительные удары. С учесть, какая позиция была. Она не настолько отвратительная, что прям... Нужно посыпать голову пеплом на достаточно плохой... Филиппе против Лебедя. Да шо ж такое? Хвалят, хамят. Не такими я представлял себе своих парней. Я думал, они... Ну, как-то более техничные, что ли. Спивак, ну, хоть здесь справился. Филиппе. Ни одного действия, которое намекало бы на то, что он футболист просто за весь матч, не произошло. Вау. Ну-ка, Зубаточ, ну-ка. Ну-ка, ты быстрее всех здесь? Блядь, зачем? Блядь. Ладно. Он бежал, и он хотел этот мяч. Спивак. Вау, на Филиппе. Блядь, если еще Филиппе точно отдаст, это трехходовка года просто. Блин, а вот Ахмедзианов, которому особо претензий не было, взял и обосрался. Спивак. Да, туда нужно, конечно, нормального опорника, и это будет совсем другой футбол, а у нас... Повезло мне, что Фролов, какой-то неудачник, честно говоря, совсем убого ударил. Блядь, какой же огромный у нас кипер. Он, по-моему, выше ворот, если честно. Долбогайла, или как его там зовут? Зубатыч. Ой, не туда, ой, ты не туда отдал. Ой, блядь. Филиппе рвется к мячу, но не успевает к ним. Так, ну я сейчас изменю кое-что, естественно. В команде Филиппе и Денис Денисов отправятся в дубль. Спивак на лавку. Ну, я уже понял, что все должно работать несколько иначе. Блин, играем без флангов, все равно половина подачи с фланга. Иванов с мячом. Вот, вот там зубаткой руку тянет. Ну, отдай ты ему лучше сейчас. Вратарь обосрался, Денисов, беги. Бля, ну почему он стоял, и почему их защитник стоял? Казаков, 85-я минута, давайте, парни. Ахмедзианов, убога, убога. Да куда ты убежал, Казаков? Ну ладно, а вот наш. 71% точных передач. Жесть, там псих какой-то. Только что был на экране Денисов. Развернулся грамотно, но... Мяч потерял. Прессинг. Еще замены. Ютуб ТВ. Налево, налево сбрось. Ну, хорош. Денисов. Блядь, как тяжело обрабатывать мяч малютки Денису. Иванов бежит, можно вернуть Денису. Денисов стоит просто. И этого человека отмечали на просмотре. Да, это было убого, ребята. Мы не обыграли какую-то помойку, которая играла в десятерон. Даже нечего отметить. Омерзительно. Так, ну что ж. Я некоторые вещи сделал там с составом основным. Мы, в принципе, не такими убогими должны быть. Как в этом товарнике. 341 у нас сила. Да, ну это прям одна из слабейших, я так понимаю. Здесь в самые сильные это ФК Зеленоград. Ну что ж, тяжеловато будет. Давайте тогда мы сделаем прогноз. Зеленоград, наверное, станет чемпионом. Ну, я так чисто по силе команд давайте. Раскидаю. 379. 368. 61. 65. 57. Дальше идут уже... Нет, еще не идут убогие. Блин. Мы что, по силе аж 12? По-моему, я играть не умею. Так что, наверное, можно было лучше подготовить свою команду. Каких-то игроков найти. Это, конечно, прям, ну, совсем грустно. Но это еще не все. У меня есть еще интересные новости. Помните Барбарбургарбарчанга, который удалился в матче с нами? Скаут сказал нам, что это отличный перспективный игрок. Ну что, погнали. Первый тур начинается. Вперед. Так, ладно. Я, если что, абсолютно серьезно. Вот здесь он был среди доступных. Сейчас мне еще какого-то... Им саму насоветуют. Такой вот будет состав. Как мы видим, почти все по тридцаточки. Все талантливые тоже на поле. Так. Да, вот его мне советовали сказать, что у него уровень 35, а тот полдурок, который с нами удалился. Но я его возьму. Почему нет? А, он отказался переходить в наш клуб. Ну ладно. Наплевать. Не знаю, с чем это связано. Вроде... Все нормально должно было быть. Он как бы был доволен. Так, смотрим. Может быть, есть кто-то еще с неплохим скиллом здесь. И перспективный. Нет. Вообще всех... Всех достойных я уже вызвал в основную команду. Малютка Денисов. Я очень надеюсь, что он исправится в плане знания тактики. И станет реально неплохим цопником. Будет тренироваться Сосновый. Вообще всех более-менее талантливых парней поставлю тренировку Сосновый. Даже Филиппе. Но как мы можем забить на Филиппе? Пусть тренируется Сосновым. Я верю, что Филиппе перспективный просто недораскрытый. Так вот. Ну и начинаем матч против Гераклиона. Чувствую, меня сейчас просто разорвут. 46 на 341. Ну, они 13-е по силе мы 15-е. Будем играть в черных. В боках. У Гераклиона просвечивает логотип. Он в ПНГ сделан. Покажите все, на что способны, парни. Я не думаю, что вы способны на многое, впрочем. Честно говоря, вообще думаю, что сейф скоро закончится. Но так как я хозяин клуба, сам себя я увольнять не буду. Поэтому он никогда не закончится. Я хуйню сказал. Но следующий месяц в сезоне надо более активно проводить. Нужно посмотреть, сколько у меня сейчас денег от спонсоров. Могу ли я построить себе, расширить офисный центр, чтобы взять еще скаутов. И отправить их искать по третьей лиге талантов, чтобы можно было хоть кого-то переманить. Ну, состава команд мы пропустим. Дождь в этот раз не идет. Семенов. Басует назад. Ухлобанов как побежал. Зубатка как бы решил его остановить. Но... По всей видимости... Недостаточно он хорош в отборе. Заброс Данилов. Кстати, ЦЗшник второй был убогий. Поэтому... Данилова я с фланга в центр перевел. Он как раз и по рейтингу лучший мой второй центральный защитник. Как ни странно, Галкин. По флангу бежит. Будет вешать бездарный навес. Я уже понимаю это. Колесников, блядь. Это за хуйня. Но молодец, молодец. Желание грохнуться похвально. Ахмедзианов. Против Сергеева. Ох, сколько борьбы, пацаны. Галкин. Удар по своим воротам. Данилов принимает мяч. Ну, а тут видно было, что это передача в никуда. Казаков, Ахмедзианов. На фланг. Колесников. Забыл я посмотреть рабочие ноги футболистов, кстати. Ну, у этого, похоже, и просто нет рабочих ног. У него какое-то другое место рабочее. Ситников. Играет вперед на Сергеева. Какая закидушечка. Ну, подбора нет у наших, к сожалению. Ахмедзианов чисто абсолютно в отборе. По-моему, от них ушел. Он успел подкатиться. Жесть. Ну, это дундук какой-то просто шел только что. Блин. Колесников разворачивается неплохо. На Ахмедзианова тот. Ну, ускорься. Ну, предприми что-нибудь. Пас на Зубатку. Зубатку убили. Уничтожение Зубатки. Бля, бить будет. Ахмедзианов. Я хотел Зубатыча поставить. У них тоже какой-то длиннющий вратарь. Опасно. Гол. Кстати, до этого видел три пенальти. И ни один не был забит. Я подумал, что сейчас не забьют. Угадал вратарь. Но над ним как-то меньше прошел. Молодец, Ахмедзианов. Ведем 1-0. На выезде, между прочим. Значит, тактика работает. Лобанов. Главное, это, наверное, рейтинг основы. А здесь, может быть, общий рейтинг всех игроков. Учитывается. Заброс. Ну, и офсайд. Потом сыграю где-то полсезончика. И во второй половине расскажу, что как. Какие-то самые важные матчи покажу. Ахмедзианов. Это был удар, ребята. Это был удар. Кай. Заслуживал повтора. Кстати, какой-то крутой район здесь. Я прям Москва-Сити видел. На заднем плане. Длиннющий вратарь воет мяч в игру. Колесников. Ну, как Зубаточа вдвоем там заперетрировали. Это, конечно, прикольно было. Ярисов неудачно совсем играет. Запилился на совсем боковой. И уже не принял никакого адекватного решения. Здесь тоже в борьбу не вступил. Вступил, бля, это реально? Погодите. Это же четвертый дивизион или пятый. Что-то такое. Ну, отскочили. Долбегойда вводит мяч в игру. Интересное решение. Данилов. На Иванова. Нашего ветерана. Тут снова на Данилова. Молодой, талантливый Данилов. На фланге смотрелся совсем плохо. Но в центре... Шакиров. На Данилова. Шакирова я где-то в резерве. Нашел вторым опорник. Потому что Спивак разрушительный, так сказать. Потому что Спивак неадекватен. А этот высокий. С передачей. Зубатка. Ух! Чисто, к сожалению. Я уже думал, еще один фолл на Зубаточа будет. Ля, Лобанов, успокойся. Серегбай. Теряет мяч. Отличный Данилов, кстати. То, что выбил, это даже хорошо сыграл попроще. Бургер Кинг. Говорят тут, когда вырастет сын, он может тоже решить стать футболистом. Так что, может быть, будет целое поколение Зубатки. Кроме всего прочего, ну это надо, наверное, 18 сезонов отыграть. Кроме всего прочего, здесь много всяких вот таких вот мини-менеджерских тем, там типа постройки стадиона, то, чего у Феми никогда нет и не было. Но я думаю, можно ли комплект формы поменять. Типа цвета, надо будет поискать. Штрафной Новиков забрасывает. Тут один, кстати, Акметянов стоит, красиво принимает. Только зачем ударил слева Зубатриевич был совсем один. Казаков, Богдан в центр. Колесников. Ух, вратарь, говна и штанга. Ну, тут, конечно, не стоило добивать с такого острого угла. Глупое решение. На вратарь совсем плохо. Будем надеяться, что он еще привезет. Галкин выиграл мяч. Нормально смотримся, кстати, в этом матче. Акметянов вообще красавчик, я считаю. Зубатыч потерял. Галкин. Развернись как-нибудь. Вау. В стиле Забнина передача. И Иванов куда-то выбросился. Но подстраховка от Шакирова, правда, такая шакальная. Ну, что такое, пацаны? Только что хорошо держали мяч и... Как будто что-то изменилось. Семенов. Вау. Не, ну, сейчас мы отскочили, конечно. Там, я не знаю, был апсайд не было. Но Семенов красиво. Отпасовал в свободную зону. Защита абсолютно развалилась. Иванов. Акметянов. Шакиров. Блядь, Шакиров, что ты нахуй творишь, блядь? Зачем? Да. Вторая половина тайма первого совсем плохая какая-то. Возит наших. Разрыв между линиями, конечно, пиздец. Но я не понимаю, по какой причине вот этот опорник играет так низко, блядь, Шей. По своим воротам ударил. Я вроде... Ну, я его сейчас приподниму немного еще на расстановке. Он как бы должен быть как раз опорником, но связывающим. Он сидит где-то в очке. Хотя сейчас поднялся нормально. Ахмедзианов. Ярезов. Ну, ускорься, блядь. Хотя такая передача меня тоже устроит. Галкин! Чем он забил? Он сиськами как будто вколотил мяч. Это вот Зобаточ хорошо пробил. Еле-еле вратарь спал. Ну, невозможно сиськами так сильно ударить. Это бред, блядь. Даже если ты помыл Андерсен, так мяч не отскочит. Так, ну, в общем, преимущество есть определенное у наших. Разговоры в перерыве. Ну, продолжайте в том же духе. Все встанет на свои места. Так, смотрим. Ух, как по энергии все плохо у Галкина и Крайков. Ой, блядь, зачем я критиковать нажал. Он один из лучших в команде. Ладно, Данилова замотивируем тогда. Так, и у кого энергия плохая, и их про массажира Яритова. Блин, ну, и Галкина надо будет поменять во втором тайме. Хотя меня и Колесников не шибко устраивает. Ну, давайте Козлова лучше на эту позицию. Зубаточи там тоже будет, я уверен, неплохо смотреться. Посмотрим, что дед в атаке покажет какой-то пердед Ахмедзианов. Свободную зону на Галкина. Тот пинает на Зубаточа. Зубаточа один на один. Удар. Гол. Ну, это изи для Зубаточа. Первый гол в первом же матче, в чемпионате. Посмотрите на эту обработку. Ну, это мастер. Как бы даже говорить не о чем. Никто даже не понял, что произошло. Сейчас Козлов будет вместо него играть. Ни хрена себе, с какой у него рост. Боже. Ну, и гигант. Еще и тощий такой, на Крауча похож. Надо будет заценить. Тут мы рост не увидим, да? Похоже, что нет. А жаль, интересно. Панов бежит по флангу. Ну, я, кстати, думаю, что можно уже это ускорить. Х2, так сказать, сделать. По большому счету. Все было нормально, пока Дундук не удалился. Ну, зачем? Блядь, он из подката в подкате убил какого-то уебана. Будем вот так играть еще. Казакова ниже поставлю. Печально? Удаление пока в каждом матче. Это Норман Ридус. А, это Шакиров. Если бы Жерар Пике родился в России, у него была такая фамилия, мне кажется. Сергеев. Давайте, пацаны. Просто, я не знаю, я не буду ничего менять в тактике. Так, надо поставить какое-нибудь затягивание игры или еще что-то типа того. Но я даже не знаю, где здесь такое. Зубатыч бил. По-моему... А, вот все. Время пошло вперед. Я подумал, что она остановилась. Ярисов. Бьем очень много, даже 10-ом. Играем вполне себе адекватно. Хорошо задел большой по счету. Хотя, я не знаю, может быть здесь тоже камбэки бывают. В ФМе-то я бы сейчас все очко стер. С другой стороны, я бы знал, как там затянуть. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Все, я теперь знаю, как тянуть время. Ну, играть еще достаточно долго. Моя надежда на то, что, в общем-то, соперник, это помойка, как бы, такая же, как и мы, впрочем. Им будет тяжело просто забить. Какие-то моменты они не реализуют или еще что-то. Я, блядь, не вижу, чтобы они тянули время. Они просто хуево играют. Ну, что это за пас, блядь, когда ты должен тянуть время? Увратительно. Опущу немного Ахмедзианова, в хорошем смысле. Тут тоже, кстати, удаление вполне могло бы быть. Прыжок сзади. Да, сколько осталось? 25? Нет, 15. Ну, пока держимся, но... Мне кажется, что второй Гераклион точно забьет. Есть такая чуйка. Назад играйте. Вот, вот, назад. Продолжайте вот это дерьмо. Вот, налево, налево, налево. Эй, там был защитник. Странно, Гераклиону отыгрываться надо, они вообще не раскрываются как будто бы. Вот это мне нравится сейчас. Вот это молодцы, парни. Опа! Жадный Зубатыч, жадный, конечно. Но почти все поле пробежал как раз в стиле Марадонны. Бам, нахуй. Братуха, блядь. Не в претензиях же. Пизда. Самодачу ставлю на 100. Прессинг ставлю на 100. Линия защиты глубже. Контратаки, чтобы мечи выбивали, не знаю. Блядь, выпускаем победу. Просто тупо. Какой-то Кирюков идет. Сейчас замену какую-нибудь сделаю тактическую. Хотя тут, наверное, затяжка заменами не работает. Это все-таки не ФМ. Не, с пивака я зря, наверное, выпустил. Ярезов. Ну куда ты побежал, блядь? Нет, в натуре вот куда он побежал, такой вопрос. Я еще выпустил ультра уродов. Им одну атаку буквально отбить. Укатился. Тяните. Выбеги за пределы поля, спивак. Так даже лучше. Вот направо, направо кинь. Молодец, молодец. Хру-ш. 3-2. Но удаление тут, конечно, подпортило. Впечатление от Изи Вина. Колесников зря удалился. Так вот. Пенальти был забит. Дувратарь как-то это. Как будто и не хотел отбивать даже. Так, Галкина его знаменитая сиська, но... Посмотрим, кто стал. У нас, кстати, Максим Данилов, самый молодой игрок, стал лучшим. Странный рейтинг всего 7, хотя, казалось бы. Ну, я в целом доволен. Особенно за Данилова радостно. Может, действительно, ну, игрок уровня хотя бы второго дивизиона вырастет. Начинаем с победы, ну, против равного соперника. Новиков травмирован, Колесников дисквалифицирован. Согласен я с решением? Нет, если честно, это бред. Как я могу быть с этим согласен? Так, Галкин, ты... Вот где посмотреть рабочую ногу? А, вот, правая 5, левая 2. Тогда мы тебя как раз на правую поставим. А среди запасных найдем того, кто умеет левой ногой играть. Ну, мы же найдем, правильно? Нет, сомневаюсь, все-таки, как ни крути, я... Хотя, вот этот двуногий парень. Ну, у него на цапе не очень. В принципе, это все. Я, наверное, только его и могу туда выставить. Но я уж лучше тогда зубатку туда поставлю. И козлову нападение этого длиннющего. Вот так вот. Новиков, ну, я не знаю, восстановится он или нет. Пока я его новую поставлю. Потом, возможно, поменяю назад. Так, еще по скаутам. Опа! Мы видим теперь чуваков из Гераклиона. Он просматривает, я так понимаю. Что-то я не понимаю, это кого-то в коробку играть отправить, что ли? Ну, ладно, пусть наш вратарь туда сгоняет. Не знаю. Ну, у соперников так себе футболисты. Вот бы на трансферном рынке кого-нибудь найти, конечно. Тут в основном вратарь почему-то. Какой-то ганский вратарь с уровнем около 30. Владислав Кудряшов, ЦАП, уровень около 50. Иван Кузнецов, тоже интересный персонаж. Давайте попробуем ему предложить контракт. А, ему 33 года, ну, уже поэтом 34. Почему же они все древние-то такие? Будет Слава Кудряшова вроде 27. А, на весы 5. Это нам не подойдет, он будет слаб, как ЦАП, который мне нужен. Угловые 5, странно, конечно. Или это так отображается, на самом деле, у него не 5. Ну, там 10, наверное. Вот этот мне нравится, Иван Родин. Блин, не было бы ему 34 года, был бы он чуть помоложе. Так-то достойный игрок, 38 рейтингов. Ну, 0 я предлагаю, здесь все футболисты 0 стоят. Ладно, посмотрим, придет он или нет. Пока покатаю немного, и там уже, когда будет понятно, что в чемпионате происходит, покажу. Так, друзья, матч против лидера. Сыграно около 6 туров. Я один матч проиграл, один сыграл в ничью, все остальные выиграл. Иду на 4 месте. На 1 месте команда, вот как раз, один из каких-то дублей торпеда. То есть, молодежная какая-то команда. Очень большой рейтинг у нее. Ну, что тут можно сказать. Шансов почти нет. Плюс я не понял, как здесь с энергией и физухой работать. Я пытался и ротировать состав, и еще что-то. Мне вообще-то команда вздыхает всегда к второму тайму. Да, я играю там на 80% самоотдачи. Но что-то я не догоняю, как правильно здесь держать кондиции в норме. Поэтому команда на этот матч выходит максимально заебанной и уставшей. Ну, я, наверное, в первый сезон особо и не надеюсь выйти выше. Пока просто пытаюсь разобраться. Сейчас на трансфере двух-трех игроков купил с рейтингом. 40 примерно. Ну, знаем, когда придут. Даже очень крутого легионера нашел. Здесь, я так понимаю, нет, так скажем, лимитов, которые есть в реальном футболе. Ну, и вообще, это любительская лига. Так-то так, что в ней, может, лимитов-то и нет на иностранцев. Здесь играют любители. А любить футбол может человек любой. Вне зависимости от того, какой он национальности. Если он не американец, конечно, а хамедзианов. Неудача. Ну, вообще, на самом деле, так, в принципе, более-менее плюс-минус команда хорошо смотрится. Даже в проигранных матчах. Шансы были. В матче проигранном, точнее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, начало такое себе, прямо скажем. Как-то быстренько в девятиночку загрузили дублеры торпеды. Потихоньку уже костяк команды нарисовался. Я так уже даже подразобрался. Кто чего умеет, кто чего магет. Ахмедзианов, наш плеймейкер. Хорошая передача. Колесников на правом фланге. Ну, от этой хорошей передачи никак не назовешь. Но, мне кажется, здесь уровень команды слишком несопоставим. Чувствуется то, что... Ну, это просто издевательство какое-то. Да, чувствуется то, что мы даже, наверное, до ворот ни разу не дойдем. Зубатка. Вполне себе на красную карточку выступил. Ну, судей я решил пожалеть и без того нищих в этом матче. Кстати, первый реальный игрок придет зимой. С фотографией. Из Дмитровградской лады подписал какого-то центрального защитника. Посмотрим на него попозже. Да, ну, от этого матча я, конечно, ожидал какой-то, знаете, такой волевой игры от наших, андердогов. Но что-то пока не как Казаков. Очень плохие передачи Ахмедзианов. Я знаю, что пацаны могут лучше. Зубатка. Ай-яй-яй. Что это за удар? Но, с другой стороны, это удар. Понимаете? Я, как бы, может быть, и на него не особо рассчитывал. Есть, кстати, режим, на котором поприятнее, на мой взгляд. Ну, типа, с 3D и так все понятно, по факту. Будем играть на скорости FM-овской. Так что здесь тоже можно не смотреть тягомотно беготню, где еле бегают ребята. Ну, вот желтое вот этому ебану, который нам забил Полякову. Хотя я вообще не понимаю здесь... Ну, большинство подкатов, за которые желтое и красное даются, они на самом деле... Анимация это в мяч. Но, видимо, это как прыжки... Господи, Иисусе. Это как прыжки сзади трактуются. Очень часто вратари вот так вот нелепо выходят. Еще до того, как... Ну, я понимаю, что хотели в этом движке отразить. То есть, когда мяч у твоих, то вратарь выходит где-то на 15-20 метров из ворот всегда. Это даже еще до Нойера было. Но здесь они слишком рано начинают выходить. То есть, когда мяч штрафной, грубо говоря, отвратительный заброс. Но вроде хотя бы угрозы разгрому больше нет. Что не может не радовать. Пока вроде как-то выравниваем плюс-минус матч. Хотелось бы, конечно, хоть одну удачную атаку провести. Может, сейчас перехват нет. Еще я заметил такую тему, что против десятерых играть не легче. То есть, дважды удалялись моих противников игроки и ничего. Из этого мы извлечь не смогли. Там один раз 1-0 или заговыряли второй раз 0-0. Сыграли Ахмедзианов после хорошего подката Зубатки с мячом Колесников. Ходит на фланг. Неплохие финты. Но что передачи у него совсем не идут. Снова Колесников. И ну что ж такое. Прям в очевидившем офсайде стоял наш игрок. И пас туда. Да, играем без полузащитников. Поэтому фланговые защитники один в один часто остаются. Но они практически не атакуют. Так что дыр на флангах-то нет. Но как-то очень странная расстановка у этих. Наоборот, здесь, может быть, стоило бы с фланговыми игроками сыграть. Возможно, на второй тайм я так и сделаю. Особенно на левом фланге. Мне кажется, у них там дыра прям. На правом фланге для них. Для нас на левом. Зубатка выиграл вверх. Несмотря на свой не слишком гигантский рост. Побежал куда-то на... Ахмедзианов. Шакиров. Ахмедзианов. Ну-ка. Где Зубатка? Надо... На Зубатыча! Блядь, на Зубатыча. Конечно, полагается на свой удар, но... В этом матче совсем не получается у него. Ну и первый тайм. 1-0. Проигрываем. Сейчас будем мотивировать и массажи делать. Ну, у меня вся команда уже сдохшая. Я это прекрасно знаю. Ну, это еще ничего. Иногда они даже хуже бывают. Не гнемся. А, это игра еще далека от финала. Как-то сказать, не гнемся, не ломаемся. Но мискликнул. Так, ну кто у нас плох, откровенно говоря? Хорош только Иванов. Давайте его похвалим. И нам надо Ахмедзианова. Зубатку. Мишеля Колесникова. Я только сейчас заметил, что его Мишель зовут. Галкина Загмотивируем. Так, зубатку помассажируем. И сейчас будем кое-что менять. Давайте Галкина. Переведем направо. Колесникова поднимем на ЛФА и выпустим вот этого парня. Так. На Спивака выпускать что-то не очень хочется. Но, наверное, выпущу Спивачка. Так. Что я еще хотел? Открыть тактику и... Изменить движение Иванова. Пусть по всему флангу работает. Вот так вот. Ну что? Надеюсь на хороший второй тайм. Иванов. Казаков. Центр. Скорость пивак выйдет. Он тут все ноги поотрывает. Ахмедзианов. Теряет мяч. Не самая лучшая, наверное, игра Ахмедзианова. Еризов. Центр. Колесников. Ахмедзианов. Зубатка. Ай, блин. Да перед тобой был такой коридор. Чего же сразу бить? Он полагается на свой удар. Удар у него, конечно, хороший. Особенно по меркам этой лиги. Это не вторая ли? Нет. Вот он. Вот он, урод. На пистона похоже. Блядь. Ай тететететететететететететететететететететет. Иванов. Так, ну-ка Спивак. Нормальный пас. Галкин. Как Медзианов. С ногам получает. иванов обидно так чувствую ну ладно 70 потерпим второго нападающего общего но не было здесь нарушения никакого не знаю судья конечно гнида душит блин и так непросто против более сильных играть казаков медианов идет игра наверное все это приговор это похоже приговор так зубатка тоже тогда ну я все-таки надеюсь конечно на что-то сомневаюсь что что-то получится а когда выпускаешь на замену а но я мне я тут просто подвигал пацана уже по полю поэтому у них сбились настройки передвижения казаков от медианов один бы забить сейчас сразу киков и галкина был шанс убежать как мне показалось не ну класс выше конечно у торпедовской спортшколы юность называется она казаков да блин двух передач не можем отдать но это не самый лучший матч наших бизонов бывало и по удачнее выходит у нас длиннющий напад к разгрому все идет так а за что желтую дали а мне удалили с пивака вот за это да но я даже не знаю что тут сказать тут где был даже нарушение какая-то ерунда но засудили еще ко всему прочему как мы видим давайте самоотдачу на 0 не вижу смысла пацанам париться уже очевидно что это проёб пусть отдыхают остаток матча я в чудеса верю конечно но не в такие как они плохи нулевые самоотдачи вообще не нет и мне кажется еще десять могут забить за эти десять минут ну хреновый матч ничего не поделаешь посмотрим где концу сезона будет по мне так если место будет в десятке то и ладно главное что зубатки весело на поле медианов так вот заброс варить это реально вообще нет не пытаются даже в отбор не идут зубатки отвратительно отвратительно они не настолько плохи будет матч с равным соперником где-нибудь во второй половине сезона где будет что-то решаться я вам это продемонстрирую докажу здесь все-таки на 100 пунктов против противник сильнее был рейтингом и это сказалось обидно спевать хешок схватил за две минуты включение такое оперативное матч с родиной 2 здесь очень красивый гол был забит я не знаю повторят его еще раз или нет вот здесь зубатка он цапа играл в этот момент финн зидана сделал чем-то это напоминало вот сейчас расскажу что но для начала посмотрим может быть первый гол повторят еще что зубатка сотворил по моему это она нет вот жалко что 3 показали слишком поздно скажем так момент включили потому что там просто супер вообще зубатка на разыгрывающем очень даже неплохо смотрелся но видимо здесь не повторяют два раза показывают какие-то вообще моменты которых я совершенно не помню такие удары здоровские может быть сейчас нет это еще один безумный удар зубатки блин ну покажите по второму кругу да так вот на третий мяч там передача была она прям в стиле молодого кокорина во 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 посмотрите что зубатки сделал да слишком поздно включился момент поэтому вы этого не увидели я просто помню как пришел на матч динамо московского на дубле там в 16 или 17 летний кокорин вот так вот финтанул и отдал примерно такую же передачу на голы я сразу понял что это будет лучший футболист россии на многие годы вперед так и произошло впечатленный я был тогда но я рассказывал эту историю но тем не менее теперь тоже самое изображает зубатка статистика у него конечно не супер 8 игр 3 гола жалко не знаю где посмотреть а вот 4 голевые передачи может быть на самом деле он ассистент просто мы этого еще пока не знаем может быть его сильная сторона в подыгрыше трудно сказать но победа очередная в восьмом туре то есть команда не настолько плоха вот я специально даже включился чтобы доказать это просто кошмар какой-то был и зубатку не включили в сборную тура посмотрим есть ли здесь что-нибудь вот цз нашли 18 летнего с рейтингом возможным 35 будем продолжать искать планировщик состав не знаю где посмотреть а вот планируемые переходы сейчас я вам покажу кто к нам перейдет это хабаш аушев вот это реальный футболист видите у него фотографии есть мне кажется что это просто безумно крутой центральный защитник у него рейтинг возможно и 50 я сблатил за нее 4000 долларов также переходит владислав морозов три звезды таланта и он цап что нам нужно но пока рейтинг ожидаемый около 30 бесплатный и вот этого ветерана с навесами 5 я все-таки взял потому что ожидается хороший рейтинг я надеюсь что он будет типа в районе 40 тоже из лады домитроградской вот так вот я ее попустил на двух футболистов сразу мы посмотрим насколько они будут хороши все-таки хочу еще один матч показать играем с трудовыми резервами это худшая команда и по рейтингу и идет она сейчас на последнем месте ну что ж будет интересно понаблюдать как сложится игра так давайте с кем-нибудь побазарим например с данилом я уже говорил с галкиным не нужен для следующей игры не знаю для чего это нужно но вроде как это стоит делать так радионов травму получил с пивака поставим сейчас посмотрим принесли скаут что-нибудь зря ух ты погодите фабиан козлодик 50 рейтинга возможного точность удара 65 33 года блин был бы козлодик немного хотя бы помоложе наиск перспективный вратарь что-то немцы какие-то выпали на фри помимо немцев я здесь вижу интересную тему здесь есть один турок кан ацтюрк интересно кем он был он всегда был без команды ну ладно что у нас тут максим фролов из торпеда 3 звезды и 35 рейтинга на цапе вы вижу все его скиллы слушайте я наверное его спизжу давайте наверное от 40 начнем искать а фроловы я все-таки спизжу полторы тысячи долларов это копейки у меня 214 я даже могу себе купить например вообще давайте наверное в гольф поиграем я могу себе купить пепси нет стоп я могу себе купить hyundai хендэ я прошу прощения или например хату и жить в хате дайте свадьбу предложим не хочет выходить замуж тогда сходим в ресторан стоило 176 баксов нет никита безразличный футбол давай никита люби футбол блин надо было деда создать как он 50 ну наверно 50-летним нельзя играть на 30-летнего и чтобы у него был ребенок уже взрослый чтобы он тоже стал футболистом и играть как отец и сын может найти бабу с прицепом например порвать отношения ну вряд ли здесь бабу именно с прицепом можно найти кстати биржа растут акции манчестер юнайт стоимость одной акции 2000 ну ладно это ерундой какой-то занимаюсь на самом деле так можно и в реальной жизни ебануться и стать каким-нибудь финансовым гением ну вот трудовые резервы выездной матч мы никогда не проиграем вот что я скажу хотя но когда-то мы точно проиграем может быть даже сейчас но это одна из немногих команд которые реально слабее нас забавно то что здесь реальные фотографии мест где проводятся матчи казалось бы трудовые резервы ну кстати фотография с таблом на котором написано трудовые резервы это реально какая-то ну типа какой-то зал блять трудовых резервов потому что я уже не первый раз замечаю какие-то знакомые московские стадионы на фотографиях которых ну казалось бы никто и не знает и не знал никогда но нет они здесь есть и хоть и нет реальных футболистов в этих лигах но зато весь остальной антураж присутствует посмотрите на этот пиздец полюшка поле какое-то полюшка широкое поле ну ладно давайте смотреть в бело-голубом трудовые резервы сразу перехват зубатыш блин я начинаю думать реально зубатыша ставить начать на цапа он прям неплохо там смотрится с его бесконечными дальними ударами ой-ой-ой какая неудачная передача шакиров галкин ахмедзианов зубатыш надо ему убрать эту галку с дальними ударами она пока не работает он еще недостаточно прокачался он бьет по двадцать раз за игру и никогда не забивает это бредная галка но с другой стороны кстати галкин с мечом зубатка но с другой стороны пусть будет вдруг какой-нибудь шедевр залетит ахмедзианов странный удар как будто ладошкой даже не знаю почему он так пробил Данилов бежит бежит ой-ой-ой блять кстати вот брат этого Ярезова постоянно ноет и мошнит то что хочет играть с братом в основе и этот его поддерживает мошнур ввели свиную смотрите трудовые резервы гол забили но мы ах ты сука не получился финцуареса типа как знаете когда он рукой отбил а пенальти не забили желтую еще дали что-то плохой матч вот так вот я на запись включаю сразу сосалово какое-то что такое я не понимаю эй господи уже 2-0 должно были лететь против худшей команды ну это видимо для всех футбольных менеджеров тема такая то что против говна всегда тяжко делается это для балансировки я так понимаю чтобы человек не побеждал компьютерные ну какая-то интрига была да чтобы он всех слабых компьютеров не разносил одну калитку но из-за этого все сломано на самом деле что в пм что здесь вот я смотрю ахинея какая-то медианов блять зря он начал крутить эти марсельские рулетки прострелил бы гораздо раньше и было бы лучше да несмотря на то что неплохо в точности передач прибавляем что в этом матче совсем даже моментов нет очень плохо смотрится команда потому что играем основы вроде даже отдохнувший плюс-минус хороший перехват много желток противника у соперника может быть к удалению приведет хохлов овчинников локомотивская связка я бы сказал да доброе ебло поймал мяч я не знаю как фамилия правильно читается но я даже не боюсь никого оскорбить потому что обычно иногда когда сковеркаешь какую-нибудь фамилию в комментах кто-нибудь напишет типа да как ты мог это моя фамилия но я сомневаюсь что кого-то реально зовут доброигла или как он там смешно казаков шакиров ну направо уже отдай отдал колесников все назад бегут это прессинг безумная трудовых резервов что они более трудовые ни хера не резервы но зуба блять что за бездарный пас почему сам не пошел они нигде не успевают постоянно фалят но мы проигрываем да ел и пал эту пенальти могли бы дать но не дали бездарная подача 1-0 проигрываем 1-0 а на попасть это игра далеко от финала так давайте но и кого похвалим как и вратаря и надо мотивировать зубатку медиана галкина и помассируем же ребят немножечко потрогаем их поехали надеюсь что изменится в втором тайме его увидим совсем другую команду пока видим то же самое к сожалению она называется летний дождик у саинов на кузьмина с пивачок хоть под ноги оторвал в своем стиле ну что он совсем ничего не делает колесников спивак убежит прыгает счет с мячом какого-то мог бланка галкин вот так вот кивочком об красиво там автогол на самом деле хохлов капитан капитан хохлов так забатка неудачно неудачно вступил в отбор ну сравняли хотя бы только не пропустите сразу ептыть блять еще с вортарем то он такой высокий не идет на перехват его что шунин учил стоять на воротах что ли но это надолго кстати хотя нет наши почему-то не прессингуют козлов галкин кстати стандарт с пивак заработал колестиков зубатыч но это мастер тириан ри так забивал но в лучшие годы конечно девяточку этих как черных ворот что же уже ведем переламываем потихоньку зубатыч не но это прирожденный цап пацаны надо форварда искать зубатыч это не на по дне этот оказался не форвард он цапник он как марадонна этот чувак тоже видим как марадонна так кузьмин выходит про сибирский мороз на нас поет об вперед бля серьезные с трудовых резервов спонсоры киева т.б.р.ж.д. клуб миллиардер спивак хорошо кстати спивак в этот раз вышел не так уж и мерзко он ленивый блять и дикий нахуй поэтому как бы он уебок это очевидно галкин интересные финты а ударить блять мяч перед пустыми воротами все стоят дрочат спивак чё творит ладно я видимо к пистона не соображаю уебищно он типа нормально играет опа колесников красиво убрал под себя галкин еще раз финту перебор уже пацаны зря зря зубатыч в опорку вернулся страховать и не неплохо подстраховал надо сказать что новиков делает просто уму непостижимы пизде хорош над симуляция была хохлов там изображал чё-то накрыть блять как повезло два опорника где нахуй находится просто супер повезло закиров михаил выходит на поле у трудовых резервов галкин странно вроде умственные резервы то трудовые галкин бежит иванов галкин зубатка колесников галкин козлов но это говно не ударно козлов кстати этот ветеран длиннющим уже парочку мечей забил выходя на замену он не юзлис но я хочу ну я купил уже какого-то австралийцев атаку я не знаю как он будет выглядеть конечно но обещают рейтинг 50 это вкуснятина получается ахмедзианов кстати неплохо тут справа об она колесникова блять дальше сыграй сразу галкин галкин мне сегодня нравится да и вообще вот эта троица цапов неплохо себя показывает ахмедзианов зубатыч но это отсутствие культуры паса у паштиги уратарь спас успел выйти слава богу зубатыч отлично 21 выпердели победу но конечно это было так себе трудовые резервы неплохо играли закончился матч только что обыграли сахалинец москва 2-0 на выезде и это между прочим вторая команда чемпионата причем играли в десятером весь второй тайм и на 73 написано что ермаков забил свой ворот это вратарь сахалинец насколько я понимаю но это полная ерунда на самом деле это зубатка легендарным ударом забил он вообще дубль в этом матче сделал по факту то есть вот это его первый гол там красивый проход был сейчас может быть покажет и второй видимо сначала покажет удаление или нет просто какой-то момент сахалинца хочется легендарный удар увидеть надеюсь он будет в этом обзоре да сахалинец много атаковал были хорошие моменты но это уже классная реально победа я вообще заметил что может быть тактика у меня и всратая но очень хорошая защита то есть все моменты это в основном ну какие-то стандарты ошибки откровенные там типа именно вот тактических каких-то привозов нет а вот это легендарный гол смотрите нет это просто удар зубатки что-то не показывают легендарный гол видимо автоголы не повторяют такое было в каких-то фифах древних что действительно не покажут что ли может быть это метод еще один просто удар черт там такое было ребята но рассказывать нет смысла на рассказывать нет смысла это надо было видеть зубатки зарядил 70 метров издали и попал то есть это просто безумие настоящее было вратарь там докоснулся немного меча но он упал в ворота из-за этого засчитали автогол может быть хотя бы текстом а нет другие комментарии 12 сушите но обидно и никак повтор теперь даже не посмотреть к сожалению ну ничего зато вам показал то что команда прям в огне реально еще один игрок куплен еще один центральный защитник тоже реальный абсолютно нам покажу если вспомню где это в прошлый раз смотрел на самом деле на этот что ли да вот он у него отвратительный дриблинг но под кат 61 игра головой 61 опек 40 я таких скиллов даже не видел никогда у защитников в этой лиге до 39 рейтинг но это в любом случае лучше чем у наших центральных защитников то есть сейчас на 31 29 см еще и рейтинга нехило хапнем когда все эти ребята придут к нам в клуб столкнулся второй раз с багом в этой игре когда не дают выбрать 3d матч только результат видео текста режим текста поэтому сейчас меняем настройках и заново перезапущу игру против третьего места играем и против сильнейшей команды лиги вот такой вот состав зубаты сейчас переметнулся на цапа хочу его там задействовать ахмедзианов несмотря на то что играл очень хорошо ему 35 лет он уже проседает по скиллам и не совсем ну не по скиллам он проседает конечно у него всегда были говно скиллы но они реально падают еще сильнее несмотря на то что у него там пять голов в 11 игр это мне кажется что колесников галкин это наше будущее 21 23 года ну или будущее в этом сезоне потому что уже подписываются игроки сильнее зубатка лишь зубатку я верю на цапе и ну нападающий козлов он пока особо как-то себя не показывает ему тоже 35 но все таки опытный игрок не очень высокий он оказал 188 при том что такой долговязый легионер два мяча забил но я именно вот хочу зубаточку и хочу чтобы можно было выпускать на замену с усилением кого-нибудь того же акмедзианова например а вот тут пацаненко покупаю интересного довольно таки Денис Гамула у меня появился в дубле или он всегда и был интересно так юные таланты самый юный это Максим Кутовой я Дениса Денисова тут перевел опять в основу на один матч буквально посмотреть на парня все таки любитель который так сказать покорил всех на просмотре имеет мне кажется ну так я понял этот баг никуда не пропадает даже если ты выставляешь сразу играть 3d но это если честно прям совсем уебанство полнейшее тут даже и сказать нечего важнейший матч мне бы его сыграть но отвратительно говорят что это связано именно с патчем на движок не знаю так ли это но может быть я там что то не так нажал давайте попробую сейв перезагрузить нет не покажу я вам этот матч замечательный к сожалению не получается не появляется я даже выставил настройках только 3d матчи но не получается ничего сделать я уже сыграл его на фаст резальте 2-2 мы сыграли но это полная хуйня причем ну из этого меню не выйти поэтому мне его пришлось переигрывать первый раз я проиграл 3-2 а второй раз я перезагрузился поставил здесь всегда 3d матч сыграли 2-2 ну третий раз на поражение чтобы все было честно я не буду переигрывать я считаю что это полная залупа мне подсказывать что это может быть связано с тем что стадик не прогружает ссылка с кем мы там играли из-за этого выбрать нельзя то есть такая вот бодяга может быть но мне от этого не горячо не холодно скажем так то есть очень обидно и я надеюсь что это действительно связано с пердяевскими стадиками потому что если что-то подобное произойдет например где-нибудь в финале лч вы можете себе например такое представить это будет мы просто полнейшая трагедия вот крайне бы ничего подобного не хотелось у макса данилова поставлю сейчас центр но я не знаю он перспективные слишком классные надо его наигрывать но и новиков с рейтингом 40 в защите конечно это имба мы бы вообще нами пропускать перестали но оставляем зубатку на цапе сейчас заново выставить придется и играем тогда будем играть вот этот матч я надеюсь сейчас никакого бага не будет играем против 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 кому мы играем что там написано гбр си-76 савиоловская что ли ладно неважно на самом деле где мы сравнялись уже с дюшор торпедовским что не может не радовать давайте поговорим с кем-нибудь не знаю у кого там мораль не очень давай как тебе тут спрашивают со мной все в порядке спасибо ну отлично молодец предложение от кубу а не холдинг меня уже приглашают в разные клубы но я естественно не свираюсь никуда уходить у меня все прекрасно и я более того пытаюсь сейчас вот этого цапа себе захоботить все-таки рейтинг важен все это стоит копейки а рейтинг это прям вкуснятина будем его набивать будем приглашать всех у кого соответственно он есть так еще сюда посмотрим козлов 20 лет может спартак туймазы может цопа сыграть кстати и левого защитника и центра защиты давайте я его наверное тоже спичу здесь вот мне не нравится то что ну игрока нет той позиции которая мне нужна с другой стороны он тоже неплох пфа вообще 42 можно было бы наверное с пфа начать играть так а этот цопник ну дриблинг 8 он конечно очень хорош в отборах и всем таком но блин так сейчас секунду я понимаю что это запись я могу я на паузу поставить мне потом будет ли они монтируют что не написали телефон так как опорник он хорош в целом но блин да и короткий пасы вообще нормальный игрок я думаю что я и его давайте я вообще всем предложу не думаю что за них много денег просит все таки рейтинг набивать надо не знаю согласятся или нет этот уже какой-то дороговатый был так ну этого бесплатно отдадут вообще отлично и сюда тоже показываю как трансферы работают грубо говоря ох блин за эту прям просят ну ладно я дам бабки то есть вроде как ну и начинаем матч сейчас посмотрю если этот глюк будет продолжаться это будет нет вот 3d матч появился снова но на домашнем стадионе мы уже много раз видим это действительно со стадионом связано рейтинг клуба 361 гб у сша савеловское согласие рождает победу и ты может это айтишники какие-нибудь но у нас кстати в идеальном составе как он то который я накидывал вот когда правый за счет у нас вообще рейтинг 370 уже это шестой по моему по силе рейтинг в чемпионате так что мы прогрессируем мы больше не скажем так мальчики для битья не аутсайдеры даже по силе состава игроки растут зубатка забивает как бы и боремся боремся за лидерство может даже в этом сезоне выйдем выше вот не знаю правда зачем тогда все эти хламари которые зимой придут а кстати они же придут и усилит нас перед второй половиной сезона так что мы может даже станем фаворитами в этой второй половине если мы с этим рейтингом так в общем то неплохо идем то если он станет еще больше это будет совсем замечательно ну что ж смотрим иванов зубатка такая вот связка шакиров наверное самый слабый сейчас игрок в основе зубатка ох хороший хороший вот здесь его дальние удары они как бы ну они в кассу этот нападающий надо у него галку дальние удары снять у местного краучера не зубаточка цап это очевидно это марадонна это реально так это месси и марадонна в одном яйце да потому что там дальних ударов то у длинного нету он будет шлепать из-за настроек а может и не будет шлепать посмотрим какие передачи от зубатки да вот этот удар конечно это это не то что нам надо давайте прямо сейчас тогда уберем у козлова никаких дальних ударов никакого дриблинга не надо ему он должен просто ебашить не более а впереди таким столбом я имею ввиду они издали как это зубатка делал казаков на фланге слушайте игра прям идет я прям чувствую как сильна команда жалко что не забили в начале ой какой подкат мерзопакостные гниды вот когда играть не умеют сразу валить начинают казаков сразу видно да вот здесь как то работает так что если у команды рейтинг у соперника ниже твоего у твоей команды вообще все получается на поле все комбинации только с реализацией пока совсем не очень хорошо вроде и навес был неплохой колесников козлов да ё-моё вратарь тащит хотя наверняка там хламарь какой-то мне бы тоже вратаря сейчас хулис пытался изобразить мне бы тоже вратаря надо бы найти на самом деле у меня это слабая позиция но пока нету колесников колесников ну как же так ну что за отстойник в итоге будюкевич забивает ну это просто вот играешь с говном и постоянно вот такая херня ну такая доминация единственный удар и гол ну когда менеджеры перестанут этим страдать почему разошлись мои центральные защитники там бесты а не защитники ну как так данилов насрал наверное подбор ну куда он отдал лучше бы ударил да я прям если честно взбешён наверное вот против таких проигрываем 1-0 зубатка козлов хороший пас ну зачем колесо зачем ты ударил впереди не было никого ну пройди вперед владимиров прессингуйте а что если этот зеленоград или кто там не прогрузился выйдет вместе с нами в вышку а потом финале лиги чемпионов встретимся на их домашнем поле придется текстовый матч смотреть что надеюсь этот баг ну он не пофиксится сам по себе но больше не будет как-то меня сильно досаждать перехватили мяч надо отыграться наверно до перерыва зубатыч не прессингует вынуждает ошибиться колесников бежит бежит по флангу скорости особо нет подача ни о чем да даже с трудом себе представляю как забьем там какой-то прям лев яшин на воротах вот это нормально под прессингом мы сами тоже ошибаемся козлов твою мать ладно я его убираю зубатку на форум доставлю сначала второго тайма охуеть борис моисеев блять прошел чуть не забил второй вторым ударом зубатка налево перевод но это гений он видит все поле галкин очень медленно очень медленно медленно и отвратительно неужели просрем этому говну шесть ударов на два так медиана выпускаем пускаем еризова и вы можете лучше хотя нет скажу что чтоб показали кто здесь главный давайте казаков похвалю хотя не особо понимаю за что и мотивирую зубатку галкино колесо ну и шокированная хотя шокировал мотивирую не мотивирую один хуй толку никакого энергия конечно 3d матч сжигается раз 8 быстрее чем в текстовых вариантах в астрезалте и это непонятно медианов хороший подкат галкин снова на медиана снова на фланг приходится уйти шокиров да ёптать пацаны давайте казаков отвратительная передача в стиле ноэра играет долбоголов зубатка все хочет сказать что вот зубатчик красивая делает но в этом матче он какой-то абсолютно пассивный после двух ударов в начале так перехват зачем зачем один был паштига попов убивает ивану ахмедзианов вперед зубатчик развернулся здорово но передача ни о чем остается уже мало времени второй билл заколачивают вообще просто провал провальный абсолютно матч да буду делать замену давайте денис денисов наш молодой пацаненок с просмотра выйдет вместо галкина который ни хера не показывает еле бродит по полю опа опа колесников забивает может быть рано я отчелся может хотя бы ничейку сгоняем с помоечкой шакиров с мячом бежит зубатыч посмотрите как прошил бах так ну тут я считаю надо повысить самоотдачу на 85 ладно все я не знаю что тут еще можно сделать чтобы на что-то повлиять красивая форма у пацанов денисов кстати включился в борьбу какую-то даже иванов прессингует блин кстати надо больше прессинга я считаю так что такое нам надо придется сюда заходить повсюду прессинг прям поставлю может цель передач зубатка выставить но мне не рекомендовали дерьмовый удар 20 минут еще играть только не привозите я вас умоляю и пензианов направо колесников плохо очень плохо знаете что я наверно с пива каша выпущу и поменяю с казаковыми местами ну больше ничего придумать не могу если уж спивак не поможет то ничего не поможет этой команде спивак велик денисов ух хорошо в итоге прошло шакиров зубатыч хороший плотный ай шакиров завозился с мячом зачем вообще подключался денисов хуйню делает какую-то ну с его рейтингом это в принципе нормально тем более у него тактическая выучка один по моему блять это гений футбольный и вот это валил так валил ну тут уже и спивак при этом выходит так давайте тянуть время почему бы не потянуть кстати каждый раз когда я ставлю тянуть время играть начинают как у ебаны полное если в fm футбол менеджере это читерская кнопка наоборот там когда бегунок практически всегда обезопашивает от проблем то здесь она создает но я пока тестирую но это пиздец они вообще перестают нормально пасоваться то есть блять играют максимально уебищно не знаю с чем это связано блять это не тянуть время это играть на отбой называется выключаю это дерьмо и больше никогда не включаю не юзайте этот кал сразу смотрите как поменялась игра блять ахмедзианов зубатыч хуяч эх сейчас бы еще один валил бы это вообще пиздец был бы да чё-то зубатыч разошелся зубатыч разошелся абсолютно имбалансный стал уже просто валивает на десятке играет ну перевернули достойно хочу не собирался показывать этот матч играем против гераклеона который сейчас на последнем месте мы мы значительно сильнее поэтому наверняка это будет жуткий геморрой вот не хотел этот матч показывать но теперь хочу потому что то что я увидел это прекрасно жаль мяч не оранжевый посмотрите на это дерьмо просто блять у меня сейчас глаза вытекут нахуй у меня даже первый раз когда я пытался загрузить этот матч у меня игра вылетела и второй раз вылетела и третий раз вылетела в итоге только когда я убрал галочку с улучшенного 3d газона она загрузилась я уж прочитал в интернете с чем это может быть связано да газона здесь действительно нет улучшенного это явно но в том плане что видимо во время снега эту опцию приходится отключать зима пришла что поделать я даже фамилии не могу прочесть блять как же глаза болят ну и да гераклеон абсолютно мертвая команда она и в рейтинге нам там наверное 50 проигрывает очков но естественно естественно мы вообще никак не можем с ней справиться они нас возят как котят при том что мы играем дома да не думал я что и фифа менеджер я буду ныть по тому же поводу что ныл в фэме омерзительный удар прямо в зубатку которого я вернул на форвард да я ведь хотел немного поровлить в втором тайме но похоже не до рофлов мне будет я хотел Дениса Денисова на нападающего выпустить но тут играть придется серьезно и до самого конца ахмедзианов отвратительная передача лучше бы налево отдал ну настройки стоят играть через центр так назад ну а дальше назад нет нашли поперечную какую-то колесников в центр блин уже ребята стали практически легендами но скоро их не будет уже в клубе надо зубатку поставить штраф на и пенальти вообще все стандарты кроме углового потому что он забил однажды с углового несмотря на свой рост галкин сбили его но игра продолжается мяч у наших шакиров по-моему и здесь в борьбе да навесы с таким нападающим это вообще бред но я не понимаю как с ними справиться я так максимально от центра давилова сделал все равно на фланг убегает галкин хреновый удар но вроде как бы перехватили инициативу наконец а то совсем жутковато было заброс отвратительный но когда-нибудь у меня будут игроки которые смогут делать эти забросы это однозначно у нас должен быть первый на мяче сыграть через вратаря нет решил так попал в Богдана Казакова Ахмедзианов снова Казаков такой стильный пожилой парень на гути чем-то похожий иногда конечно удивляет насколько сильные бывают ветераны я вот помню Динамо на выезде в кубке или в первой лиге играла с Енисеем и там на левом фланге чувак просто просто разрывал ну как я не знаю молодой Рональду просто выносил всю оборону Динамо ох какой пас Зубатыч нашел ему вернули а зачем а почему ты это сделал уебан конченые Зубатка ну вот что я хочу сказать так раскатали оборону и так засрать здесь кстати красная должна была быть это последняя надежда была да так вот я ну посмотрел номер этого чувака который как детей ввозил оборону Динамо посмотрел как его зовут зашел на Википедию я думаю какой-то может молодой перспективный парень это казалось как 37-летний Харитонов который тысячу лет назад в Томи играл до этого и блять ну ну отдай налево-то наверх вау и вот казалось бы да если он в пожилом возрасте так возил возможно это просто был настоящий бриллиант футбола который никто не заметил в свое время понимаете наш ТНК блять я кого выпустил то это не тот Данилова выпущу налево охуенно блять что происходит нахуй во наконец так разговоры в перерыве да так вот к чему я клоню то к тому что у нас Богдан Казаков на старости лет один из лучших игроков вот наверно к чему так нельзя ахмедзианова хвалим зубатку мотивируем колесникова мотивируем галкина мотивируем шокировал мотивируем и массажик делаем погнали второй тайм не знаю абсолютно убогий футбол может это со снегом как-то связано хотя я думаю это просто картинка было бы прикольно если был какой-то симулятор где на снегу реально там мяч вязнет вот наверняка такое бывало в сериях фифа там или пес но что-то так на ум не приходится раз том же fm тоже разницы не видел никогда впрочем может быть с этим связано действительно вот сейчас именно беда на поле которое происходит с нашей командой ведь у нас технари настоящая тики така и как-то вот все не клеится блять что за хуйня вот то же самое примерно забил зубаточ легендарный гол помните про который я рассказывал но вы не увидели только там было ну вот примерно отсюда и тоже как автогол засчитали но это же не автогол ребята это же не автогол согласны ну надо второй я считаю да конечно это было какое-то позорище а не гол вот только посмотрите на этого вратаря ну опять таки снег ребята скользнул мяч ледяные перчатки всякое бывает обледеневшие так шакиров тут получает желтую ой-ой-ой-ой-ой-ой может быть заменить он нахер от греха подальше да пришло время с пивака я прям чувствую у него уже 22 рейтинг несмотря на то что ленив единичек прибавил колесников плохая передача но вот сейчас она могла бы пройти если бы просто помедленнее катнул нахера так сильно так на второй тайм в общем хоть и гол нелогичный и тупой но в общем целом за нами как будто бы спивак вылез Андреев грубо играет подача ух да вратарь там просто какой-то хламарь молодец спивак что творит этот монстр игры ну конечно мы о нем забудем скоро совсем потому что приедут сопники с такой же перспективы и с рейтингом под 40 вот интересно что важнее все-таки перспективы или рейтинг придется в этом разбираться ты андреева удалили слушайте ну я все-таки реализую то что хотел денис денисов нападение среднем 17 очень уж хочется а зубатку на цапика постоит как цапик так колесников чистый подкат к сожалению ну 1 на подборе мог бы быть где спивак отвратительно грубая команда конечно гераклеон казаков зубатач хороший удар на первом тайме у него хороший по момент был да был же когда раскатывали гераклеонцев у них три защитника и так разобрали прям в стеночку прошел бы чуть подальше ударил надо убрать ему короче галку дальние удары с другой стороны блять он забивает порой дальними ударами ой 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 пахнет говной ну нормально чё они населят на нас я не понимаю вынос спивак ёбни кого не ну ну хоть так отличный был матч прекрасных гол иван потапов его звали этого парня хочу поделиться радостным событием при счете 2-0 выпустил денисова это было уже 27 минуту в атаку того самого дениса денисова любителя с просмотров мы все здесь любители но тем не менее и короче говоря он забил гол да еще и в штангу пару раз попал я даже хочу вам этот гол показать но сначала пара девяток от зубатки как обычно и я надеюсь что гол денисова то покажут все таки не украдут нет видимо не покажут потому что там продолжают показать показывать голы зубатки ну короче говоря красиво принял мяч и из-под защитника пробил в девяток а может вот сейчас покажут нет это не лучшее его действие было здесь он как раз выглядел как ебаный любитель так это кстати опять по-моему он был но он был активен и в штангу попал это я точно помню причем после очень хорошего паса зубатыча зубатыч наверное раз 15 сам тоже в штангу попал в этот матч это наверное самый простой был матч это смена причем это серьезная команда колесников тоже бил в крестовин мы наверное 9-0 могли выиграть здесь если бы все это залетело удары мимо тоже были а вот с передачи денисова бил зубатыч вратарь взял мне вообще понравилось как он сыграл он не выглядел как нулевый любитель с отстойным скиллом блин не показали гол опять во втором круге я не понимаю почему именно тот момент который мне нужен мне пока а ну это гол кстати денисова это гол денисова из подзащитника так что в общем я думал это гол зубатки но нет нет так ну что ж команду честно говоря больше не узнать это абсолютно другие люди я правда забыл об огромном перерыве поэтому очень плохая физика у всех но тем не менее мы теперь вторые по силе состава и все это благодаря рейтингам меньше 40 за практически ни у кого нет только у новикова ну и то только потому что я левого защитника не нашел но сейчас продолжаю поиск единственное я пиздец как обосрался когда пришли игроки там был вариант устроить пресс-конференцию на стадионе за 55 тысяч долларов и два варианта типа представить на сайте и на пресс-конференции на пресс-конференции было не видно сколько ты заплатишь и я думал что тоже ноль прокликал и потратил на пресс-конференции новичков блять сто тысяч долларов ну это пиздец на самом деле грузиться не стал лень но зато пафосно представили новичков в общем и целом кто пришел у нас так не особо удобно смотреть я пока не знаю в каком меню не хочу сейчас искать в общем просто объясню да пришел братарь новый с рейтингом 40 но у него скиллы хуже чем у нашего добре углу ну у него реально неплохие скиллы так что он будет стоять вот центр защиты теперь это Хабаш Аушев тот самый которого я вам показывал такой вот защитник совершенно совершенно защитный защитник и Денис и Артем Козлов вот такой вот парень вообще отличный я даже не ожидал скиллы прям то что нужно характер образцовый будет я думаю еще и развиваться справа будет играть Денис Ефремов вот такой вот перец в принципе с неплохими скоростными данными и ровными скиллами слева Максим Новиков останется пока что ну может быть никого-нибудь еще смогу найти полностью изменилась опорка и Богдан и Шакиров теперь в дубле Богдана естественно я в зал славы клуба ввел за его приверженность ну а здесь теперь Денис Павлов вот такой вот очень перспективный опорник и Максим Гребнев который ну менее перспективный и у него отвратительный дриблинг и навесы но зато он реально очень неплохо в защите он мог бы и защитником быть но я вот прям от него жду то что он будет прям цепным псом типа Джина Рогатуза такой летний дождиковский плеймейкер теперь у нас Владислав Кудряшов и это кстати наверное не я херню сделал потому что по скиллам он мне очень подходит но вообще я хотел туда другого чувака поставить только какого не помню я хотел чтобы Морозов там играл он перспективный неплохой Ладно сейчас заберемся вот такой вот Батраков у нас есть просто офигенно быстрый переучиваю на ЦАПа если переучиться будет играть справа обязательно но сейчас тут наверное Кудряшов сыграет а перспективного Морозова поставлю на эту позицию потому что мне кажется из него что может вырасти у него хорошие короткие пасы пока еще он слаб но он профессионал а значит будет быстро развиваться эту тему я уже так сказать просек также Иван Щербаков не очень у него с точностью удара но зато довольно быстрый техничный парень посмотрим как он будет выглядеть в 3D почти без убатков нападений так и остался собственно собственно говоря кто еще пришел ну Денис Денисов я не мог его выгнать дубль это единственный калич которого я оставил Максима Данилова тоже оставил ну потенциал все-таки есть у пацанов вдруг будут расти и Галкин еще из того состава остался просто по рейтингу прополз также Мишеля Колесникова я решил не переводить в дубль пусть пока будет может быть на замену будет выходить но как вы видите из старого состава остался только Зубатка по большому счету и все все остальные ну и Новиков и Евратарь все остальные теперь в дубле ну они и здесь так сказать не особо смотрятся мощно здесь у нас Ахмедзианов теперь тоже в зал славы его ввел все-таки легендарная личность про Богдана я уже сказал и Ризов теперь тоже тут я запомню этих парней они молодцы ну и с деньгами очень плохо попробую сейчас еще форварда подписать запасного надо левого защитника еще наверное с трансферного рынка давайте посмотрим есть ли хоть один достойный поменял скаута кстати теперь вижу больше игроков так Маркус Шпек просто центральный защитник нет у него левого во всяком случае я не вижу этой позиции так что у нас единственный вариант вот этот малютка Сергей Савельев но мне его не очень хочется покупать хотя он неплохой именно в обороне ну ладно давайте выбросить все равно сейчас нет слева в защите у меня прям серьезные проблемы тем более он бесплатно перейдет если рейтинг там в натуре сороке стоит будет удачное приобретение ну и посмотрим как все это великолепие сейчас будет играть против Росича из московского на пятом месте они идут 442 у нас и рейтинга вторые по силе ну что ж я потираю руки потому что если мы шли с отрывом в 4 очка с тем составом который на мой взгляд легендарный абсолютно то что будет сейчас да еще и под руководством зубатки который еще и на поле который еще и хозяин клуба который устраивает блять на 100 тысяч долларов просто пресс-конференции когда весь бюджет 150 ебанат ну чего не бывает как говорится в этой жизни однажды я даже пьернул трудно в это поверить ну я забыл предсезонку сейчас при ну первый тайм сыграем потом те у кого там совсем физуху просяет я их поменяю конечно энергии этого пацанов есть но с физухой проблемы сейчас будем вкатывать как бы в сезон малюты но я жду какой-то феерии каких-то знаете ли ультра разгромов и невероятные игры зубатыч надеюсь здесь нет такого говна как в эфеме что нужна сыгранность о боже мне сразу чуть не забили вообще может быть я и зря так разогнался знаете все таки против слабых играть сложнее по моему в этой игре чем против фаворитов а теперь мы фаворит ой 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 какие удары это было мощно будем запоминать новых игроков кудряшов отвратительно омерзительно получает уже сразу желтую уже хочется его заменить морозов кудряшов восхитительно гений блять но зубатыч насрал насрал обычно он реализует такие моменты что раз не сложилось у зубатыч такой пас был ну предыдущие таких не выдавали кто там играл то есть что что мишель что галкин редко могли вырезать нечто подобное я вам точно могу сказать симашкин да хотелось бы забить как можно быстрее посмотрим зубатка слишком низко садится почему-то так кудряшов осторожнее все боюсь что он опять в ноги прыгнет кому-нибудь ой теперь его отпиздили юдин получает желтую мы даже я даже слышал как крякнул кудряшов какой момент еще один запорот ну гребнев пока действительно выглядит именно таким гребнем который видите мечи отбирает просто все съедает в центре поля вот опять его перехват козлов что делаешь кудряшов красиво слушайте кудряшов какой-то просто какой-то интересный игрок он часто с мячом и ну любопытно любопытное решение принимаем будем посмотреть зубатка еще один удар да сколько можно то пора забивать парня неудачный подбор много бьют по нашим воротам при том что защита стала еще плотнее вот кудряшов от него мы уже ждем чего-то павлов собака гребнев буду звать его просто гребень гребень насрал федотов с мячом ткачев ну ладно козлов такой рыжий ух кудряшов марсельскую рулетку какую-то затеял что ли гребнев снова кудряшов ну центр в центр ну не водисты еще с ним не так чем это блять странный поц гребень опять проигрывает борьбу ефремов получает желтую ну все кто на желтый все кто устал мы махнем в перерыв да вот это меня бесит конечно в нашем вратаре зубатка пенальти чистейшие зубатачи попустили только что грязным образом в штрафной мы все это видели я не знаю кроме судей естественно ну суде тоже можно понять такой дерьмовый матч смотреть он куда-то в другое место лупил я уверен своими зенками ну отдай уже вперед Щербаков вообще не заметен подача кудряшов да такое я уже видел в исполнении других мастеров ну да так Щербакова меняем на Батаракова тогда получается аушев тоже выглядит каким-то уставшим поменяем его на Михайлова в принципе устал так давайте наверное блин кого упасть давайте колесо наверное вместо кудряшова еще который тоже что просел галкина тоже выпустим ну дениса денисова пока выпускать не буду это не было в наших планах ребята так давайте мотивировать мотивировать зуба и те кто на поле остался надеюсь во втором тайме что-то изменится совсем другой состав вышел в принципе более слабый как бы но более свежий сейчас посмотрим на что они будут способны ну пиздить людей они способны это уже радует удар дерьмовый слава богу зубарка павлов галкин плохой удар десятая минута ну а росич не слабая команда так то пятое место я думаю мы в любом случае испытывали бы с ней серьезные проблемы но типа мы прям хорошо сильно выглядели в первом тайме но моменты не реализовали ефремов выебать блять он видимо такой же бухой как и другой ефремов блять что он творит блять валяется на жопе так галкин зубаточ мог бы как-нибудь зацепиться за этот мяч он еле катился вратарь чуть блять его в ворота не уронил по-моему гуревич галкин налево тут батараков один но он очень быстрый и очень техничный сильный игрок вау больше никогда не хвалю этого уебища но он не на своей позиции правда играет но надеюсь он переучится ой-ой-ой-ой-ой-ой но рыжий козлов в порядке батараков пиздец омерзительно омерзительно играем михайлов паблов с мячом батараков ну же ребята придумайте уже что-нибудь вау вау вот это наверное самое дерьмовое что я видел в своей жизни если честно в исполнении того кто может считаться футболистом пусть и компьютерным да на дальние удары не приносит счастье стыцко на ткачева и гребнев получает желтую но это не удивительно да да зуббатка свой момент не реализовал хороший больше как-то ничего создать не получилось может быть сейчас да нет колесник совсем неудачно играет ну давай мишель ты наш бывший лидер можно сказать докажи что ты еще могешь зарабатывать штрафной где-то здесь но исполняют его из другого места абсолютно и исполняют плохо давайте ребята ну куда-нибудь налево да 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 неплохо новиков так захар получает красную и вот такое вот убожество в исполнении наших батраков в батракове виден потенциал это прям я думаю очевидно снова батрак вау ну это это криштиану рональду нашего поколения ребята это великий давайте Дениса Денисова выпустим и Данилова на левое место а уже все замены кончились ну мне очень понравилось как батрак вошел в углу ну как только он цапа получит я думаю то что он всегда будет там справа гонять или он слева вышел там слева сейчас играет ой-ой-ой ну парни ну не надо ну вы чего так так кряхтели так пердели ну не вздумайте не надо вам пропускать то зачем ну почему вся парь по проёбывается ой блять ой пропустить хотят уёбки хорошо там какой-то вообще полный дурачок ударил в стиле нашего Зубаточа решил выступить батрак прессингует дальше дальше прессингуйте прессингуйте судите какой прессинг хорошо победили Росича очень странно что у Росича 93 пасал у нас всего 70 мне казалось что мы постоянно пасуемся то есть как-то даже странно хотя батрак много тащил мяч на себе ну в общем на то он и батрак забавно выглядит колонка лучших трансферов конечно получается что мы единственные кто круто усилились и сейчас будем играть с крейсером Авророй дома там еще один бис должен был прийти не знаю успел он подписаться или нет так где он почему-то в тюмени остался блин такой бестиара я пытался его подписать не понимаю почему не вышло а а в общем он отказался по какой-то причине мне не шибко понятный в общем вот такой у меня теперь состав практически теперь здесь ребята большинство как минимум две с половиной звезды плюс еще несколько ребят три звезды две с половиной в запасе сад еще какого конкурента себя взяла так у него рейтинг больше чем у меня чему почти из убатки точность ударов просто безумная но он даже на цапе может на самом деле неплохо играть очень солидный персонаж ну и на замену более чем годен то есть на самом деле оба в основе можно было выпускать бы конечно но почти к зубатка все-таки это человек который 15 голов уже наколотил я даже гребневый состава убрал потому что все таки как ни крути он слишком узко профилирован здесь получается будет играть васильев у которого рейтинга побольше короткие пассы его самая сильная сторона а этот пацан хоть и не стабильный но я считаю должен будет развиваться со временем давайте тоже пассы поставим станет довольно серьезным полузащитник но в любом случае здесь можно теперь варьировать состав как угодно я думаю что с учесть отрыв пять очков задача почти решена блять решил на квик таймах сыграть и проебал но на констант резалка точнее сыграть и проебал лавроре блять и теперь неизвестно что будет то что играем с дюшор торпедовский которые идут на втором месте сейчас они нас могут обойти из-за этого обсер с авророй состав не оптимальный почти к зубатка травмирован причем он как раз передать был лучшим новичком сезона признан это печально что я могу сказать на решающий матч без лидера на что-то мне это напоминает играть будем на стадионе похоже эдуарда стрельцова есть надежда что наши читаки что-нибудь придумают но я так понял за рейтингом принципе можно не гнаться надо на скиллы смотреть что-то те кто с большим рейтингом но кривыми скиллами не особо для ответить у них японец блять нападение кириллов какой-то ну ладно смотрим кудряшов вперед на джебраилов какой удар принципе если бы я выставил оптимальный состав по рейтингу дату мы бы по рейтингу были сильнее чем торпеды это фролов кудряшов но у меня там проблемы с везухой у некоторых игроков надо уже у ее не ну кудряшов это какой-то полотер просто он все время финтит в 3d интересно выглядит этот игрок хотя по скиллам он довольно стремный савельев его уже купить хотят он только нам перешел видим крайние защитники это проблем ой слава богу что мимо это блондинчик зарядил так но только победа меня устраивает от победимых тем более бежит сейчас пришел желтую получает видимо он еще и ебнутый слегка не первый раз уж за ним это замечаю бежит бежит центр батраков моим решил пробить орехов не встречают почему-то опорники гребень хорош времени в отборе и должен быть хороший джебраилов на фролова на джебраилов от конечно не паштига все-таки гребень теряет мяч здесь был первый к сожалению торпеда батрак не слишком незаметен к сожалению наверное морозовую общем 2 все-таки позиции может он более менее сыграет новиков с мячом на батрака тот в центр павлов гребень кудряш ефрем все будут называть мудацкими сокращениями типа блять ой как неудачно кудряшов действует козел павлуша джебраилов в центр фролов ну что ты будешься ты придурок блять начинается какой-то волейбол новиков марсельская рулетка она здесь была очень нужна и я в сайт ну не проигрываем пока но я кстати блять взял вратаря какого-то 183 сантиметра с рейтингом 40 но с хуёвыми скиллами он отвратительно отстоял суть по 700 авророй пропустив все удары так что долой бы дло опять будет играть похоже он наш 205 сантиметровая крутая павлов желтую получает еще дополнение ко всему сорокин хотя не такой явный там правый защитник застревал на ответом повторе увидел павлов блять играет как будто реал барселона уровень игры слишком высокий для этого дивизиона перекрутка какая-то получилось из-за того что я нормальный состав собрал у этих нормальный по всей видимости охуеть на игра вратаря надо сказать мне нравится да похоже мы упускаем вот и обохвалился обохвалился мы упускаем первое место и неизвестно вернемся на него не посмотрела насколько паштига травмировался газпром спонсирует команду кстати кудряш гребень вперед фроловчик никто не забегает бога просто у бога надо сказать по-другому не скажешь так давайте щербака выпустим место кудряшова и павлова заменим на васильева фролов вообще не заметим и не мишеля же пускать правильно плохо играете чем отвратительно давайте всю атакующую линию мотивировать поехали гребень на ефрема тот на фролова что-то с фроловом не то но я пока еще не видел чтобы с ним что-то было тону это вообще полное говно победимов подает а блять у меня этот ебанат стоит я его не убрал блин реально я раздумывал типа кого ставите все-таки решил дать ему еще один шанс мы сейчас увидели что долу и говно должен стоять на на воротах это было ужасно то что он натворил эту рот маслов я уверен что тот вратарь бы так не насрал у него вообще ни одной ошибки в сезоне не было до сих пор жбраилов наконец подобрал мяч и дальний удар ни о чем к сожалению гребень поборолся ну придумайте что-нибудь ребята может быть сновесика да нет какой там их сравнять бы победе тут думать не приходится неплохой в общем то заброс ну ладно дальше замены делаем кто у нас еще может поиграть давайте морозов вместо фролова колесо вместо батрака данилова нет данилова вместо сайт вот михайлов вместо сайт ну короче освежил максимально не знаю как мяч покинет игру будет еще может быть минут 10 на то чтобы свежие проявились аббатрак на савельева блять но я предпочел штрафной такому удару честно признаю даже если бы они опять подали в руки вратарю батраков видим чувствую что заменят колесников морозов гребень бездарный заброс джебраилов вообще не поштига ни разу по скиллам лучше но потенциала нет и играют хуёво морозов джебраилов бездарный просто бездарный 15 минут до конца важнейшего матча колесников по флангу проходит можно было бы и желтую дать подбор гребень но если бы гребняв там своего скиллами атакующими забил был друг я бы сильно удивился снова гребень прям активен в опорке если бы не вратарь было бы изи ничейка похоже даже за преимуществом но дебильнейший гол и похоже уже не отыграться смодачи ставлю на 100 на последние минуты но даже мяч не могут отобрать я не уверен что здесь было нарушение честно говоря по моему он просто воткнулся моего игрока джебраилов ну ну ребята до ворота там нашли время не даже выйти не можем через пас просто говно последние минуты за фейлины может быть колесников ух ну здесь его осуждать не буду почти попал было бы очень здорово конечно не повезло проебали проебали два матча подряд но это я сам виноват instant result жать не имел права никакого такой ситуации турнирный печально в это невозможно поверить но я все-таки закинул чемпионат потерял блин осень выиграли с 5 очковым отрывом какими-то говнорями я весь этот отрыв растерял то есть потерял такое превосходство и юношеская команда торпеда опять на первом месте за тур до конца шансов почти нет они всех рвут они по мы выиграли все матчи весенние то есть вообще все у меня было ну там пара поражений ничейка так давайте посмотрим как это было примерно зеленоград мы победили столицу победили в ничью с сахалинцем сыграли просто такой бредовый матч то что там сделал вратарь вот этот длинный я даже маслова обратно поставил это был кошмар самый настоящий плюс видите мы неплохо играли но вот это вот говно она выиграла все матч вот здесь мы проиграли родине в гостях и вот этой авроре это и был ключевой матч это я решил повыебываться на инстант резальте сыграть ну просто пиздец блять играть стало в сто раз сложнее игры у команды вообще никакой нет мораль хорошая форма хорошая с долбоюбами постоянно базарю чтобы они не расстраивались то есть блять но ничего не помогает то есть просто кошмар какой-то играют отвратительно при том что стали вторыми по рейтингу даже не знаю что сказать просто в шоке нахожусь ну типа еще год придется в этом дивизионе провести ну я не знаю в возможно здесь есть какая-то сыгранность прогресс не знаю не знаю наверняка где-то можно посмотреть я спрошу знакомого лошадки где но это просто кошмар тип я реально очень расстроен то что времени было потрачено куча я выиграл первую половину думал сейчас придут сильные игроки изи доберем до хрен там стало только сложнее ну я надеюсь на следующий сезон тут у меня надежды честно признаюсь вообще никакой они вообще не проигрывают то есть причем здесь неправильный какой-то календарь и фаны а стоп они а вот да играют со спорта академа просто посмотрите на их результат 3 0 6 0 3 0 было поражение 2 ну слушайте 5 очков они отыграли начиная с января то есть у них все таки было ничьи две ничьих и поражение но видимо я еще хуже шел то есть начиная с января поражение вот от авроры потом им проиграли личный матч но это уже минус 6 очков поражение от родины я зубатка сломался дважды вот все эти игры он пропустил сейчас даже не знаю что делать его ставите джебраилом нам давайте его поставим джебраилов на цапе тогда сыграет кудряшова потом выпущу может на второй тайм джебраилов умеет пасы блин еще такая проблема то что я видимо неправильно скиллы игроков оценивал там потенциал и все остальное мне надо как-то заново ориентироваться то есть когда я беру например чувака аля но васильев например у него очень большой рейтинг но скиллы не выдающийся он играет хуже гребнева но у него сейчас форма уже под меня не буду ставить у гребнева более оборонительные то есть надо все-таки смотреть на профильные скиллы больше они на вот этот вот уровень и еще я команду банкротству привел час меня один и один миллион на счету но из того что игроки теперь получают зарплаты и довольно большие не по 12 баксов у меня уже там минус 50 тысяч было я кредит взял причем какой-то абсолютно ублюдский под 10 процентов поэтому межсезонье всех кто мне не нравится кто на зарплатке я попробую слить и набрать бесплатников которых найдет наш скаут 2 плюс звезды мы вот такую типа тему будем набирать сейчас посмотрим что из этого получится беляль белялев прекрасный игрок я уверен 190 сантиметров рост бодрый в общем короче проебал я чемпионат когда казалось бы проебать его хоть и возможно но все возможно как оказалось давайте наверно товарищеский матч и строим собственно и молодежной командой данном последний тур все-таки покажу чудеса все-таки бывают но я даже не уверен что я сам смогу победить мы играем с какой-то помойкой там шашаша так встреча владиславе галкине да я его спокойно могу отдать только проблема в том что с таких футболистов так как мы любители денег даже не платят просто отпустить его ну 89 долларов он зарабатывает 38 бакс кстати playmaker может блин его надо было на цапы ставить короче но все равно он играл только в первой половине сезона процент с продажи поставлю так что у нас здесь поправился щербаков батраков зато сломался что-то херня какая-то происходит это не тот состав который я набирал так щербаков фролов кудряшов здесь на цапе я вот так хочу сыграть зубатка васильев козлов во ушах и кремов савельев масло да сейчас все нормально новиков сейчас не в форме совсем меня в запас поставлю но чего начать матч так здесь текстовый все верно видимо матч чем против молодежки нельзя в 3d играть может быть из-за разницы рейтинга ладно боритесь за каждый меч это важно долина 30 всего победили и мне даже статистику никакие никакой не показали если мы вообще победили то что описано как в 03 мы проиграли что что произошло я не понял но мораль у всех провисла так давайте поговорим короче товарники с молодежкой здесь какие-то забагованы нужен для следующей игры можно еще куда-нибудь в ресторан сходить мне говорили что это тоже полезно в общем разочарованы я немного если честно и игрой тоже потому что это стандартная тема когда команда становится сильнее и начинает заливать всякому говну она прям бесит плюс есть еще некоторые недостатки я сегодня немного подуставший поэтому мне трудно но это я на другой день записываю предыдущего отрывка мне трудно как-то все правильно преподнести но потом когда буду посвежее обязательно поясню по хардкору за все так мы здесь 3d матч все-таки решающая игра правда она не решающая ни хера потому что ну надо быть совсем сумасшедшим чтобы верить что параллельно матч будет нужный результат но в фэме вот футбол менеджер такое случалось у меня у меня там и три четыре результатов последнем туре сходились какие только безумные чемпионства я не брал но здесь прошу прощения за то что рыгнул здесь все что мне остается мне кажется это нюхать то что сейчас вот из меня вырыгнулась какая-то курочка яишка такой запашок теперь стоит фу да ладно речь не об этом сейчас речь о том что все-таки выиграть нужно мало ли вдруг там какая-то торпедовская команда вылетит в дивизион ниже ой 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 эти подкаты джабраилова знаете что я сразу уберу человека желтой карточкой да да не удивляйтесь вот такой вот я человек кудряшова поставлю ну происходит то о чем я и говорил вот то есть команда соперников намного слабее нашей но просто давит нас как хочет абсолютно но тем не менее кудряшов забивает прекрасно первый его гол хотя он уже ну типа несколько матчей пока зубатка был травмирован на цапе играла играл неплохо на самом деле но забил вот только впервые фролов выждал пока судья отменил отложенный штраф но это тонко-тонко и даже желтую не получил подача ой ой интересная ситуация была попов входит мяч в игру ну ладно вроде разбегались более-менее потому что ну бывало и хуже то есть в том матче где мы сахалинцу по моему проиграли это прям у меня там очко вообще сгорело васильев ох какой перевод жалко что здесь подача всегда воротарю на руки если бы хоть какие-нибудь проходили так зубатка прессингует в принципе неплохой запрос был бы дюкевич еще один будюкевич вот был бы наверное жестко если бы он еще на одного будюкевича отдал но там моисей кудряшов неплохо щербаков ну смотрите бодрее же намного бегают чем в первой половине сезона но в первой половине сезона вот тот легендарный состав с богданом со спиваком побеждал будюкевич по-моему пенальти было ну ладно я не против маслов берет мяч вводит его фролов ну надо бежать надо бежать и зубатка налево налево отдай сам решил забить давно не забивал 19 гол в сезоне может быть двадцаточку оформит но вообще жадная зубатка надо сказать такому пенису вот не клади так ну вроде в этом матче хотя бы все ок заметил я некоторые вот эти фишки с моралью важные да то есть теперь в следующем сезоне я смогу это получше от контролить и блин единственное очень большая разница конечно между текстовым результатом между инстант результатом между 3d в 3d ты почти всегда на положительный результат играешь но времени на это тратится просто ебаная уйма даже не из-за того что 3d матч длинный он в принципе ну а кстати а если так да все можно переключиться на голове я только сейчас это заметил вау вы посмотрите что щербаков сотворил ну это наверное красивейший гол сезона что ли ну матч еще продолжается даже если на x4 смотреть туда основная проблема даже не в этом очень он долго грузится этот матч прям сидишь и ждешь пока он прогрузится вот он грузится и грузится и грузится и ты ждешь пока прогрузится ну это конечно прям вообще не по кайфу скажем так все таки видно да то что ну игра интересная она прикольная и я как бы отдаю ей должное относительно заебавшего фудмо менеджер жаль что серия умерла вот это фифа менеджер потому что какие то здесь идеи были неплохие но ушли не в быть в небытие игра немножко устарела очевидно и сейчас кстати приоз с этим выходом вратаря и сейчас она уже не смотрится на ну конечно настолько вкусно на фоне футбол менеджер но для разнообразия окей но тем не менее недостатков конечно и всяких вот таких нелепостей ну просто предостаточно то есть понимание футбола у создателей было все таки видимо похуже чем у валийских жирных боровов блять которые патчи апдейты сезона продают за 60 евро суки уебаны вот здесь вот здесь вышел апдейт который сделали сами фаны ну никто же не продает его за 60 евро а ведь могли бы это электроник арт смогли бы отсудить мододелов этот мод и продать как новую игру футбол менеджер действительно 2022 и кто-то бы купил безусловно вложений ноль кстати последний футбол фифа блять я их путать уже начал я говорил про фифа менеджер последние последние минуты возможно я называл его футбол менеджер ну в общем не слушайте меня я сегодня реально устал вот то есть всю первую половину дня играл а потом ездил по делам и сейчас ночью приехал заебаный но действительно последний фа менеджер вот 14 его тоже продавали за фул прайс хотя официально признавались что там ничего нет кроме апдейта сезона или там фифу продают на свече уже сколько лет просто апдейте базу данных так что с electronic cards тоже станется но даже тот же фай менеджер просто видимо не оправдывал стоимость разработки и из-за этого собственно говоря и был в какой-то момент закрыт и на вот этом мерзком крысином поступки просто отбивали да бабки под конец я могу найти этому оправдание футбол менеджеру не могу найти очень продаваемая популярная игра и никакого развития 4-1 мы победили SSH SSH номер 75 ГБУ США Савеловская мне на Савеловском вокзале однажды пилы пил хорошая победа но лишь второе место да действительно 1-3 биспорт академ клуб проиграл ну я ни на что здесь не рассчитывал на самом деле даже не знаю на двенадцатом только месте залили чемпионат причем ну 20 побед 3 ничьих 5 поражений ну просто эта команда была сильнее с этим ничего не сделаешь это стоит признать лучший бомбардир Артем Суханов Максим Лепский на втором месте Паштик Зубватка на третьем среди лучших вратарей моих нет и была некая дуэль между Михаилом Олимбаевым и Паштик Зубаткой ну и медаль получил у Олимбаев ну действительно круто он забил ноль мячей сделал 4 передачи такая вот дуэль что ж остается только надеяться что в следующем сезоне мы чего-то добьемся ну а мне нужно поработать сейчас меж сезоне прежде всего мне нужно избавиться от бесперспективных но сильных игроков которые жрут зарплату то есть вот эта вся история они нас должны покинуть я даже наверное двух звездных всех солью вот прям отсюда даже оставлю только тех кто уже 45 плюс хотя блин так жалко становится сразу их сливать когда смотришь на этих прекрасных парней а вот кнопка очистить состав я все понять не мог как это делается ну ладно разберемся будем готовиться к второму сезону в 120 парашном дивизионе не получилось у меня с первого раза я был реально близок то есть как бы с наскоку да но все же не срослось но сейчас сейчас сделаем я уверен со второго раза получится итак ребята футбольная викторина на деньги у нас тут вдруг неожиданно в межсезоне ничья ты эмблема трудный вопрос ну я думаю что это естественно академия энгельса потому что это написано против кого вы потерпели самое крупное поражение в сезоне так блин я честно говоря так сразу и не скажу смене я по-моему так ну а ну наверное этим московскому торпедо юности там 3-0 по-моему было какой из клубов играет здесь вау какое красивое место это италия но я бы предположил что это венеция честно говоря я блин даже не знаю тут без гугла не обойтись что это может быть такое специя может быть ну-ка так гугл где-то там стоит какая-то крылатая баба над озером ну-ка город специя смотрю картинки слушайте ну специя выглядит классно я вам так скажу это прям какой-то курорт что ли красотища то какая вау ну ну так ладно город эмпли так ну это эмпли я считаю какая команда является основным конкурентом этого клуба ну в данный момент времени я думаю у фк сочи но вообще спартак естественно динамовский основной соперник часть часть какой эмблемы изображена ну это явно не саранск вот я не знаю как фк колонны выглядит но я бы рискнул тут по-моему это строгино у них желто-синий нет знаете что это колонны я считаю все таки кто возглавляет рейтинг уефа ну в игре или в реальности в реальности то конечно же рейтинг уефа возглавляет такая прекрасная страна как англия но это и так очевидно кто капитан кайрат москов все я заваливаю здесь это даже не имеет смысла гуглить потому что скорее всего это не не реальный футболист ну как капитан кайрат кайрата баскова сформирован уже на самом деле у них даже сайт отключен ну предположу что вахаган какие из этих команд вышли в лиг 2 в этом сезоне бля ну я как бы не следил естественно ну предположим спорт тинк клуб басти то взглядел это возглавляет рейтинг фифа лучших сборных испания аргентина дания бельгия ну а на момент создания этой игры на на бельгия была за какую страну играет джеймс маккарти рискну предположить что вот из этих выборов это может быть только ирландия а вот барон кимбамба мне кажется может играть с любую из этих стран ну вряд ли это сомали это либо конго либо буркина фасо блять да ладно я до этого все правильно отвечал а здесь ошибся это 50 тысяч долларов я выиграл а мог наверное дальше бы наверное было сто эх мне бы эти деньги не помешали вернуть этот самый долг банку но ладно хоть что-то так мы не вылетели и это хорошо будем дальше искать игроков сейчас в основе не так много народу вот блин кимбамба межсезонка и что-то интересное происходит пришел агент который сказал что привел нам огромного таланта игрока который будет признан во всем мире в будущем это нападающий 17-летний амран дула габде я так думаю что его агент это тоже амран дула габде это тот же самый человек на самом деле ему 37 судя по его внешнему виду и именно он сам себя и продает что-то там рассказываю ну посмотрите на него что-то такое вообще и что-то там написано дуай ниг но он и я так понимаю и а ну понятно а это страна я понял это национальность все флаг не заметил сначала думал нидерланды короче типа была такая история грэма сумаса когда он тренировался от гэм там наебал такой же нападающий али диа его по моему звали позвонил сказал что он племянник джорджа виа и лучший футболист в мире а он даже играть не умел 31 тысячу платят я и так надо заплатить я и так в долгах это нам самый дорогой игрок потому что я дороже там пятнашки никого не покупал даже десятки но блять мне так интересно нахуй я короче покупаю этого беста посмотрим приедет он ко мне или нет на следующий день так кого-то мы даже продаем ну и что в итоге где сначала ах медианова еще нужно тут прикарманить но я жду сейчас прям хочу увидеть эту красавчик красавчика где он он появился у меня где-то слушайте ну не вижу что у меня за братарь такой 35 лет так ну в дубле нету пока кстати дениса все развивается вы посмотрите-ка уже знание тактики 16 из любительского футболиста становится профессиональным потихонечку ну ладно давайте еще тогда подождем может быть сейчас придет будущее звезда мирового футбола мало и это вам не в тапки срать так как медианов игорь присоединился вот тут вот видите презентация игрока на стадионе на пресс-конференции ну я и нажимал думал это мораль поднимет блять а там видимо написано 25000 или что-то в этом роде где из-за этого команду разорил где блять мой друг из ниггера у меня кстати появились тут молодые вот например Стратам Маратакис и Фрэнсис Мгамбанзиза из Руанды я еще купил одного африканского футболиста интересного кстати вообще много интересных футболистов ребят новый состав на этот сезон он мне кажется не должен оставить шансы в этой лиге я не знаю мне кажется я бы в РФПЛ выиграл ну там серьезно там такие жесткие парни это просто жесть какая-то уж по меркам ФНЛ какого-то вонючего да еще Адриан Хятман приедет блин я нашел еще в Сатурне футболиста которого звали как-то Рабинович или что-то типа того Герта расстроена вашим предложением новое предложение составляет 43 ваше ну чё я с Гертой буду за него что-ли сражаться если это Герта ну не из ниггера тоже а настоящая ну ладно я дам полтинник но это последний раз если нет то нет вы уж меня извините ладно если он придет вот во первых давайте мы наверное его добавим в список чтобы следить за его карьерой кем он в итоге станет вот у нас сборы тем временем закончились в Петербурге ох Хятман 50 в итоге рейтинг отлично я его на фришечке нашел вы знаете не наебали талант 4 звезды да на данный момент он пока еще совсем так сказать в зародыше своей крутости но 4 звезды таланта это второй такой у меня футболист то есть первым был собственно говоря Паштига Зубатка естественно мы будем тренировать Сосновой Джабраилов будет его наставником ну я наверное если честно сразу буду подтягивать его а на неделю только как как мне его притянуть навсегда предложить контракт наверное надо основная команда да 49 баксов это максимум что я могу дать он будет говорить с родителями надеюсь он согласится иначе его сейчас уйдут я понимаю почему Герта за него воевала а так в принципе я укомплектовал состав на этот сезон давайте я вас познакомлю вратаря у нас будут два стоять будут посменно первый это Найм Нур Ван Атенховен вот такой вот парень это единственный игрок с фотографией теперь у нас у него уже падают скиллы 184 сантиметра всего но блин 2,5 звезды он очень дорого нам обошелся 1100 зарплаты в этой лиге это пиздец но честно говоря я думал что у него было типа 60 там так и было написано в итоге это 51 оказался слева будет играть Константин Новиков приобретенный у Черноморца за целых 60 тысяч 2,5 звезды 47 рейтинга забегающий слева это то что нам нужно хотя нам не особо нужен забегающий центр защиты вытеснил нашего воспитанника к сожалению прекрасного Максима Новикова но пока я хочу именно его попробовать потому что у него левая нога неплохо развита он либера и трудоголик то есть еще и будет расти неплохо зарплата 70 баксов по-моему отличный игрок в пару ему составит Артем Козлов купленный у Спартака Тамбова 2 только защита образцовый тоже должен прибавлять 191 сантиметр мне очень нравится Денис Ефремов правый защитник простой пас что очень хорошо образцовый дикарь трудоголик это прям то что нужно мне кажется приобретен у Прикамья Пермского еще в прошлом сезоне уже играл он у нас справа пару опорников составит я теперь на Перке очень много смотрю вот Прикрывающий будет играть Прикрывающего охуительный Абсолютно Сергей Мезгирев подкат ну типа все что нужно чтобы как бы нагибать в центре поля у него есть куплен из полимера Барнаульского и пару ему составит от ворот до ворот любимец фанатов инфорсер любит бить штрафные невозмутимый Денис Павлов тоже хорошо подходит под ту роль которую я для него заготовил из Сахалина и теперь атакующая линия у меня вот так вот будет выглядеть Игорь Ахмедзианов я взял двух трудоголиков дриблеров так сказать на фланговых цапов неплохая скорость какие-то навесы даже есть из ФК Тверь ну я надеюсь что будет показывать уровень плеймейкер ну собственно говоря плеймейкер стиль и короткий пассы 62 Абик Макартычан из Родины 2 ну посмотрим я ожидаю многого от него он на предсезонке очень неплохо выглядел Максим Фролов тоже дриблер уже на правый фланг ну практически зеркальный футболист из собственно говоря торпеды миаса и в прошлом сезоне он уже играл и забивал почти в каждом матче я в нем даже не сомневаюсь правда в прошлом он играл в сезоне в основном на ЦАПе но я думаю все в порядке будет и в этом сезоне будет продолжать ну этот футболист это всем и так понятно это Паштига Зубатком собственно что-то можно сказать 25 матчей 19 голов но мы все это помним это прекрасный игрок наш воспитанник последний наверное оставшийся со старта игры боец 23 года два с половиной потенциала 23 матча два гола в прошлом сезоне но сейчас я все-таки хочу потестить Нестеровского Иван Щербаков очень высокий рейтинг но сам игрок мне в прошлом году не так понравился какой-то он слишком ну не знаю ничего не показывающий скажем так один с матчей три гола у него было сейчас будет на лапке Данила Калиханов простой пас обучаемый то есть идеально для того чтобы выходить на замену играть правого защитника Михаил Хохлов помните наверное он играл против нас в одном из матчей или нет нет он из Волги Ульяновской там другой Хохлов был игрок штрафной опять-таки в случае если будут какие-то проблемы у Зубатки будет подменять его Кирилл Куликов забегающий слева невозмутимый полиглот тоже из Волги Ульяновской Андрей Васильев он уже играл в прошлом сезоне опорничек в стиле от ворот до ворот Джамулудин Джибраилов его вы тоже должны помнить подменявшие Зубатку один из матчей 4 гола из Махачкалинского легиона ну Амрана Дулагабде вы видели только что Глеб Ефимов он мне даже больше честно говоря нравится чем тот кого я купил вратаря вот этот вот голландский но голландского вратаря я уж больно много уж больно много я ему плачу хотя давайте я его попробую вообще продать нельзя первый сезон ну ладно блин интересно сколько будет стоит разорвать с ним контракт 160 тысяч ну короче здесь я попал с этим голландцем бельгийца бельгийский нигерец нигерец ну вы поняли кстати он уже выучил русский молодец Вадим Боболев это будет правый защитник скорее всего любимец фанатов дреблер у него нет защитных скиллов но у меня нет крайков а рейтинг у него почти 50 справа так что ну периодически буду его выпускать может быть его конечно переучить имеет смысл так то у него очень хорошие короткие пассы давайте я его на ЦАПа попробую переучить посмотрим что из этого получится сейчас он в любом случае травмирован Никита Матвеев это наверное промах такой трансферный из Ленинграда 2 но за копейки ну конечно ну злопамятный слон почему-то ну он будет наверное может быть если все плеймейкеры сломается на этой позиции и Владислав Морозов чувак с тремя звездами потенциала я надеюсь что он будет расти я его даже в прошлом году выпускал в 8 матчах 3 мяча он забил то есть в отличие от многих лоу рейтов которых много звезд он уже в принципе неплохо достаточно смотрится на поле футболе ну а в целом состав конечно просто шикардосный тут даже говорить не о чем остается только остается только ждать когда амран дулагабде вырастет еще к тому же и сделает нас окончательно лидерами мирового футбола эгоист разносторонний ну тоже уже русские знают тут это странно когда они быстро учат русский русский не такой простой язык надо сказать в общем с нетерпением жду сезона и думаю это ну будет ну не должно быть сложно во всяком случае если остальные команды также не усилились то точно не должно так ну что ж первый матч нового сезона против Родины сразу сильный противник у меня первая по силе состава команда но не то чтобы прям как я представлял разорвет всех ну 503 а даже вторая кто-то больше налутал ну я типа не всех самых сильных выставил так в принципе первые 510 у меня получается в матемальном составе кстати меня еще одного африканского беста притащили там по-моему пять звезд что ли четыре с половиной потенциала по той же самой схеме только опорника я их обоих в запас засунул пацана из Ниггера и другого пацана в запасе у обоих рейтинг около 20 но буду на замену выпускать тут просто может быть действительно вырастут легендарные просто спортсмены тот который опорник там вообще было написано один из ведущих футболистов мира на ближайшие 10 лет ебать это же целых 10 лет доминирования в мировом футболе ну как обычно первый тур идет летний дождик ой зачем так быстро давайте так наверное зубатка ну этот не меняется собственно говоря сальников на воротах стоит у второй родины вторая родина ну в общем и целом надеюсь надеюсь на парней на то что в этом году вот такого будет поменьше конечно что что этот состав покажет себя фролов на зубатку и ахмедзианов бьет в перекладину в самом начале обидно даже как-то досадно немного прессинг не совсем удачный ефремов как-то плохо чуть не забили поставил я все-таки ванхутона блять потому что ну типа столько денег мы платим ефремов здесь неплох фролову срубили и штрафной удар прямо во вратаря сальников спокойно забирает мяч мисгирев ахмедзианов зубатыч не забивает к сожалению вообще с реализацию зубатыч в последнее время как-то не слишком было в конце прошлого сезона когда он был здоров фролов на желтую здесь прыжки демонстрирует мисгирев выиграл макартычан зубатку сбили он сам решил исполнить штрум вот этот удар был самая настоящая мощь я бы сказал футбола была в этом ударе и бездарность футбола российского ефремов решил к своим воротам прибежать мисгирев давайте этому макартычану почаще мяч хочу увидеть нашего плеймейкера в деле но почему-то пока как-то не очень еременко ой-ой-ой ну это гол да ну вот тебе и бесты ну вот тебе и новый сезон полный ожиданий ну вот тебе зубатыч который бьет опять так надо отменить дальние удары зубатычу хоре пусть выходит один на один в этих ситуациях потому что этому просто никуда не годится это ошибка была ему вообще дерьмо ставить да что такое почему ефремова так возят блин кто там бегает на этом левом фланге уродины второй пиздец вообще какой-то просто бест бестович вообще шансов никаких нет опять тут козлов хорошо подстраховал хоть что-то да этот еременко конечно в порядке зубатыч отвратительная очередная передача мне кажется мы и в этом сезоне ничего не добьемся может быть тактику надо поменять у меня фланговых игроков нет я под это говно все собирал когда-нибудь он забьет но по ударам какое-то тотальное преимущество но они все из жопы они не опасны есть такой фифер на ютубе панда fx он все время бьет по 20 раз за матч из центра поля набивая статистику а потом говорит вот соперник один раз стор ударил и победил ну по сути так и есть в этом матче что мы бьем ну из позиций из которых забить нереально чего не скажешь о родине который свой момент спокойно абсолютно реализовал ну ладно 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 давайте наверное мы все таки уберем дальние удары здесь три подключения на стандарты зачем ему это надо он низкий он и так наверняка возможно на них будет а у нас кстати блин у нас из-за смены игрока пропал давайте попробуем так сыграть я дам еще тайм этим пацанам но их надо прям жестко за мотивирует всех поехали надеюсь я проснуться да с плеймейкером неловко вышло я не знал что при смене игрока роль слетает которую я в тактике поставил сейчас плеймейкером я думаю все поменяется ничего не меняется вообще абсолютно как была помойка блять так и осталось чудом не пропустили еще один 9 5 по ударам но наши удары мы видели это не удары это позорище полнейшее ну совсем какой то совсем тоска ну я не знаю ну такого я конечно вообще не ожидал ой 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 о а им два листа что нам остается делать почти весь состав сменил выпустил там этих двух звезд будущих нереальных которых мне и африканские агенты привели буду надеяться что это вкуснятина сейчас произойдет зубатка в своем репертуаре ох вообще поражение при таком коротком сезоне каждая особенно домашние это полный пиздос ну а дальний удар все-таки принес свои плоды я его заменил при этом как бы и выпустил хламарей каких-то ну как знать может быть на самом деле наоборот сейчас переломим может быть рыжий джабраилов что-то покажет в атаке ох хорошо фролов оп во будущая звезда мирового футбола и джебра блять зачем я не понимаю ну для чего он так рано ударил вроде как это фиксилось именно в этом конкретно движке я слышал что такая проблема бывает в стандартном но блин должно было быть 2 2 конечно полный понос произошел новиков желтую получает ну на поражение я считаю мы не наиграли я не понимаю почему защита так слаба была ах чуть не заскочила после рикошета это отличный навес просто то что надо за 15 минут до конца вкуснятину и угостил придурок ну отскакиваем вратаря ну после любого поражения буду менять Глебов будет дальше стоять или как его там звали Головуги давай Головугуй нет габде вау ну слушайте неплохо для человека с рейтингом 20 ну джебраилов ну шо ж ты давай давай да блядский ты хуй ну почему ну два таких момента нахуя я зуба ты че убрал все этого мудака вообще больше никогда не поставлю блять конченый просто все засрал блять могли бы даже 3-2 победить хлопаку блять что это такое ну и Новиков молодец красавчик да бля нихуя а че он такой жесткий пиздец ну джебраилов сегодня конечно показал нам как можно в соляново блять залить матч имея просто стопроцентные моменты сука неужели опять говно ну посмотрим короче говоря этот сезон я даже не снимал потому что здесь нечего было смотреть я просто покажу вам то есть таблицу чтобы все поняли ну одна из команд набрала 75 очков я уже давно просто качаю молодежь потому что в первых ну где-то 10 турах я проиграл 3 раза что в общем то наверное не критично если бы спартак тульмазы не выиграл все 10 турах то есть уже тогда отрыв был 9 очков ну и во втором круге уже не было смысла сопротивляться я просто молодняк наиболее перспективный ставил наигрывал то есть вот так вот большинство футболистов чисто за большое количество звезд в состав попадало не более того то есть даже прокачались немного то есть тот же габде у него рейтинг подрос на ну до 28 на его профильные позиции гулуаги вообще удивил то есть два мяча забил играя опорником вот но я уже давно играю на самом деле на тексте то есть всю вторую половину сезона я не знаю с чем такой провал связан вот честно точнее знаю в первой половине сезона я забыл тренировки на ассистента скинуть и в какой-то момент физика очень сильно просела но в любом случае с этим спартаком соперничать не было никакой возможности то есть надо буквально было выигрывать вообще все матчи а мы уже в начале немного забуксовали и ну короче так весь сезон дурака и проваляли третье место в прошлом году по-моему второе было опять не повезло ну сейчас буду сидеть и думать то есть посмотреть какие-то может быть гайды относительно тактики потому что в принципе состав ну он был второй по силе но позволял выступить лучше чем то что было в начале потому что дальше я уже играл там полурезервом как я говорил но блин я прям расстроен серьезно этим сезоном не ожидал я настолько плохого выступления точнее оно даже не то чтобы прям уж плохим было просто я ожидал борьбу все-таки за промоушен а ее не было и даже не столько наверное и наша команда была отсосна потому что за второе место мы могли бороться если бы я дурака не валял но первое ну просто недосягаемо было в этом году просто была одна команда и все остальные возможно она просто вылетела из профессионального футбола потому что я в прошлом году не помню никакие туймазы и видимо просто у них очень сильный состав был сгенерирован ну собственно он по рейтингу был топ-1 ну а сейчас играем с сахалином последний тур собственно на зацен молодежи давайте посмотрим как габде смотрите пробил вау я сейчас поменял немного расстановку на ту что мне ассистент посоветовал решил не перекручивать в этот раз количество настроек то есть стандартный там поставил чтобы комбинационный футбол играли в принципе ну в 3d мне так я пару матчей посмотрел это больше нравится чем то что было потому что практически теперь нет этих ебучих подач с фланга но их действительно намного меньше стало то есть основная тема это через центр но к сожалению не забил наш нападающий но надо смотреть что будет в следующем году состав мы сохраним только 2-3 футболиста уходят постараюсь на замену им найти кого-то в межсезоне достойного может ну легионеров я нам не буду особо подписывать посмотрим короче кто найдется попробую в этот раз просто из русских вылетевших на фри собрать какой-то крепкий запас потому что в принципе основной костяк у меня есть в этот раз не забуду кстати очень много травм в втором сезоне было я там поменял тренерский штаб может физиотерапевт уже стал работать но тем не менее буду наверное как-то более внимательно в следующем сезоне и ко всем моментам чтобы не упустить там назначение тренировок ну так что внутри сезона это уже слишком в любителях сидеть не получается у меня показ фифа менеджера но в первом мы должны были выходить на самом деле блять если бы не этот ебучий засимулированный матч с авророй почему-то мне кажется я его обязательно бы выиграл в 3d красивый гол не вот эта тактика но согласитесь даже видно прям то что ну идет достойный футбол при том что в принципе я выступил выпустил опять полудубль который с сахалином по скиллам примерно на одном уровне но в общем и целом я прям основная тема да основное основное количество потерь всегда было связано с этим блять с этими проходами по флангу и навесами и вроде как сейчас они действительно давят через центр то есть моя идея с центра давила он работает я еще думаю попробовать расстановку типа 4222 или какой-нибудь 3222 в общем чтобы два нападающих было впереди по-моему здесь был очевиднейший фолм мы его игрока просто срубили на входе в штрафную по пасам опять таки лучше стало вот так что надежды какие-то у меня определенные присутствуют связанные с этой тактикой сейчас нам надо заменки сделать какие-то так разговоры в перерыве это смотрится хорошо а что со мной стало что с моей головой ладно но играли действительно неплохо посмотрим что будет во втором тайме соперник не самый сильный конечно но в следующем году я говорю я каждый матч буду играть внимательнейшим образом то есть я буду прям сидеть в 3d анализировать делать замены мне главное чтобы не было бля вот этого говна с команды которые практически стопроцентный результат показывает это будет слишком серьезный удар по моим яйцам типа еще раз я такого не вывезу уже очевидно но я так думаю то что скорее всего из верхнего дивизиона должно свалиться какое-нибудь говно которое в прошлом году туда вышло наоборот то есть мы должны вернуться к расстановке сил сезона первого где не было явного фаворита причем мне кажется ну я конечно не уверен на 100% но я понимаю что здесь вообще никакие правила по большому счету не соблюдаются там заявки в устройстве дивизионов и так далее но есть подозрение что туймазы не находятся в московском регионе то есть ну вот поэтому не знаю за что нам блять такое наказание в виде этих туймазов но в fm тоже бывали проблемы с любительскими лигами с патчами базы данных то что ну промоушены в регионах были кривыми потом это вроде починили те кто базы данных делал но в любом случае наверное это не так просто реализовать а уж в старом FIFA менеджере так и подавно 65 минута по прежнему в общем то более-менее играем адекватно вот Мухин это наверное тот который из локомотива из ЦСКА до этого это как раз его уровень я считаю вполне себе а вот Хохлов да иди нормально до ворот найс хоть забил хоть от штанги просто я уж переживал то что опять будет эта херота с ударом с 30 метров как у Джабраилова но нет Хохлов справился Ахмедзианов на Павлова совершенно наш парень из Ниггера не заметен в этом матче но у него тоже были свои моменты он забивал причем дальним ударом один был красивый забил в 3D я видел ну какие-то матчи я все-таки в 3D играл конечно но в целом стало понятно что перспектив никаких забил на это дело но бронзу мы защитили во втором сезоне да но бронза любительской лиги блин это тоже на самом деле достижение не каждый добивается таких успехов некоторые как бы например вообще меча не видели никогда не трогали в своей жизни то есть вообще в футбол не играли а здесь целая бронза успокаиваю я себя конечно но очко у меня пригорело знатно от этого года прям какая-то душнина была блять и как же меня душит эта хуйня что каждую неделю нужно обязательно разговаривать с игроками о жизни блять тебя трещать иначе у них мораль падает ну это реально какой-то какая-то дрочь блять ее на ассистента не перекинуть прям пиздец какой лагающий здесь интерфейс это конечно вызывает анальные муки прям серьезно у меня сижу тыкаю блять молодец что хорошо тренируешься как твоя семья нахуй а если этого не жать вот я под конец сезона забил на это хуй даже несмотря на то что у команды нормальная форма ну плюс-минус там ничьи победы все в хуёвой морали все в хуёвой форме если не пиздеть с ними прям чувствовать себя брошенными и обиженными по всей видимости ну чё вот такая вот турнирная таблица по окончанию второго сезона да мы хуже сыграли чем в прошлом году значительно но большую часть потерь можно было бы ну то есть можно было бы я думаю приехать где-то там 63-4 очками к финишу то есть грубо говоря играя только основой по-серьезки через 3d но я как-то хуй забил когда понял что ну блять 25-3-0 ну это вообще пиздец то есть как бы при этом я бы не сказал что ну весь состав примерно в районе полтинника у них у нас все-таки видимо похуже был но это конечно жесть там Вячеслав Журавлёв 33 гола нахер а что ну он видите он типа реальный человек посмотрите какой симпатичный такой напоминает кого-то напишите в комментариях кого то есть это не какие-то рандомы это прям ну типа вот Дмитрюк это реальные футболисты естественно они сильнее Регенов Иван Шалоников но я считаю это нечестно то есть меня попустили профессиональные футболисты в этом сезоне на Родину 2 мы не смотрим как бы да Паштик Зубатка опять один из лидеров то есть вместе с Крылоголота и Журавлёвым ну ладно пойду на межсезонье на очередное и постараюсь следующий сезон как-то более более адекватно осветить но буду это делать уже постараюсь точнее сделать так чтобы еще при этом как бы и сам сезон был о чем-то чтобы было о чем говорить а не просто вот такой вот попуск со всех сторон ну что ж новый сезон и у нас вторая по силе команда после Нижнего Тагила и Торпеда Миас довольно сильная команда еще есть и Ильпар но вроде послабее состав участников в этом году но и мы не усилились болельщики не просто так недовольны мной они вопрошают куда я дел все деньги дело в том что на наш клуб наложили трансферное вето мы не прошли нам нельзя покупать игроков поэтому я играю теми кто остался прошлого года я хотел сделать тактику с флангами и мне и это даже не удалось просто по той простой причине что ну вот и вся причина вот такая вот она денег нет как говорится и фланговых игроков не купить нет деньги то есть но лицензирование мы не прошли деньги дали уже после этого спонсоры выплатили хотя логичнее было бы принимать решение о лицензировании после того как спонсоры дали деньги ну ладно еще важно кстати я женился на своей прекрасной девушке на Алене прекрасные просто восхитительной Алене да вот так вот Никита уже взрослеет два года ему Алена когда собственно говоря приняла мое предложение начал начал играть марш Мандельсона какого там ну в общем классно было форма у парней отвратительное так давайте тогда уберем наверное Щербакова который все равно будет играть как говно очень плохо что у Фролова дерьмовая форма но я даже не знаю на кого его махнуть все таки я не думаю что кстати пришел еще один молодой перспективный пацаненок которого привели агенты которого распиарили так сказать и мне кажется он тоже достаточно перспективен вот но если Габде подрос у него уже 33 то Гуйля Улюгуй он на 25 застрял травмировался но Луян у него еще и 17 лет всего лишь так что перспективы определенные какие-то у него имеются также я снова провел просмотр любителей какие-то даже залетели в состав не помню конкретно какие но в любом случае не в дубле не в юношеской команде никого достойного по-прежнему одни отстойники а хочется кого-нибудь талантливого вырастить появился Роман а Мозбаев давайте пусть у него будет наставник пусть он тренируется с основой как знать может быть это что-то принесет в этот раз систем занимается тренировками я в этот раз ничего не провоплил тактика вот такая будет у нас блин это каждый раз надо что-то ох сколько всего здесь старая игра надо прокликивать ручками того что можно например автоматизировать в том же фами первый матч это сразу важнейший матч с командой под названием блин я поменял футболки самый неудобный соперник попался в плане совпадения цветов да так вот сразу торпедами ас очень серьезно очевидно мы переведены вообще в другую лигу то есть если раньше мы играли в московской то теперь мы в урале и западной сибири все меня тянет на урал так сказать ну что поделать бывал там видимо это навсегда в крови давайте извлечем пользу сегодняшней игры ну я даже рад что меня выкинули из той конференции потому что там все таки что-то родина 2 вот это все знаете там родина 3 4 там прям жестко а здесь на урале я родина не чувствую здесь как-то все иначе поэтому давайте посмотрим что произойдет торпеда май блин и название на самом деле я так сейчас подумал это на самом деле ну как бы в копилку к семену свалову там и другим ребятам то есть торпеда маэс это нормально я думаю какие-нибудь иностранцы поиграв в этой лиге паров или б но кто стал бы играть в этой лиге скажите мне кроме меня дуриков мокротычан ну ладно посмотрим работает ли центр давилова если нет то хрен с ним что нет у меня фланговых игроков я каких-нибудь вообще дублеров поставлю на фланге на рою того кто хоть ну теоретически может на фланге бегать блин а хорошо было колесников норм так выходил на удар мишель вернулся кстати целый год сидел где-то в резерве но так как нет теперь футболистов мне нужны центральные полузащитники мишель тут снова так сказать вальяжно жаждет скорости на футбольном поле вершинин ой-ой ну хорошо отняли зубатка прессинговал ить хорошо ефимов прошлый сезон неудачно стоял этот вратарь а того странного типа смуглого я выгнал короче говоря ну как выгнал у него такая была зарплата а стоял он как кусок дерьма поэтому естественно я его слил так ну центродавилу вот какая кажись что-то есть согласитесь в этой такте вот то есть как бы чувствуется что что-то здесь имеется то есть какой-то движ может быть и не нужны фланги я крутил блять вертел эти стрелки всю половину второго сезона это если чё моя личная разработка бегунки тоже крутил то есть если это будет работать то это просто восхитительно проблема в том что даже если я нашел какие-то советы на фифа менеджер они все на дефолтный движок и там наоборот дрочилов флангов ну короче поняли да здесь это вообще не работает здесь открутили полностью фланги ну слушайте блять я по-моему что-то изобрел я по-моему вкуснятину какую-то сделал посмотрите макартычан делает счет 2-0 своим унылым лицом так ну давайте ускоряем еще чтобы это самое побыстрее было понятно что нам светит ну пока победа блин мне нравится как играют если бля я так надеюсь что не будет какой-то залеп блять очередной что я не обосрусь у меня не уведут блять ассистента посреди сезона и я не проебусь что галка слетела автоматизации каких-то процессов то есть ну как бы это важно что происходит вообще я такого вообще не видел никогда это торпеда маэс то есть это не какая-то помойная команда никчемышная то есть как бы здесь все серьезно гайз это серьезный коллектив но пока он подвергается унижению подвергается прошу прощения боже чудом четвертый не влетает первым тайм не но я я сейчас буду это рассказывать что я изобрел гениальную тактику с вами блять с вашего позволения я за сейв скамил результат матча с торпедом аэсом потому что явно они по 3-0 не отыграли при переигрывании через instant result я вон 0-0 сыграл поэтому еще раз переиграл 2-0 выиграл ну просто реально я думаю что начинать и на лоу мораль падать когда очевидно было если бы не вылет мы бы просто разнесли и размазали будем будет ли куплен роман обштейн конечно же нет у нас мы не можем вообще никого купить здесь было взгляд болельщика кто своровал все деньги из клуба ну очевидно кто ребята блять я же владелец клуба я испиздил из него все деньги зубатка 4 дня травма дайте посмотрим кстати блин здесь 30 матчей будет кстати больше вот перевели бы меня в какой-нибудь в какую-нибудь зону дальний восток где три команды проиграют я бы вообще балдел бы ладно 3d матч тогда получается у нас против старта из альтаира но я надеюсь сейчас не будет никаких вылетов и мы убедимся в чем-либо не знаю у нас текущей формы и текущий сезон несмотря на победу хуёвые из-за того что мы предсезонный матч тоже я его переигрывал проиграли ну из-за вылета переигрывал но мы его проиграли а в прошлый раз выиграли 5-0 но я уж решил товарняк не трогать думал опять крашнулось но ну и в итоге зря как оказывается это тоже очень сильно на форму влияет в принципе у всех нормальная мораль я сейчас с каждым разговариваю перед матчем Кутергин вот это классная фамилия я очень рассчитываю на выход в этом году кстати в нападении будет играть наша черная жемчужина я так его называю ну формы я если что вот эта форма это солнце на фоне неба такого знаете после дождика типа вот ну и эмо гетры это блять напоминание о том как я в роли проебал на инстанта из алти и не вышел в первом сезоне выше дивизионом играем с парашей а это значит что нас отправят на парашу скорее всего как вы считаете Ахмедзианов оп ну какой отвратительный от макартычана какая отвратительная обработка я убрал все тупорылые абсолютно указания которые у меня были вообще постарался не перегружать игроков только на тех позициях где это действительно важно ну линию держит по-прежнему в защите норм в атаке давит через центр вообще я за пять матчей что играют тактики я не видел ни одного блять навеса ноль навеса вообще то есть если учесть что это прям ну ужасно было всегда когда атака развивалась через фланг то теперь я наоборот супер доволен во 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 еще бы забивали вот серьезно еще бы забивали и было бы вообще замечательно но попасть по воротам это тяжело ведь там кутергин стоит опа опа ну молодой ну зачем так рано ну что ты ладно хохлову выпущу на второй темп блин слушать парень ты неплох на самом деле хоп 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 иногда просто выпускаешь чувака которого там 30 рейтинга и он вообще по мячу попасть не может скиллы ты еще пока не слишком развитые ну вот первый навес за 20 лет сразу решил бить блин давим просто но не можем не можем реализовать преимущество это всегда чревато блять рандомным пинком по нашим воротам тотальная доминация конечно тики так а так называемая чувствую себя лысеющим шарлатаном скоро буду лысым тупо легендарный проход колесникова не менее легендарный пас в никуда и вот ну блять ефремов ну ёп твою налево ну что это за говнище я все настроил достаточно просто встречать теперь еще и владение мечом какое-то безумное абсолютно ну просто вкуснятина так сказать блять я забыл им поставить 12 долларов за победу я понял почему они хуёвничают надо каждый матч им 12 баксов за победу обещать за 12 баксов то они нормально бьют по воротам блин я не знаю правда 12 баксов на всю команду они по доллару типа получают или на каждого игрока ай сука вечно что-нибудь забуду так норков на желтый это надо контрить будет что он делал господи мастеровский ну это тупо топовый игрок какой-то антонов там под крышей дома блять в защите играет да вторая половина как-то не очень в этом тайме задалась фисюк на романовского задницы отбирает наш ефремов блять ефремов ефремов это ефремов мне никогда не нравилось честно вам скажу но с крайними защитниками ой 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 ну хорошо что без пеналь с крайними защитниками тяжко тяжко здесь слушайте но ефремов просто гасит их там на фланге чувствую чувствую попахивает голом блять это был запах говна каким перепутал то даже не понимаю ну луян хохлов куликов щербаков убираем да практически всех поменяли конечном итоге вот так вот сделаем я знаю ребята вы можете лучше надо мотивировать пацанов из тех кто на поле остался их не так много я верю я не верю его звали лулу ну хоть не лилу откуда таких только находит так но мы не стали слабее по составу на самом деле во втором тайме ну чуточку может быть но игроки талантливые хохлов ой 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 эй ой блять да что за говно пиздец достаточно докоснуться мяча но это типа дает играть но это херота полнейшая конечно повезло успел снять луян запутался луян макартычан но сейчас их нет на поле одновременно забейте ну ёб твою блять еще перекладины какие-то блядские ну что за говнище куда он ёбнул 60 минута попахивает попахивает калом блять хохлов какой-то бодрый и у такой вот пас на щербакова игол слушайте хохлов прям нравится не хуже зубатыч выступает в этом матче я-то даже расстроился что джебраилова кончился контракт он ушел остался хохлов покупать футболистов я не могу на этот сезон но еще в прошлом сезоне в конце парочку уголов хохлов забил фисюк антонову убрали кстати блять так знаете чё надо это пора играть на все 100 вот так вот вот так вот это хохлов ребят это он отличный повтор ну что ж не может не радовать форма нашего резервного нападающего я думаю что буду ему доверять даже я думал сделать цоп-цоп-цап-цап и 2 фрв тогда можно было бы играть например зубатка хохлов но я не готов к таким экспериментам на данном этапе возможно возможно какой-то момент я сделаю эту тактику вот особенность у меня будет большой один нападающего таргетменом сделаю я зубатку выставил таргетменом но вы не думаете что я совсем ебанутый тип 167 сантиметрового ставить таргетменом здесь это не так работает это просто в ноги короче то есть никто не будет там бежать навешивать на него или забрасывать просто в ноги ему плеймейкер чаще отдает то есть вот например сразу видите у меня сейчас помог медианов как раз на плеймейкере он тут же находит хохлова который сейчас на таргетмене нет правильно как бы отличный матч я думаю что мы могли победить гораздо более крупно но пришлось понервничать из-за отвратительной реализации но отвратительной реализации от стандарт . мистеровский до период все дрыгался на техничные ребята играют в старте но кис май обратите внимание на количество пасек то есть тупо в четыре раза больше чем раньше красиво раньше очень мало пасовались мои игроки постоянно мяч передерживали сейчас гораздо все это лучше стало блин да играешь через 3d матч никогда нормальных оценок нет ни у кого человек матча щербаков ну начали с двух побед и это вкуснятина я считаю конечно спартак вообще всех разносит премьер-лиги но нам до премьер-лиги еще далеко меня все меньше любит болельщики хоть мы побеждаем так зубатка вернулся но после этого матча мы определенно держим как бы хохлова в уме мне кажется у него раньше был больше рейтинг сколько зубатка уже наколотил 50 матч 42 у фроловы совсем какая-то плохая форма не знаю чем это связано вообще говорят что лучше всего поставить плеймейкером именно опорник давайте мы попробуем это сделать это звучит как какая-то жижа с одной стороны но с другой посмотрим может быть таков путь думаю еще чок ползащите сделать ну ладно увидимся позже по сезону у нас тут важнейший матч на самом деле против команды или партс который мы долго боролись за лидерство но она все-таки отвалилась сначала у них было примерно как в прошлом году спартака из города который я забыл уже состав обновился мне разблокировали трансферы я начал покупать ребята почему бы и нет и из тех кого стоит отметить к сожалению вот сейчас травмирован этот тип кевин агуделла но я даже не знаю если учесть что мы играем в лфл как бы он стоит миллион короче как это делается объясняю никакого чита вот заходишь трансферный рынок поиск игрока критерий поиска рейтинг от 70 выбираешь любого например там я не знаю стивен маэр я для этого ничего не делал то есть или там вот этот вот фезос вилья просто предлагаешь контракт и он готов идти то есть 2300 я конечно понимаю что возможно я банкротшись и в очередной раз фанаты придут спинбольными ружьями но блин я еще так как докупая я только сейчас нашел вот эту тему как бы начинаю обузить ее да как бы в это бред полнейший ну такой вот менеджера я здесь не виноват ни в чем как говорится ну я даже думаю состав особый показывать нет смысла тут какие-то регины в основном бестецкие но есть реальные футболиста например тайра на вузу с пока у люцерн такой вот центральный полузащитник с пасами 85 82 рядом с ним плеймейкер ну на куне 8383 из браги в нападении но это лучший кто согласился пока идти на данный момент гаррот маклахлин какой-то американец пришедший из фк торонто арсений блотский там у нас ботэ по моему борисовского неплохой полузащитник сейчас на цапе ему придется сыграть то есть что тут сказать я даже не знаю давайте так сделаем опорник тоже новый жулио роману вот такой вот офигенный в общем-то по скиллам очень ровненький разрушитель из санта клары конечно самые жесткие бесты отказываются идти и у всех кого мне рисовала что будет 70 у всех на самом деле ближе к 60 но вы меня извините это же просто халява какой-то баск вот есть ну короче даже не знаю мне очень обидно потому что мои 48 плюс малыши теперь все вне состава ну давайте посмотрим это первая слючо игра где все это дерьмо играет у меня 652 рейтинг как это будет выглядеть я даже представить могу честно говоря просто идите играйте мне кажется здесь уже еще другого не скажешь или пар или инский или пара он сейчас немного проваливается вот но я уже даже верю что ли чемпионов по игру дождиком ну типа серьезно чем не может помешать так вот и буду скупать малюток сейчас рейтингом 70 потом 80 потом 90 тактика центродавильная вроде работает но всяком случае на уровне этой лиги или пар 4 по силе и ну проиграют тут кстати есть команду который 200 рейтинг она на последнем месте плетется интересно будет посмотреть матч против них то есть как это будет смотреться но мы одну ничью сыграли за все матчи пока что а кстати вот такие погодные условия могут наверно помешать нашим но в приобретенном бестам они нам ничего подобного и в жизни это не видели никогда мы посмотрим как она будет смотреться вообще смотрится очень плохо то что ничего не видать по большому счету самое прикольное что или пах атакует из господи я уже думал забили сейчас бы халзанчик в такую погоду да да ну блять чем сильнее становишься тем хуже играется ну конечно сыгранности никакой нету в тренировках видно что я этих чуваков только что собрал но блин мне кажется при такой разнице в классе футболистов они могут впервые друг друга увидеть вообще то есть и ну посмотрите какой бред происходит все таки я надо было мне и первый сезон тогда доигрывать тем шлаком то есть сыграно слишком роляя похоже говоря похоже на то во всяком случае но посмотрим сейчас вроде перехватили мяч на как то очень и очень все тупо или пар с мячом да уже третий стопроцентный голевой момент но я нашел двухметрового поляка так что пробить его будет не так то просто но по-моему я 12 баксов забыл пообещать малюткам поэтому может быть они настолько неубедительны другого объяснения у меня нет 18 минут ни одной осмысленной атаки при том что прошлый состав постоянно рвал и металл но тут будет говнонавес наверное нет он даже навесить не в состоянии стандартное положение в руки вратарю естественно ну где наш американец маклахин должен что-то показать я уверен чупин подает тоже в руки вратарю да ну плохо плохо все это конечно то что мы сейчас видим интересно за сколько матчей они сыграются но сыграются ли они вообще если учесть что я продолжаю покупать я не могу остановиться теперь для меня это как киндер сюрпризы вытягивать то есть покупаешь игрока и ты не видишь его скиллов потом смотришь а это бис например пока самый большой это вот цапник тот который сейчас сломан и цп-шник плеймейкер но я чё-то не вижу контента контента не завозят пацаны может зубаточ нужен в атаке но он сломан опять на короче у забыл за батки вообще один матч 4 пропускает из-за травмы один матч 4 пропускает как будто у него какой-то перк на слабое здоровье но его нету я проверял да но матч это совсем дерьмо по сравнению с тем что я вам показывал до этого они просто не играют вот здесь он зря мне кажется пробил все-таки так блять последний вот третий последний пас просто кошмар ни хрена не выходит и самое тупорылое то что ильпар прям прессингуют атакуют у меня слева защитник остался помойный левых защитников не могу никак подбить перейти в мой коллектив жумал бег бежал по по флангу снова на него заброс достаточно таки бездарный и вперед ну вперед ну сыграйте блять как они тупят просто дико передерживают как будто не видят адресатов для передач неплохой заброс но тоже ни к чему не привел да первый тайм заставляет задуматься честно говоря ильпар даже симпатичнее играл думаю менять ли что-то да наверное нет какого-то смысла я знаю вы можете лучше естественно физуха наконец нормальная у игроков зато должны побеждать ильпар этот вонючий может быть бахаря выпустить это белорусский нападающий я тогда еще шестидесятников подписывал а не семидесятников в начале сезона из-за этого шлака много в команде сначала пятидесятники начали идти потом шестидесятники сейчас семидесятники но я имею ввиду не какие-то политические движения ох маклахин опять не забил я имею ввиду естественно уровень скилла общий ну ладно давайте бахаря ну окей не вижу смысла там ахмедзианова выпускать это уже чушь какая-то когда у тебя такие игроки в составе но игра тупизм полнейший все же зря я вообще что-то хорошее про нее говорил такого бреда я давненько не видал чтобы блять в LFL какие-то сборные мира собирать которые вполне могут во второй бундеслиге какой-нибудь играть судя по всему по скилу но при этом они не могут победить блять любительскую команду Ильпар то есть чтобы вы понимали вообще не в состоянии даже поворотом ударить Ильпар просто обороняется как будто это какие-то гении катиначи ну наконец-то это это Бахарь кстати третий голого сезона в прошлом матче дубль сделался а видите как Бахарь разбирается тупо мусор вынес блять класс красавчик где игроки отлично хотя бы защитник еще не совсем охуевший даже интересно стало как вообще жалко у меня Щербакова нет в запасе он самый нормальный был в этом сезоне из всех вот Абусу поменяю на хотя нет я это зря сделал я передумал но назад передумать уже нельзя да дайте Манукьяна лучше поставлю ему скин побольше я так радовался когда Манукьяна этого подписал вы по-моему даже не видели еще но блять теперь я уже мне уже похуй у меня есть Бахарь блять он кстати лучше Маклаплена как оказалось смотрите какой выстрел с левой ну это наверное победа можно уже фугу ускорения ставить да ну в этом сезоне все же интриги никакой кроме того как Бахарь возненавидели кроме того разорится ли моя команда потому что ну я взял два кредита продолжительностью на 10 лет они погасили предыдущие долги там безумные в 900 тысяч и теперь как бы я я ну плачу эти зарплаты наверное это будет где-то полтинник в месяц и уплачу еще 18 за кредиты еще хочу новый кредит взять но пока не разрешают потому что следующий 10-летний кредит он бы ну я уверен закрыл бы все эти расходы я смог бы еще больше уебанов накупить денег то я вообще не знаю откуда здесь брать Бахарь хет 3 делает смотрите как блин ну его левая она легендарна ребят ну я думаю что зубатка уже никогда не вернется в футбол то есть тупо будет на банке сидеть к сожалению потому что есть Бахарь ну и Бахарь я думаю тоже скоро блять 143 баса ебать блять what the fuck is going on все пацаны я пошел я пошел дальше скупать семидесятников так сказать ну на самом деле не так много ко мне бестов пришло как я хотел я вообще всех хотел сгривсти но некоторые отказались играем со вторым местом я думаю что 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 такое топ матч вот вот начнется вот это топ ребята я смотрю на это сейчас на экране и понимаю что это ну это как классику 9 очков мы везем этому амкар жуниору новый вратарь у меня вот такой вот из ювентуса матья дель фаверо и нового нападающего еще хочу попробовать алехандро контрера посмотрим что он из себя представляет если что Бахарь всегда выйдет хотя я так смотрю давайте наверное лучше ставить тех кто уже зарекомендовал себя контреру выпустим на второй тайм здесь у всех конечно форма такая посредственная но я думаю это не должно нам помешать но слушайте это уже будет просто смешно давайте поговорим с кем-нибудь там маклахлену скажем что он мне нужен для следующей игры чтобы это не значило и поехали ну тут 3d надо посмотреть конечно но неужели будут проблемы мы уже сильнее некоторых команд в два раза из этого дивизиона то есть тут есть 300 рейтинг команд но это конечно слишком легко в эфеме таков не то что нет там все таки реалистичная тема здесь это больше на какой-то симс похоже по воспитанию футболистов и очевидно то что ну так оно и будет с каждым дивизионом все больше и больше перспективных ребят будет идти семидесятники будут уже с четырехзвездочным потенциалом сейчас все таки семидесятники это больше шестидесятники то есть я конечно покупаю их но каждый раз приходят 65 примерно в лучшем случае это в лучшем ну что поехали поехали посмотрим бахари во втором тайме я думаю если что вскроет эту помойку ну а пока очень тикитачно баргес водится азадов азадов так еще опорника корейского вот наверное охуевают дубль блять амкара типа что он вообще существует после того как амкар развалился обанкротился а потом когда выходит играть блять в лфл а после против них какие-то блять запасные вратари ювентуса там какие-то блять корейцы куния какой-то дээм но при этом и манченко почти всех обыграл крутой парень а я бахарита и поставил лол он уже на поле бахать то я что-то уже это забываю сам что делаю ну как у бога барбери принял мяч санитюрк я даже погонял этим игрокам не буду придумывать потому что не хочу привыкать скорее всего санитюрка и всех остальных бахаря никто конечно не заменит это гений футбольный бам но до него мяч не могут довести к сожалению священ вратарь амкара юниора тарасов ну хотелось бы поактивнее как-то ребят на левом защитники играет если чего что-то типа леонели месси судя по скиллам он атакующий игрок но не знаю мне захотелось чтобы он там бегал он переучится я уверен кунглау вау как позорно ребята ну вы что серьезно что ли против вот этих так все тяжело а он 12 баксов между прочим обещал бахарь чего блять это что за уебан бля ну там не я даже не успел фамилию прочесть что это за животное промазала после этого я бля ваху если честно да бля бахарь просто жесточайший тип вы видите как он борется он везде просто даже менять его не хочется даже убирать с поля я уверен что там если выпустить маклахлина или картреру этого то что нибудь они сделают но блин когда смотришь за игрой бахаря ты как бы понимаешь что такое футбол ты получаешь удовольствие такой чисто мужской оргазм то есть как он обращается с кожным мечом как он стремится в атаку боже у меня стоит от одних мыслей о бахаре блять на самом деле ох он забивает на самом деле зря эту херню говорю потому что бахарь в отличие от многих настоящий игрок у него есть фотография поэтому нет конечно мне на нее не стоит это я так просто но он реально крут блять это вам не куния какой-то который только сзади в ноги прыгнуть может это бахарь санитюрк бахарь оп 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 бля хотел я видел что он хотел он хотел обыграться чуваком который в подкат упал 73 передачи за тайм ее просто так ну этот дядя подустал кстати у контрера не у него нету цапа а у бахаря бахарь может и на цапе сыграть кстати но хотим ли мы этого я думаю что не знаю меняя могу еда на усу кто еще не очень играет берберия буду менять куния так себе такой вот еще есть тоже белорус блотский хамзу акмана выпустим вместо санитюрка блин знаете кунии плох я все-таки бахаря на цапнике на цапника переведу я хочу маку лаплина увидеть в деле тут я даже не вижу смысла с кем-либо говорить поехали да я еще на бербере заменю на контреру хочу контрера на цапе не очень оценка но я думаю страшно соломатин кого там убил надеюсь это не тот толстый соломатин который за динамо играл кстати замкар тоже играл маклафлин но это сразу видно это не баха ребят это так американец играть не умеет да ну выпустил короче якоря в атаку понятно все контрера так интересно выглядит кстати ну ка мне кажется я тут не прав кое в чем вот так должно быть контрера это чистый столб он таргетман среди какой-то здоровенный хуй похожий на фарлана оказался ой блять неуклюжий пиздец короче бахарь это знак качества он даже вот на на цапе что-то изображает крашеный седой карлик блять но забил но контрера мне не понравилось что он там собирался делать с вратарем растлевать что ли зачем он положил его на жопу потом начал обводить вот бахарь он знает что делать даже вот этот пас я прощаю его за это да но если это вторая команда ну что ты можешь сказать я жалею только об одном то что не сразу так сказать просек фишку столько времени потерял можно было бы с первого сезона это прокручить я правда не знаю почему в поиске появились эти 70 ники может нашли второго скаута нанял я там расширил офис на него второго скаута они как начали появляться потихоньку любой скаут стал прокачался и стал не таким абсосным ну контрера пока не убеждает на самом деле ни в чем я кстати не знаю показывал я вам или нет я еще центрального защитника взял какого-то просто гиганта который похож на властелина но не колец а другого властелина покажу вам потом поймете сразу как а вот он кстати посмотрите на него блять он побежал назад еще с такой скоростью интересно вели реально сможет улучшиться на с крайками беда крайков нет вообще в игре почему-то что фифа менеджере что футбол менеджере блять да что такое бахарь просто все делает для этих ублюдков ладно я так понял что лучше ему самому быть нападающим тут именно такая знаете тренерская тема я типа глазом вижу не по скиллам не по потенциалу не по какой-то табличке а вот просто блять смотрю 3d и вижу что это ебать футбол менеджере такое тоже бывает у меня там люди со 130 потенциала били рекорды пили типа когда ты просто знаешь что человек на самом деле ну хоть он их охуенен в 3d и охуенен по статье но у тебя есть какой-нибудь колумбийц потенциалом 190 а у этого чувака 130 колумбийц забивает пять голов в сезоне чувак там 105 но блять когда ну типа ты все равно начинаешь ставить колумбийца рано или поздно типа с этим тяжело как-то быть ну надо ну бля куда побежал америкос единоличник тупо не уважает партнеров 3 в 1 было вот бахарь смотрите оп пошел на фол хотя понимал что может получить травму а в усу уже получил да ну паштиги тут места нет к сожалению моя видимо игруцкая карьера закончилась едва начавшись пенальти очень смешной и бахарь справа он кстати правша но забивает очень много слева на самом деле может быть он бахар или не знаю но я буду бахарем называть тушим бахает 138 пасов пиздец просто смехотворно ну наверно надо до конца сезона прокручивать уже на квич я думаю что игра не за руинит такую тему уже никак вот хотя я уверен что вы хотите смотреть как бахарь бахает ну что ж под пафосную музыку под которую как будто бы макалей калкин встретил своих родителей мы выиграли повышение в классе минус 408 тысяч долларов деньги куда-то делись помимо всего прочего все игроки которых я взял они же все были 62 63 64 они всех просто в скиллах как мрази потому что у меня нет инфраструктуры на это просто пиздец я не знаю что делать если честно но таков путь ладно буду разбираться готовится к следующему сезону не знаю есть вообще так что ремонт требуется может быть стадион рухнул да так вот есть какие-то варианты за обузить деньги где-то их нахабатить блин я уже жалею тут ко мне приходила межсезонья заблотского давали 600 тысяч я отказал сейчас он стоит 34 они все упали пиздец цене то есть они стоили там по миллиону сейчас 62 тысячи куни стоит то есть ну как бы при том что он по-прежнему с рейтингом 61 какая-то полная идиотия короче происходит но тем не менее чемпионат мы выиграли я уже давно естественно никакой 3d не смотрю бахаре забил там 16 голов 14 матчев ну а в целом как выглядит таблица примерно вот так у нас 70 очков у или пара автоподбора 47 то есть это за 6 туров до конца полнейшая полнейший вынос вот как я в общем то играю и при этом выиграл пока все матчи то есть просто специально сейчас на запись покажу как не выиграть можно по всей видимости давайте что ли хотя нет но зубатыч забил пару раз я выпускал на замену это первая не победа вот я запись включил первая не победа за тысячу лет у нее еще сломался пожалуйста заменим до жестко конечно мы посмотрим чем все это закончится в плане того не разориться ли мой клуб может признает банкротом в fm сколько угодно можно загонять в долги вообще не париться а здесь хозяин здесь мне кажется и за энд могут написать могу себе такое представить не удалось все-таки пройти сезон без поражений проиграли мы в одном из матчей но это произошло просто потому что команда полностью сдулась то есть все шестидесятники стали пятидесятниками и скоро свалятся на 40 и мне кажется что это не тренировочная база и не то что они стали любителями потому что даже на фри люди так не деградирует мне сдается то что здесь просто очень хуёво сделан какой-то скейлинг по уровню чемпионата или что-то такое потому что посмотрите на бахаре он был 62 забивает каждом матче натурально в каждом матче то есть у него там 18 матчей 19 голов и посмотрите на то что стало с его скиллами они просто упали в состояние где у него наверное начальный его потенциал при этом паштига которого было там что-то типа 46 наоборот продолжает расти блять ему не мешают тренировочные условия как и другим помойником из старого состава типа прибавлять в скиллах зато все сильные игроки блять типа усреднились короче говоря но полная хуета я не знаю поняли вы что я имею ввиду но это конечно полный пиздец блять ахинея ебанутейшая абсолютно последний матч у нас и возможно вообще последний матч целью я еще подумаю стоит ли играть я попробую разобраться в том что произошло но или мне в комментах возможно подскажет я конечно понимаю что у меня миллион долг нету тренировочной базы ничего но блять одни игроки растут а другие деграднули до состояния просто не знаю неандертальцев каких-то блять которые меньше впервые увидели и причем падение скиллов выглядит не как вот типа там по единичке уходят а бах и двадцатку сразу как откусила бах и 10 рейтинга как не бывало то есть игрок был 65 хуяк стал 55 то есть абсолютно ненатурально смотрится то есть чё они тогда должны по идее фифа менеджера докатиться до единицы блять в какой-то момент летний дождик идет под мой унылый бомбеж ну в любом случае бах и забивает поэтому мне принципе насрать будем смотреть на матч с зенитом ижевским со вторым зенитом ижевским прошу заметить это дубль бичантаев по флангу подача модель фаверро блин какая красивая фамилия интересная тут тусовка была берберия налево агуэла бахарь ну вот старый добрый бахарь конечно разобрался бы здесь деграднувший не в состоянии кунглау на кунью тот вперед забрасывает но уже нет того блеск конечно который показывал эта команда потому что теперь это просто обычная команда лфл блять с какими-то ну типа начинающими футболистами которому что-то предстоит раскрыться что происходит ну разве бахарь может так что она попасть да нет конечно 10 из 10 положил завязанным очком я уверен все глупости какие-то куни кунглау штрафной у хороший удар был вратарь спас балтиев надеза ну типичный лфл что можно сказать обидно то что мои игроки скатились на этот уровень до стопудово какой-то скейлинг типа блять чтобы я не дай бог лигу чемпионов не выиграл играя в третьем дивизионе но это невозможно технически да нет погодите это возможно например если я попаду в тот дивизион в котором уже участвует кубке россии выиграю кубок через него выиграю у них женщина воротку что стоит или дэвид симон через это дерьмо выиграю соответственно лигу европы и потом оставаясь там в том дивизионе могу в лиге чемпионов поиграть теоретически с этим составом я так поклацало я вполне мог блин в рфпл но до того как он сдулся потусоваться не парись бахарь мне интересно игроки назад расти будут типа они дойдут какого-то попущенном состоянии начнут прокачиваться остальные то блять которые были говном продолжают прокачиваться на ерунда полнейшая ну бахарь это не мешает 20 . положить сезон он красавчик кабаков удивительно даже что в принципе он сейчас один из слабей саби него только зубатка из нападающих команде но тем не менее именно он забивает по-прежнему и при этом играет лучше всех то есть постоянно моменты с его участием ну это легенда просто на самом деле не то что какой-то бик чентаев бакай интересно а метай у них есть блотский барберия на поплотнее бы они еще вступали в отборы потому что прессинг нормально здесь реализовано тот когда они подходят в упор они не отбирают нихера шиш первый тайм закончен давайте наверное зуба ты выпустим на второй тайм ой не туда нажал блин знаете чё хочу и бахри оставить зуба ты че выпустить бербери поменяю просто мне показалось или это не нам показалось ли обузом восстановил действительно всю энергию трудно сказать так-то иран албусу место блотского еще две легенды на поле даже не будут панские массажи устраивать я думаю так нормально последний матч сезона можно в 0 высадить пацанов баха куни блин да но вот с реализацией у нее теперь беда потому что раньше не как раз скиллы за но ударов там и прочего дерьма были на в топе а сейчас в жопе пока и набалти его зря я в ее был с короче только клуб загнал в очко я бы и теми с кем начинал выиграл по чемпионат у меня и тогда уже отрыв очков 5 был спокойно думаю довел в итоге какую-то херню придумал но с другой стороны было весело очень этом 9 1 выиграл например один из матчей то есть как бы пофанился вдоволь но игра не оценила похоже ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй баха не забивает и пенальти уже не в состоянии забить на что будешь делать да это не тот бист которого мы любили мы его любим по-прежнему и надеемся что он возродится как птица феникс но может этого и не произойдет никто не знает бакай как он активен надо действительно было бака ими играть покупать бака заметил вот я его в этом матче надо было сделать предложение приобрести ой красная карточка и баргес наш центральный защитник умеет бить штрафные ни хера себе интересно спокойные 20 я даже не помню ни одной атаки зенита ну вот эту помню баргес смотрите что творит а не только пенальти забил но это он так чисто по приколу я думаю просто но скучный человек никакой так сказать никаких проблем на поле уже много много туров то что такое моментов и все так плохо но тактикой согласитесь помимо так ну давай помимо всего прочего еще и тактика гениальная то есть как бы это видно абсолютно то есть не нужны были абуза составом которые разорили мой клуб еще не известно пустят ли меня на дивизион выше может быть очки снимут или гейм овер так то почему я на это шел потому что когда я скупал этих футболистов они стоили по 600 тысяч и за них реально предлагали эти деньги прям сразу после моей покупки с фри кто-то приходил и давал там пятихаточку я сразу продавать не стал думаю блять продам потом в конце сезона когда буду в долгах и все будет изи они превратились в от стоев блять полнейших которых заново прокачивать надо или хуй его знает чё вообще надо делать гавнюю но это летний дождик чего уж там непонятно откуда бабки брать правда был бы каким-то английским клубом там-то теле права еще какая-то хуйня а здесь не халзан блин 12 тысяч долларов платит блять кем я играть то должен куклин и куклин забил до бахрина армии 7 мог забить в этом матче если был в том состоянии в котором мы его помним а так понапрягал тимофеева и то ладно закончен сезон странный непонятный удивительный сезон в котором было все и ничего в то же время лучшим нападающим стал альда бансея с торпедом аэс и иван бахарь 21 гол но естественно не самого начала играл кутергин кстати 2 по крутости вратарь мне нравится ученку блять у человека есть стиль наконец-то болельщики меня любят и ни в каких растратах не обвиняют хотя в этот раз я как раз таки все растратил как ублюдок полнейший ты как бы спасти рейтинги пацанам вот чем вопрос очки в этом сезоне минус 10 минус 9 минус 8 минус 7 ну то есть вы поняли короче как это работает я так думаю минус 5 минус 2 минус 2 минус 4 и в то же время заходим в какого-нибудь ефремова плюсы сплошные но не сплошные выбор позиции там просел короче непонятно непонятно и загадочно не приседая только люди четыре с половиной звезды уже на гамде правда просели перестал использовать практически хуй забил на них так как как вообще так во первых попробуем еще какой-нибудь кредит взять мне нихуя как вообще все это будет клубные музеями центр молодежной школы вот тренировочные поля наверное вот это дерьмо на 6 процентов меньше травм это полная а вот центр тренировок наверное вот это хуйня отвечает за падение скиллов но непонятно честно сказать хотелось бы деньжат без этого никак но задача выполнена и это главное причем с большим большим запасом наконец-то я выбираюсь из этой лиги давайте помотаем посмотрим что дальше произойдет впервые заканчивая сезон будучи чемпионом иван бахарь забил несколько голов отличный комментарий далее ему единицу рейтинга назад они чё блять прикалываются что божество какое-то не играя честно говоря существенная почти точно угадал с прогнозом короче чтобы вы понимали весь пиздец который сейчас произошел объясняю еще раз кто не понял или не видел до появились в поиске бесты 70 уровней они шли в мой клуб охотно и я думал их продать потом закрыв и долги за зарплату но они просто превратились в дерьмо уровня тех игроков которые у меня были ну лучше чуть-чуть все таки да мои только подтягивались к полтинникам но тем не менее примерно так они и выглядели и есть нюанс просто один небольшой эти игроки теперь которые стоят ну вот сколько они стоили на самом деле блять а сейчас они стоят 50 нахуй тысяч то есть он стоил 938 блять авто стоимость сейчас он стоит 50 я никогда не продав его я бы закрыл вот этих двоих допустим продав я бы сразу закрыл весь долг и в хуй не ду но теперь я не смогу этого сделать блять а это гавнарии обычного среднего уровня которые получают блять по три тысячи зарплаты при том что такие же гавнарии из дубля которых я даже продлять не стал получают блять по ну я не знаю есть тут и фильмов как 1300 баксов получает на все остальные получают по 60 по 70 по 80 долларов и чем не делать я просто не представляю то есть это полнейший тупик огромный минус блять и пиздец куча неликвида игроков ставшим неликвидом возможно я на их был их скиллах втащу следующий чемпионат у меня будет уже минус 10 миллионов и потом у них контракты закончится короче вообще не представляю сейчас делать пытаться их как-то распродать и выгнать и играть пашкигой плюс типа куча дублеров которые за 12 долларов играют но это конечно неплохое решение с одной стороны но с каким образом я тогда хоть что-то смогу показать в принципе не вылететь сразу не не быть попущенным то есть у меня будет рейтинг у команды в районе трех сотен наверное пиздец просто никаких идей честно говоря я бы наскреб наверное на какой-то плюс-минус талантливый состав чтобы болтыхаться в следующей лиге но как игра устроена то есть многие могут сказать ночью ты хотел они пришли в любительский клуб блять у тебя нет тренировочных полей во-первых они играли постоянно футбол пусть и на таком уровне во вторых блять я тестил например что будет если месси закинуть конференцию в английскую такие же по сути ебеня и месси не превращался в додика за нахуе месяц игры то есть полнейшего это нереалистично это тупо ну как то что я в принципе блять набрал такой состав в лфл это хуета какая то то есть ну полнейшая вообще ерунда не знаю что сейчас делать буду сидеть блять разбираться с ситуацией так ну что ж у меня есть только один вариант удержаться на плаву я сейчас отыграл сезон у меня был штраф 6 очков как вы увидите то есть мы бы заняли на место 7 но из-за этого штрафа едва не вылетели назад 0 в плей-офф какой-то могли попасть не знаю в общем справились хотя у нас был слабейший состав лиги минус 6 очков удалось удержаться я играл только на квик резалтах то есть на текстовых резалтах потому что иначе это очень долго мне сейчас нужно исправить ситуацию для этого мне нужно просто промотать сейчас скажу сколько сезонов для этого мне надо промотать еще один тогда все игроки на безумных зарплатах отвалится только вот так у дела останется но я и хотел оставить вам в два раза снизил свои требования если мы сможем всяким отстоем 20 долларов им спастись если с нас опять не снимать или арт очков ну хотя блин спастись мы точно не сможем мы вылетим вниз вообще по-хорошему на цель заново начать я теперь понял ну я не знал тогда что обуз не сработает как бы и что его так задушит игра по тупому короче говоря по сезону сейчас из-за зарплат игроков я трачу за сезон 4 миллиона 629 тысяч это пиздец как только все это закончится мы даже в плюсе наверное сможем быть но у меня еще здесь 4 миллиона уже долг ну короче кручу пока сколько сезонов придется прокрутить как придется спасаться понятия не имею но выхода нет при этом еще и и рушится рушатся инфраструктуры это вообще пиздец какой кошмар ну что же продолжение спасательной операции летний дождик пытаюсь сделать так чтобы команда вышла из этого бесконечного минуса но контракта отваливаются уже в этом сезоне некоторым я переподписал на 100 120 баксов они на 2000 потому что ну они упали в скиллах а гудела на на единственный кто ниже 60 не опустился короче так а потиха да и фатиха я продлил как самых крутых я продлил за копейки только а гудела там больше косаря и все остальное я укреплю говнарями русскими там с рейтингом 55 играющими за 30 баксов но в этом сезоне не хотелось бы вылететь хотелось бы вылететь так сказать в следующем сезоне объясняю почему но в следующем и так и так вылетим сейчас меня минус три миллиона в следующем сезоне я кручусь получаю здесь призовые выхожу из минуса вылетая уже с плюсом отстраиваюсь немножечко привожу все в порядок все финансы короче сейчас выходе вылетать не хотелось бы чудом последнем туре удалось обойти фк сочи совсем тяжелый сезон половина игроков уже ушла где-то там зацепили какие-то очки и в итоге предпоследнее место это плей-офф с питерской командой который жопа какая-то нарисована команда называется ядро уж не знаю что это за ядро такое но вылетать крайне не хотелось бы именно сейчас но мы по составу уже хуже ядра на самом деле я еще не то нажала еще не 3d матч выбрал ну ладно давайте сыграем первый на комментах второй посмотрим если еще шансы какие-то останутся ядро нас сейчас не развалит так ну что ж перерыве давайте попробуем выиграть говорю и нужно мотивировать всю линию атаки теперь энергия так бахаре у нас нападение сейчас на зубатки даже в запасе нет он пара мячей в этом сезоне забил кое-как заковырял что еще можно сделать по заменам придумать в общем-то ничего наверное пожелаем парнем удачи во втором тайме ну или хотя бы оставить шанс на ответный матч опа забили 20 ну можно в 3d сыграть надеюсь что в ответке не случится обосрамся в этом самом 3d как у чемпион пира начинается кому это вообще интересно когда летний дождик может вылететь а может спастись наконец то есть я очень долго сидел все учитывал в финансах доходы расходы уже в этом году мы отбили почти полтора миллиона следующем году будет еще больше мы отобьемся но сейчас у нас будет три с половиной долг мы практически ну очевидно вылетим спасти такой состав ни один гений не сможет но давайте наверное зуба то что поставим вот так все-таки несмотря на плохую форму хотя ладно пусть бахарь играет на второй тайм зуба то что выпустим чума клахлин к сожалению сломался из тех кто мог бы играть он у нас основным был в этом сезоне так боргеса наверно можно вернуть хотя у него мораль плохая впрочем похеру так премия за победу 12 баксов всем дам что что нет новые звездами я из миян мы нам не нужны мне бы я моему сыну уже дочь родилась в этом сэйве людмила людмила паштига моему сыну уже там семь лет по моему скоро сам футболом заниматься начнет я в втором дивизионе тут пытаюсь команду из банкротства вытянуть вообще просто хереш ну чего 3d матч против ядра скажу вам честно эти два сезона я где-то за полтора часа помотал естественно на текстовых поединках может быть результат был бы лучше если бы я в 3d играл но моя команда была одиннадцатая то есть рейтинг около 580 и на десятом месте как раз там помсочи которая вылетела у них было 620 а хуёвый как понятно так с вашего позволения переиграл до победного результата правда 21 давайте на текстовом узнаем судьбу нашего великолепного клуба ну пока судьба вроде как не такая уж и ужасно может быть и выкрубкаемся погнали а уже 20 но все отлично повезло то что ядро какое-то вылезла оттуда потому что если бы это была родина 2 я боюсь у побо мне жестко порвали кстати зуба . передачу воду такой важный момент как вы намерены улучшать свои плохие отношения в сми заблудились вы писак я не знаю почему бы это но меня и так все ненавидят зато фанатам это дерьмо понравилось так ну что ж наших тут нигде не будет уж поверьте мне чудом спаслись и ну ждем окончания контрактов и смотрим как как будет вообще как будет кем играть придется какая прибыль будет в следующем году так футбольная викторина которая способна по прошлой 2 я на третьем вопросе запорол способна спасти нас от финансового дерьма какая из этих команд находится в зоне вылета так ну сочи 2 мы обошли сколько команд вылетает первый дизион в италии 3 какая команда из этих находится в зоне вылета блять но тут только угадать можно кратона ну вряд ли это тарина мне кажется это ну пусть будет кратоном блять это было тарина 500 баксов итак операция под названием не хочу новый сейф наверное и так можно сказать или операция спасения летнего дождика продолжается мы по-прежнему во втором российском дивизионе у нас предпоследнее то есть вот краснодар 2 занявший в прошлом году второе место у него вообще 397 рейтинг но это дубль по идее туда могут ссылать игрок у нас почти слабейший состав хуже в зоне юг только барнаул южный город но не хуже а не сильно лучше я хотел сказать хуже всех остальных значительно потому что все остальные 600 плюс у нас 542 напоминаю что я набрал игроков ну это в одной все части будет наверное поэтому собственно говоря вы еще помните как я набрал игроков за 2000 они деградировали до игроков которые получают 30 баксов и клуб уже два года не может покупать никого я просто мотаю сезон и жду пока выйду из минуса запрет на покупки полнейшие даже говнорей не могу купить за прошлый сезон ушла половина основы в этом сезоне я так понимаю у точнее в этом сезоне ушла вторая половина осталось вам три или четыре игрока те кто остался с прошлых лет согласились продлить контракт они все здесь и ну собственные воспитанники игроки с просмотров то есть полнейшие хламари вообще просто от натуральный от этот сезон уже третий во второй лиге опять бороться но я не знаю я буду вот этот сезон если вдруг выйдет опять не вылететь я буду сейчас прям все в 3d играть потеть пердеть если хоть немного игра мне за это отплатит я буду даже в этот злоебучую в эту динамику команды заходите со всеми разговаривать самая тупая функция раздражающая в игре но тем не менее буду все это делать постараюсь всеми силами спасти и в следующем сезоне у меня опять будет бан на трансферы в начале но по идее в этом году я уйду в минус только на полтора миллиона в следующем в какой блиге я не играл в какой-то момент у меня уже пойдет все в плюс я смогу восстановить базу сколько вообще ремонт стоит ну не очень дорого но наверное тысяч не знаю раз два три 4 5 6 7 8 9 тысяч пятьсот наверное придется потратить 300-500 только на то чтобы хоть что-то было у команды не разрушилась я не знаю что будет из стадион разрушиться например вообще пиздец какой-то уже ну просто не знаю что тысячу раз пожалел что кого-то вообще звал за деньги играть тогда я радовался хохотался тепло объебываем малюток всяких составом и читер ладно расскажу кто остался принцип кем буду играть на один из немногих кто уцелел но не по скиллам естественно тогда он был 64 если мне память не изменяет сейчас он 56 рейтинга 28 лет матья дель фавера бывший вратарь ювентуса он у нас стоит все эти годы ну он согласился продлить контракт за 250 долларов вместо там 4000 которые им платил тогда константин новиков вот так вот человек собственно говоря где-то посмотреть то можно прошлом позапрошлом году даже вот он как бы ну левого защитника он принципе всегда играл потому что у меня там бегал какой-то аргентинец он по сути не терял место в составе он-то как раз подрастает у него уже рейтинг 54 растет наверх не деградирует может даже станет 56 наверное для нашего клуба это предел ну что я могу сказать как я его подписал это был чуть не в первых сезонах да так вот он и пылит 23 года уже по сути наш ветеран айр айр д тоже переподлился за 800 долларов ну просто я же покупать никого не могу я вообще без игроков остался 100 таких не продлял ну что можно сказать скала тоже уже давно перди был где-то 62 сейчас 52 то есть десятку потерял максим новиков максим новиков это вообще наш воспитанник вот рейтинг 48 нынче у него тоже он возвращается в состав давно как бы уже потерял это место как мы видим по 10 матчей играл но в этом году видим будет основным данил и калиханов правых защитников вообще нет по сути соответственно чувак который я купил тысячу лет назад в саранске возвращается в строй он вообще в дубле у меня сидел долгое время ну ну потенциала даже никакого нет других просто не наблюдается мисс гирев ребята 26 лет уже тоже ветеран команды я уж не помню когда подписывал еще двадцать втором году из полимера барнаульского как раз таки ну молодец еще пылит полузащитники здесь удалось продлить за 600 баксов фатиха санитюрка санлитюрка да конечно он сдеградировал до 56 но это все-таки хороший игрок мать и слуя но будет на набивать свой потенциал сейчас до полтинника я думаю за этот сезон игры в основе ну хотя бы до 44 может дорасти купил я вот еще лет назад мне его привели как талантливого агента 96 долларов зарабатывает а гульеда а гудела прошу прощения удалось продлить за 1700 но хоть какой-то игрок с рейтингом 60 должен же быть тоже жесточайше сдеградировал ну 70 матчей 21 гол легенда сезонов где мы спасались хамза акман еще один игрок которого за 700 баксов удалось продлить из тех из старых 69 матч 6 голов воспитник сарая и внимание нападающий перед началом сезона у него был рейтинг 26 его поднял из дубля как единственного нападающего у которого ри пара звезд не белорус тут баба харь никто не маккалахан или как там он не остались все съебались поэтому зарплатой 12 долларов играть будет максим арка что зубатка спросите да опять травма причем где до октября то есть до конца до середины то есть по сути до ноября других нападающих просто нет меня вообще их нет то есть я даже просмотра два любительских устраивал и там даже никого не нашел хоть какого то то есть вот такой вот перец будет играть бегущий в прорыв ночью еще надо только прорыв и остается бежать естественно но я даже боюсь представить короче говоря естественно единственное выступление это в резервы кстати не помню откуда я его высрал то есть на ему сейчас 20 лет три года назад он пришел может может воспитанник ну нашел я в дубле может с просмотра у его знает откуда вообще из запасных то кого можно ответить но по-прежнему у нас гуила вуге тот самый либериц перспективный который вообще не раскрылся мишель колесников опять опять так сказать здесь опять можно сказать в строю это уж точно наш стартовый игрок все эти как-никак не уйдет все пылит все влад фадеев тоже по моему наш воспитник поднял его сейчас из дубля пара замечательных ребят обик макротычан и нарек манукян тоже здесь на месте спортсмены способные всегда прийти на помощь ну и дублеры не знаю вот тики хоту ира это что такое пыль что-то вуд ловут что это за страна ванутуату короче вот этот прекрасный полинезийский 181 сантиметровый гигант это наш запасной вратарь но он воспитник нашего клуба но знаете типа в летнем дождике уважают спортивных ребят из вуд чтобы это не было может быть это вот в ют нам блять состав просто пушка я баху если честно кем играть придется стадион и вся не двигая разрушаются долг будет ну бля я надеюсь все таки не полтора может быть поменьше концу сезона доход сейчас 4 800 вот сколько концу сезона будет расход 4 448 тысяч или это уже на сезон посчитали твои прямая почему все равно зарплаты игроков столько отжимает у нас потому что уже давно я дождался уже больше тысячи только гудела получает то есть нас высокооплачиваемых игроков раз два три четыре пять человек все остальное просто бесплатные листы может еще вот этого поднять все-таки три звезды может будет расти сейчас как бы по сути любой человек вот этого я не буду поднимать только по той простой причине что у него позиция которая мне не нужна так вполне можно было бы его тоже как нападающего поюзать давайте кстати его а ему сколько ему уже 28 кто это вообще откуда она это с просмотра был подписан подписан бровочник слон стоп я вообще кого сейчас смотрел этому 17 лет почему я смотрел этого странного защита правый или существо он тоже может пригодиться на самом деле дырку закрыть на любом из флангов а этого тогда просто будем переучивать тоже переведем в основу то что нападу нападающий хоть еще один хоть какой-то нужен потому что у меня второй посиль нападающий это михаил липин обидчивый любящий бить штрафные полиглот вообще забивал хотя бы за резерв нету даже за резерв ни одного еще не сыграл у меня есть хоть один плюс блять игра головой хотел сказать 174 при этом даже не знаю что делать так а здесь есть хоть какие нибудь форвард и вообще ни одного и кстати не бездарный нападающий 194 вот этот даже еще лучше джентльмен обидчивый джентльмен звучит такой видите как я переключился да еще недавно смотрел каких-то ультра бестов а сейчас уже разглядываю каких-то парашников то есть тупо и думаю как же они будут вот хорошо и башить или не очень давайте их всех дубль наверное пусть и едут в дубль может пригодятся все кто имеет хоть какой-то потенциал потому что ну по сути это единственный сейчас источник игроков это вот вот эта история дублера молодежка других вариантов у меня просто тупо нет мне нравится антон исаев а его на вратаря поставили просто денис бирюков центральный защитник довольно интересный ну-ка давайте мы поставим каких-нибудь цзшников тренировать интроверт любимец пресс командный игрок не знаю вырастет он во что то но тоже давайте короче опять скрепом занимаюсь полнейшим больше не прокачав инфраструктуру я ни одного дорогого игрока не куплю никогда ебал дремал опять вот и дерьмо попадать короче им всем над сейчас будет тренеров раздать буду начинать сезон помаленьку ситуацию я думаю в принципе поняли она почти безвыходная неожиданное включение с первого матча вот сижу покуриваю электроночку наслаждаюсь футбольщик повели в счете блять я уже нд ладзе закончил наше счастье я уж подумал блять а вдруг тактика настолько работает что же этих ламари смогут и башите марков этот бездарный забил я думаю бля неужели я создал что-то нереальное неужели спасемся опять потому что до этого то я играл на instant result там неважно было какой рисунок игры был но из извиняюсь за скорость для тебя тенделадзе это женщина что ли странно как-то выглядит но похоже зигизмунд блять это еще за игроки могли бы красную дать за такое но похоже это все только показалось мне хотя ой-ой-ой этот марков да сорян за скорость я-то привыкший уже как бы к скоростям а юреди у них играет слева посмотрите ну реально там такая фамилия была энделадзе по ногам получил не ну слушайте конечно биолог одна из слабейших команд но в целом есть а это у нас а и риди это в целом блять я через 3d матч вот такую блевотину разводя теоретически можно и не вылететь типа вот этот скучный такой футбольщик при том что я немного затупил в кнопках я там другими вещами занимался хотел игру засейвить но случайно галку зеленую нажал перед сезоном хотел сейв сделать что игра часто крашится и перешел в матч не поменяв состав то есть у меня сейчас не самые готовые физические футболисты на поле находятся так много желтых принципе равная игра плюс-минус так то если бы не энделадзе было бы вообще отлично чувствуется что класса игроков не хватает но тактика по-прежнему рабочие то есть да мы не делаем теперь по 70 пасов за там видите у меня вообще пиздец тут в плане готовности физической надо думать как как быть так калиханова надо поменять на захарова луяна тоже уберем выпустим мишеля хватит тоже совсем устал но не хочется все волду фадееву ставить конечно ну хотя мы теряем хотя может быть так и обе кого цена а замена кончились давайте тогда подумаем так обе к точно надо выпускать угледу нападение луяна однозначно надо убирать калиханова так ребята ну выиграть мне кажется не получится продолжайте в том же духе давайте всех достойных похвалим всех недостойных за а массажист у меня больше нет я решил нанять хуя по маркетингу чтобы он немного хотя бы денег отбивал больше массажей не будет но они и юзлистом слишком мало добавлялась ну давайте смотреть 2 чем тренер внес свои коррективы так мальчиками для битья не выглядим даже какие-то комбинации какие-то закидушечки надо так еще playmaker будет поменять вау агудела бэм девитосик вынимаете бомжи какой футбол блядь я не верил что вообще смогу быть конкурентен серьезно говорю абсолютно мабанза бля какой-то нахуй просто где нету мабанзу нашли там какой-то хищник блядь слушайте интересные даже за педушки какие-то происходят такие санитюр как шел как шел как бежал и чуть не убежал блять искали бы блять последний высокоплачиваемый игрок сейчас бы съебался с поля и пиздец нет напоминает историю у меня знакомый занимался в литовском каком-то клубе который обанкротился короче гудела дубль делает короче обанкротился клуб и у они всех игроков распродали играли своими воспитанниками 15 летими там нет заявки даже в литовском чемпионате они на улицах иногда набирали игроков блять в городе в который приехали если у них не хватало потому что у них даже ну школьников спортшколы иногда мама не отпускала на матч там или еще что там 13 лет не играли не закончили сезон типа с разницы мячей 5 155 или что в этом роде но сезон они должны были по обязательствам со спонсорами доиграть иначе бы не заплатили ездили там на газели блять на матчи там просто пиздец какой-то был и там фишка в чем была то что было у них предыдущем сезоне который был абсолютно нормально даже чуть ли не в еврокубке попали у них были легионеры грузинские и они все уехали на стройку работать блять коттеджи строить все что больше нет замен 4 замены здесь понял короче все настройку уехали и главного тренера отправили блять поговорить с ними чтобы они вернулись хотя бы на одну игру бисмарк забил ебать у этого биолога серьезные ребята зигизмунд бисмарк победили 32 в первом туре ахуеть можно просто я баху и блять я думал ни одной победы не будет в сезоне даже смотрелись неплохо вау что же 3d животворящее делает ну акула агуль агуделла семерку получил насколько же сломанная игра за блять он десятку должен был получить он руках должны были носить да вот я собственно говоря же не об этом вообще я рассказываю о том как тренера отправили за грузинами знаете что произошло тренером устроился на ту же самую стройку он не вернулся блять я приехал горит за грузинами и оказалось что им платят там типа по 100 баксов в неделю блять и я горит в детстве в этом студентом строительный какой-то заканчивал умел клитку пласть плитку класть клип пласть и остался вместе с грузинами настройки блять не вернулся в эту охуенную команду вот это к чему я вообще это рассказал а к тому что не дай бог съебется кто-нибудь блять из этих мразей меня тоже настройка придется отправиться бля энергия конечно вообще манусе пацанов ладно начали с победы охереть можно смотреть вообще никаких проблем больше в клубе нет кроме того что недвижимость разрушается еще из минуса выйдем и снять не будет если что игроков которых мы можем подписать но потому что при попытке подписать кого-нибудь мне пишет то что извините про парни цар идет сейчас подписать мать из ади тура но к сожалению мне пишут извините парня из-за финансовых проблем наложено ограничение кстати победа нам ничего не дает если у нас минус 3 я забыл совсем и обрадовался на самом деле у нас штраф 6 очков опять пиздец вообще просто и так самые слабые ничего не могу понять играем сильнейшей команды на самом деле она нас обыгрывала предыдущие годы там 1517 на чекистский спартак ведем 10 акман забил причем красивый гол после комбинации через центр вот прямое включение специально делаю потому что сам своим глазам не вижу у нас еще две травмы дополнительно но играем просто восхитительно даже не знаю как это вообще возможно но это именно так обидно к сожалению мне надо человека желтую брать придется его оставить бренд чувствую удаление будет через его фланг прям дрочит и дрочит нас так агуделло в нападение тогда выпускаем манукиана мишеля вместо луяна акмана принцип тоже бы по-хорошему заменить блин от четвертая замена не буду наверное но чуваки надо втором тайме еще прибавить тогда получается так всех достойных валим недостойных замотивируем ну так если удастся и здесь выиграть то я не знаю возможно я просто зря мотал предыдущие два сезона там-то состава у меня даже посильнее были может быть в 3d я бы вообще чемпионом стало уже во фанел бы финансовые проблемы решал трудно сказать но это прям впечатляет впечатляет прежде всего футбол который показывает команда этот блядский еще 6 очковый дефицит вот что обидно то есть за него мы только сейчас если вдруг выиграем каким-то чудом мы только на 0 очков выйдем но футбол и еще раз доказывать что в него играют не люди они люди как моя команда то есть просто тупо блять какой паста был охуенный могли один на один вывести слушайте не знаю как это работает эквана вообще великолепной передачи раздает постоянно гудела гуделыч пистит блин на любой позиции это уже заметил хоть он уже и не 65 рейтинга но все равно умеет магет хорош шестьдесят седьмая минута блин не сглазить бы посмотрите на это это барселона ребята это не летний дождик если бы он забил я бы тут вообще обосрался бы наверное так абик блин акман так хорошо смотрится давайте вот так вот сделаем держаться это не пенальти хорош пизда блять отбиваемся уже из последних сил практически жесть же еще происходит блять и а а юсупов сука ну конечно блять кстати манукян своего брата к нам привел в команду там 15-летнего нет нет только не это отбейтесь но судья гандон гнидистый блять сколько он добавил то 100 блять ну чё за говно свисток проглотила лёж что ли блять чмо ты блять на наши атаки свист ну да мы бы их разъебали сейчас 130 пасов нахуй такой помойкой блять молодцы минус 2 очка красавчики над был гулак вам показать нам там принял просто в дальнюю девятку пальнул круто я просто долбоеб блять у меня личный доход я думал отскок я заработал за карьеру но нет это все мои деньги а деньги на что здесь можно тратить то собственно говоря только на какое-то говно типа виртуального санта-фе хендэ или блять на то чтобы никита блять людмила вместе с аленой сходили в ресторан проведу-ка я время с партнером сходи в театр ну ерунда оказывается я могу своему собственном клубу эти деньги закинуть и выйти из минуса мы кстати выиграли первый матч только что 31 вышли из минуса по очкам но у нас уже две победы и один матч мы проигвали видео 31 и там я увидел самый красивый гол в футбол менеджере за все время акман с навеса с фланга вот так вот шел навес вот отсюда через себя забил дальнюю девятку но я его не записал то что не очко сгорело там два удаления было за обычные подкаты мы проебали в итоге 43 сейчас бы было на 3 очка больше охуенно играет в этом сезоне манукян он забивает просто в каждом матче у него 8 матчей 5 голов две голевые передачи просто зверь блять я такому никогда не ожидал благодарность я когда вырастет его брать а стоп так это бы карты чана брат я думаю манукяна я хотел бы подсосать в общем игра идет единственное нападающих нет вообще это тоже сломался и не форме сейчас кстати у меня оказывается сурум спиваков вот этот чувак это просто гигантский жиробас он меня подменял на cz просто с гигантским хвостом такой блять ублюдок это просто угар когда смотришь на него в 3d он в свои ворота уже забил меня классный парень в ну короче катаем мы вроде все даже неплохо есть надежда на то что это команда и наконец я сейчас ну я естественно пожертвую деньги клубу тут даже не может быть никаких сомнений уж думал продать например клуб там или еще что-то придумать но нет я естественно просто блять а где это был то блять было же это где-то лан короче от снова найду это не так просто найти на самом деле видите еще в чем проблема здесь много менюшек и они не очень оптимизированы обыграли кстати на выезде дзержинский химик который шел вторым я вообще ну даже уже позитивно настроен даже на этот сезон не знаю правда укрепляться ли зимой если все будет нормально ну я уж точно не буду крутых игроков покупать только русские трех-двух звездочные игроки с готовы играть за 30 долларов только так вкусно и . так сказать больше ни на что ни в коем случае деньги не потрачу но пока боремся и боремся даже успешно еще и травмированные игроки причем все вылетают очень надолго до 5 ноября акман который только разыгрался только забил охуенные мечи ладно я думаю разберемся по ходу дела пока в общем то ну я даже как негатива не испытывал в 3d вообще отлично смотрится по ходу мне действительно удалось создать норм тактику от чем у меня в фами почти не получалось за все время я две-три рабочие тактики сделал одну правда очень хорошие даже в стиме и опубликовал и все довольны были но в основном полная хуйня какая-то получалась которая ну ни в какое сравнение с абузерскими не идет а здесь прямо из-за того что 3d понятно и да но такой ебнутая как будто это просто там какая древняя фифа но она тебе понятно ты реально если стрелочку рисуешь блять или делаешь даешь задание игроку что-то делать да там грубо отбирать или там забегать он блять это делает ты видишь это своими глазами поэтому увидеть как в целом работает движок и придумать как блять его перехитрить но гораздо легче чем в фами где вообще блять сколько не смотри какие настройки не меняй нихуя не меняется то есть там единственный способ создания блять тактики это без конца тестить блять разные расстановки выбрать самую адекватную которая более-менее и потом блять также дрочить настройки какие просто лучше подойдут ну это никак не будет как-то связано с тем что в самом 3d в общем вот такие дела пока у нас будет еще интересно обязательно покажу так друзья на важнейший матч сезона против команды тем вот этот тот пацан вячеслав гришин меня очень удивил последний матч я выпустил на безысходности он выглядел великолепно но к сожалению мы проебали мы пока оба матча проебали которых вы не видели и так и остались на последнем месте вот сейчас против темпа наверное важнейший матч в первой половине сезона нужно обязательно побеждать и уходить с последнего места не знаю получится нет зубатка поправился но пока конечно еще такой деньги я перегнал взял еще один небольшой кредитик около двадцатки в месяц тридцатки уходит на кредиты оказывается стадионы которые разрушились все три и юношеские резервные основной подремонтировать стоит где-то в сумме тысяч четыреста только на них столько уйдет от конечно полный пиздец начать придумаем ничего не поделать то в общем наверное все готово ну да молодого все-таки за тысячу наверное это можно давать наверно кратич она тогда закинем у тубль в запас точнее чтобы если что поменять не погнали 3d матч ну по рейтингу минус 30 но по факту минус 20 могло бы быть если бы я макарты чана поставил все невозможно победа скажу прям настрою пацанов жесть конечно тяжело идет сначала было как-то даже легко но вот эти минус 6 очков сейчас бы у нас было 7 турнирной таблицы и попроще бы все смотрелось но еще и проебывать начали абсолютно при этом не по игре вот например прошлый матч 0 1 проиграли у нас было на моментов 10 а в итоге новиков центральный за счет свои ворота забежал вообще так плохо играет что я уже начинаю мыс но подумывать о том чтобы ставить вот этого здоровенного похожего на толстую бабу сурума или серийма сайрума блять что это вообще за имя ну ладно а то кого-нибудь из вас зовут сюрюм и вы обидитесь на меня скажите эй брат я сурума так ладно погнали вот этот гришин мы сейчас конечно неудачно сыграл на прошлом матче вышел на замену такую баночку сладенькую положил я даже поверил его потенциал то что он принципе может до конца этого сезона 40 с прокачать все время в начале еще часто пропускаем какая-то несобранность знаю чем связано максимальную самоотдача потребую от пацанов пообещал по 120 баксов каждому если победим это должно их замотивировать агуделла какую-то херню сделал остановился надо бы к включать идти до конца упа упа блин гришин затянул сударом мог бы оправдать свое появление запомним то что засрал к таким игрокам у меня максимально строго все то есть я даю шанс перспективному игроку с маленьким рейтингом значит должен либо оправдывать его либо уступать место более рейтинговому чуваку у меня такой есть запасе можно зубатку на второй тайм выпустить форму набирать тоже как вариант почти полгода он пропустил никаких перков это же я по сути я зубаткой никаких перков негативных на травмы ничего не мог решить совсем плохо но постоянно травмируется просто пиздец весь прошлый сезон вам там мог играть вполне в основе уже потому что мое вот это предательство вот почему моя команда развалится что я предал ее я же знал всех игроков они хорошо играли я набрал каких-то печей просто такого гришин блин от не прошло но финтил хорошо в итоге понабрал хер знает кого выиграл но проиграл как бы в перспективе от этого от этого предательства в прошлом сезоне уже было возвращение зубатки он поправился но блять тут же получил новую травму желтая гудела это не очень радует много удалений в этой игре тут как бы рандомно дают за каждое нарушение желтую иногда иногда и красную могут дать за обычный подкат конечно в сайт ну не понял я сейчас почему за снос мануке она ничего не дали мисс гирев на новикова блин могу дала что-то сильный конечно ладно втором тайминг на более привычной позиции будет играть у нас просто вообще не было никого нападающего поэтому он и изображал форварда все это время так себе заброс но это наш бывший опорник по моему ну или другой похожий на него кто различит этих опорников до 1 time совсем говно наверное одна из самых неудачных игр даже комбинации нет темп смотрится как минимум не хуже педерсен юница но то втором дивизионе уже легионеры конечно играть не имеют права здесь как не отражено по какой-то причине да и какой здравомыслящий легионер поехал бы играть во вторую лигу так пиздец 39 на 76 а что такое то почему так плохо ладно зуба тыч возможно изменит что-то давай просто скажу и за мотивирую всех посмотрим что сейчас будет но конечно главное не проиграть хотя бы может быть я наскребу где-то очки может быть зимой все таки у меня уже не минус на балансе если так и будет то может мне разрешат какой-то момент хоть кого-то там с фри поднять чуть-чуть укрепить состав хотя понятно что это не будут игроки выше полтинника рейтингом то есть пятидесятники пойдут в бой которые за 10 баксов готовы играть спас вратарь сначала подумал перекладина вот зуба . о и ударит на нас 100 метров пиздец долбоёб блять ну ладно он не в форме на как вот как сделал так чтобы он дальше бежал тут есть команда игрокам но она как раз ударить например бля ну что за мразь ну так нужна была эта победа зачем он так со мной за что блять такое-то я уже давно убрал все эти блядские настройки с ударами ладно хоть вернулся это хорошо я думаю наберет форму еще пользу принесет без нападающего совсем тяжко играть пока конечно видно что человек почти год вне футбола был и до этого еще пару лет когда леги играли это очень опасно давайте какую замену что ли сделаем выпустим луяна может место колесникова коликанов совсем устал заменила кубикова втором тайме хорошо играем два сто процентов момента было зуба това но вы сами все видели возня на фланге тоже ни к чему не привела хомич но сбей ты его блять хорош на был сразу что-то что-то охуенное сделал новиков мне очень понравился его марсельская рулетка в аут блять это было более чем достойно блять я хотел удар нажать типа бей все-таки в этой ситуации страховочка санитюрк куликов ой 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 какой блять давайте ну это вряд ли конечно забьют охуительный удар могло там пройти там одной передачи какой-нибудь не хватило нормальной вперед просто протолкнуть мяч на надо было и 30 выход был бы может быть стандарт ох как мануки антоненько сыграл но да все идет либо к поражению после этой атаки либо к ничейки к сожалению надо признать что там даже поострее был наверное в общем и целом если так взять первый второй тем но зуба тачимел два супер момента жалко жалко уже не боюсь гласть как но я даже вставлять от не стал те 31 велосы включил выскал то что победим блять супер гол я это удалил нахуй здесь победили 41 команду форта таганрог хитрик мануке она еще зубатка штук 6 явных моментов не забил вот хочу вам просто показать что такое мануке она здесь кстати зубатка классно пас отдал первый гол то есть это прямо но он он играет как форвард как настоящий форвард на это помойка конечно полная уродливый гол ножницами акван гораздо красивее забил тогда че через себя это новиков с углового видимо почувствовал что скоро сурумова выкинет из состава снова мануке она 5 вырвался откуда-то на чистый мяч из глубины и опять мануке аныч смотрите просто чё творит это это царь ребята наконец-то у меня есть ну реальный царь в команде этой седьмой угол в сезоне команда в такой помойке казалось бы да и 7 голов цап забил я не знаю но это гений что-то разладилось вообще играем вроде в 3d нормально но больше вообще не набираем никаких очков сейчас важнейший матч с волгарию но не знаю что то прям совсем тяжко но понятно что мы не с волгарию борем со стэмпом но хотелось бы уйти с последнего места как ну как уйти уж волгарь блин почти 100 рейтинга то есть каждый их игрок на 10 рейтинга сильнее я стараюсь я реально стараюсь то есть выпрыгиваю штанок почти все матчи мы проиграли в один мяч где-то в самом конце пусть и где-то еще как-то под нас рад ну не получается слишком слабая команда я так никогда не трайхардил это я вам точно могу сказать 6 очков еще сняли суки было бы сейчас ну сколько там 12 уже был попроще ну тип сам виноват но если что то перевод денег на счет мне бы не помог тут дисквалифицируют в конце сезона того в котором у тебя долг на следующие очки снимают и тогда у меня было минус 3 миллиона на счету это спонсоры в начале сезона погасили какую-то часть задолженности ну состав тоже не совсем оптимальные зубатки нет хотя так как он играет в этом сезоне после травмы может и хорошо что его нет например последнем матче это свинья блять рыбья удалилась на 15 минуте прыгнув в середине поля кому-то в ноги сзади сини тюрк на мануке она мануке она же тоже ну вот хорошо хотя бы желтую заработал но тоже как-то уже не забивает давненько пропала его супер форма мяч был сыграно там еще и темп ведет я вижу сверху блять это вообще-то да ёб твою мать вандер верфь да что ж ты будешь делать и пообещал им повышенные премиальные все равно не помогает в атаке какой-то 16-летний бич бегает но просто нету выбора кого ставить я понадеялся может зацепиться как-нибудь блять ну и что они делали лучшего сини тюрк ударил они всегда бьют и наоборот когда надо ударить не бьют манукеан в подкаты стелется так бич понятно убираю бича на второй тайм сам не давай никому бич блять сука ёбаный бич блять чтоб ты в говне горел блять нет стыд блин ну 31 рейтинга это лучший нападающий который сейчас здоров но блять я уж понадеялся заковыряет если момент будет тактика по сути выводит на последний удар как сейчас и было и что же он сделал тварюга ну 16 лет с другой страны мог бы и забить для разнообразия показал бы то что талантливый парень я бы его и дальше ставил но нет нет взял насрал тут вообще не было нарушения блять повесили мне опорника на желтую просто так вандер верфь пацаны да тут конец тут конец можно дальше не смотреть даже не столько может заковыряем один до перерыва с нет то я прям сейчас пойду дальше катать без записи потому что у меня прям ну без честно прям настроение чуть не все пизду настроение прям падает от этого всего я был уверен что это конец прям реально уже что мы вообще никогда больше не победим и мы победили причем с удалением в десятером забил калич тот самый на которую я сгорел в прошлом матче я выпустил уже под конец от отчаяния думаю что анжи сейчас добавят додавит мы победили анжи на выезде анжи идущие вторым вот в следующем же туре после прошлого от соса я уже даже не снимал а просто сижу чилю вкушаю поражение и такая победа боже мой давайте насладимся хайлайтами хотя бы это было великолепно начала игры агуеда как всегда как обычно выкатывает манукеану и и тот в своем стиле нападающего такого берет и забивает потом возня просто возня 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 и вот это вот во втором тайме гол анжи кстати вот эта женщина видите в центре защиты огромная и под самый конец в этот калич обрабатывает мяч и гоняет его как зидан блять финале лиги чемпионов я чуть не крякнул это пиздец вообще просто аху такого никто не ожидал если честно ну понятно что лучший игрок всегда вратарь он вообще идеально стоит в этом сезоне я удивлюсь если не дадут вратаря года потому что он десятки в каждом матче получает ну и рубилова конечно но это нам не особо помогает то есть но мы вышли хотя бы зона вылета вообще если так посмотреть 4 2 8 мы нормально идем мы по этой статистике по всему прибавьте 6 и мы бы в безопасности уж от темпа точно где-то тусовались нет я конечно не согласен с удалением и так парни матч с темпом на выезде у нас 14 очков мы на предпоследнем месте у них 7 они на последнем ничья неплохо неплохой будет результат победа будет означать что мы уже как минимум в стыках можем побороться может быть даже и за большее но не уверен на сто процентов зубатыч удары издали вообще последнее время я очень доволен тем что игроки так быстро и хорошо играют потом я случайно пару раз нажал f9 и увидел как это на самом деле выглядит блять в реальном времени да да вот так не удивляйтесь ну ладно начинная бездарная подача травмирован у нас ведущий центральный защитник по моему один из полузащитников тоже вылетел но примерно адекватный состав и кстати пользуясь случаем я хочу сказать что да да вы предыдущие дохуя часов правильно бомбили когда я просто ставил лучшую позицию для ассистента чтобы он выставлял игроками на нее хамич хамит изменение позиций и какие скиллы нужно качать я нашел я нашел это другая вкладка какой сейв блин зубатка в прошлом матче дубль сделала мы выиграли но сколько же он не забил блять апсайд причем такой мизерный много бьет и много не забивает к сожалению прошлый матч прям вообще пипец там давил давил но выиграли с 1-0 отыгрались не помню уже как звали как называлась команда противника калиханов карточку получает вратарь как-то странно играет так отличный вынос если бы зубатыч бежал не было офсайда наш на своей половине поле он был блять надо было дальше простреливать сразу что же они такого момента так загубили так вы может быть посмеетесь над этой заменой но я бы смеяться не стал это уже умный мальчик любого человека желтой карточки тут менять надо моментально в общем-то выглядим неплохо крест хольт вот это фамилия у человека луян с мечом агуэдла луян наконец-то преодолел барьер в 40 может быть до конца сезона даже 45 апнуть то что я решил теперь его использовать вместо колесникова мишель как всегда он возвращается в клуб затыкает дыры блять периодически раз в пару сезонов где-то рядом сосновый бродит но потом кто-то подрастает и мишель опять отправляется в очко этой жизни но это легенда тоже конечно сурум новая тоже легенда будет я уверен я буду качать до самой победы в лиге чемпионов должен выйти и держать кубок потому что это красавчик это настоящий скандинавский белокурый воин бля куликов мануке да ну как-то совсем это было плохо хамуч нет 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 я уж испугался там кто высокий чувак был блять луяна только что просто уничтожили он убит ну пиздец хотел сказать я но наверное это сказал в итоге тренер соперников ну плохо плохо сейчас совсем плохо играем да но зуб откачет свои моменты не реализовывал интересно могу я прическу поменять отбиваемся но из последних сил какая-то слабая игра честно говоря против более сильных соперников вот у нас примерно одинаково отстойные команды по 550 мы против более-менее равных соперников ну сильных соперников мы лучше смотримся чем против равных ладно давайте луяну уберу все таки так и начну мотивировать ребят что может что-то бродят во втором тайме первый конечно совсем слабо Акман Манукьян Манукьян уже по-моему 11 мячей забил в этом сезоне Зубатка 3 Козел ебучий сколько же он бьет я уж все галки убрал чтобы он не бил блять он все бьет и бьет блять как Кержаков только тот попадал хоть иногда спасает вратарь наверное лучший игрок в этом сезоне наш без него бы вообще ничего не было уже бы давно вылетели но мы еще можем вылететь и с такой игрой против дерьма это прям более чем реалистично я даже не знаю почему мы так плохи то что за убожество где хоть одна атака вот сурум с пиваков был агуелдла блять как же почему его просто не зовут агуера например агуедла блять это невозможно выговорить агуелда еще можно буду звать его елда просто блин вот это наверное правильно агу агу или он агуделла блять агу да он агуделла все ладно легко говорить достаточно агуделла манукеан зубатыч но манукеан догоняет навешивает 66 минута матч плох так давайте убирать так выпускать особо некого давайте зубатыч убил как ни странно агпана оставлю выпущу того калича он в еще одном матче мог забить опять засрал но блять зубатыч вообще нихуя не делаю просто как кал играет уж пусть калич тогда будет вот он калич хухAny хуесе блять агудело калич калич вы видели вы видели чё каличи сотворил вообще вау да вот так вот этого мне это такого не ожидал никто я думаю куликов блять манукян как-то незаметен в этом матче обычно он гораздо активнее бля куликов неплохо блять только не в центре только не в центре вот я специально я короче мне горели надел также фланговые игроки никогда не теряли позицию мне маленькая лошадка объяснял на часе атаки будут через фланги да я специально блять сделал так чтобы они съебывались нахуй с флангов чтобы все атаки соперника шли через фланги все опасные голые моменты приходят в этой гречи с центр поэтому я и сделал блять напорника и нахуй квадрат этот в центре в котором ну блять невозможно пройти который я еще думал два опорника и одного cpn одним сам но это слишком оборонительно было ну блять то о чем я и говорил вот он вартанян блять через центр через фланг хуйня они вешают во вратаря и вешают ну а ну чё ты творишь ты ёпта еще проебите придурки блять кошмар шло все к изи победе взяли зевнули какого-то вартаняна ладно ничья оставляет наш отрыв от зоны вылета всеми очков актуальным так что принципе как мне кажется мы не должны вылететь в этом году на долг уже 290 тысяч из личного кармана уже не покрывается на 7 очков просто себя победили можно было бы и с и синтуками побороться 12 матчей принципе впереди еще плюс 6 это 21 очко кстати было бы ребята знаете что сейчас на вашем экране это третья победа по моему 3 подряд это пиздец я больше никогда не буду заниматься хуйней со скупкой тысяч человек потому что эти люди это лучшие люди команда это слово в котором нету буквы купленные долбоебы понимаете это что-то типа семьи мы в десятером играли с чё 61 минут и забили еще два мяча но самое приятное знаете что сурум забил первый мяч за куб это человек который забьет мяч финале лиги чемпионов посмотрите на пас манукяна блять это же было просто уже он разрезал пространство он разрезал время он разрезал очко противник посмотрите на издевательский штрафной нашего турка он ударил мяч попал в спину вратарю на другом повторе это было лучше видно и отскочил ворота и он так и хотел посмотрите на то какую помойку нам забить мы могли бы на это даже не смотреть и почему-то голосу рума заживал повтором не показали его но это был классический гол высокого центрального защитника подачи с углового он подставляет свою прекрасную волосатую тыкву и вдалбливает мяч вместе с вратарем в ворота а этому киан он просто ну ну во первых он выглядит как типичный армянин в моем понимании во вторых он просто блестяще играет футбол а вот он вот сурум ну это просто вкуснятина ребят итак важнейший матч сезона предпоследний тур против темпа темп на последнем месте помните у него было 7 очков мы начали побеждать было у нас три победы подряд вообще достаточно много побед в этом сезоне но как только у нас пошел победный стрик темп начал побеждать тоже в каждом матче и после удивительно у нас было там типа плюс 7 но 3 победы и ничья у нас было я смотрю стало плюс 5 блять ахуеть я думаю уже обезопасились частном девятом месте на 2 очка опережаем легион и на 5 очков темп если мы сейчас в ничью играем то это уже точно как минимум плей-офф если проигрываем то непонятно можем и вылететь не ну от нас конечно все по-прежнему будет зависит на уже такое ну и соответственно хотелось бы ничейку хотя бы темп немного усилился но не в смысле темп игры а темп усилился и у них теперь 600 рейтинга наши игроки наши игроки тоже подкачались тоже в идеальном сочетании 600 с и что у нас вратарь среднем 34 наш основной сломался но естественно ключевой игрок выбыл ключевым матчем нахуенное начало ну блять я не понимаю почему так я реально не понимаю играем с сильными командами на равных побеждаем и ничейки катая выходим против равных или говна какого-то и вот такое блять просто без шанса кстати знаете самое удивительное в чем я в конце сезона к команду показывать покажу это связано с зубаткой он ужасен отвратительно просто но все-таки ставить нападающего с рейтингом 31 я не могу а прикол ну ладно я уже сказал прикол в том что калич уже пять мячей забил выходя на замену а у зубатки 4 блять он в старте играет калич с рейтингом 31 забил 5 мячей еще несколько голевых отдал пиздец блять этот мудак только срет блять и бесполезно шляется где-то впереди хуесос вонючий блять варь блять ходу ира звучит какое-то название ролла как все плохо в этом матче просто пиздец очень не хватает этой игре каких-то нормальных разговоров с игроками по тип чтобы не так параш который тут есть динамика вот чтобы можно было поддержать покритиковать там постараться покричать блять хоть ну как-то казалось бы что на что-то влияешь то даже после удачного на проигранного матча нельзя игрокам ничего сказать типа блять пацаны вы не виноваты агудела на желтую садится по-хорошему просто такой я всегда сразу меняю игрока но блять за гудела я боюсь мы вообще никак не вывезем как он заебал блять как он заебал бьет и бьет блять бьет и бьет блять бьет и бьет и бьет блять лучше бы я быстро как он создал хуя а ну тут то зачем слева был игрок какая же мразь а просто дерьма кусок ладно он иногда все же забивает типа пихи блин рейтинг то у него реально больше хотя калич играет лучше и даже какую-то связку имеет с нашими цапами постоянно пасует на них в ответочку выпущу калич если так все и будет минут на 60 как обычно может перевернет что-нибудь акман давай давай ну блять хорошо в принципе но будет нет не будет навеса блять как-то заебал ну пиздец этот матч очень важен чуваки но вылететь можно блять если не выиграть ну чё делаете просто пиздец пиздец но других слов просто нет ну то есть прилично я не нахожу почему именно блять в этом матче они играют просто как кончалыги дерьма блять но про этого у ебаная вообще молчу пизда блять и я просто он издевается нахуй невозможно быть настолько у ебком я его еще и выгнать из команды не могу потому что это я блять он самому надоело блять он ни одним дальним ударом не забил сука это даже за удары не считают в статистику и блан блять просто конч сука блять жду пятьдесят пятый меня его нахуй над худшая игра сезона реально даже где мы блять 51 проебывали мы бодрее играли просто пиздец какой-то такое убожество последняя атака перед заменой выпускаем калича блять сурум спиваков так прокачался жестко он начинал помню 32 было когда его из дубля вытащил сейчас у него 45 по моему статка нету пауза в игре она иногда тут вообще никогда не наступает они так могут катать блять до конца матча калич не выйдет нет то вышел наш убежал но я уже вижу что только чудо поможет и пообещал и хорошие премиальные все блять и такая хуевая игра пиздец просто давайте аквана уберем не знаю кого выпустить колесникова монокеан 4 стал быть заметен дайте поменяем флангами что то есть хоть что-то придумать мануке ну короче последнем туре все решится чувствую что ничего хорошего не произойдет игра прям так врубила этот блядский темп они так сосали вообще никаких шансов не было и бац блять просто в охуенно играют не не только в этом матче а просто ну уже с последнего места уходят практически чем делает еще никто искусственно в сайт я смотрю сальный тюрк охуеть на 10 минут осталось даже никакого намека на на то что они оживут не присутствует это реально худшая игра такого чтобы блять вот так я еще не видел в этом сезоне я хз в чем дело просто никаких идей нет блять даже не борется даже не борется я я кроме придурочных ударов зубатки даже ничего вспомнить не могу ни одной комбинации обычно хотя бы пару моментов создают запарывают шок ну я хз я все-таки в камень в огород игры кину потому что ну говна команда которая играет блять лучше любого лидера мы прошлом матче обыграли краснодар 2 который на втором что ли месте шел в этом просто блять дома ничего не смогли сделать абсолютно с этим дерьмом я короче обосрался то был не предпоследний тур вот это предпоследний форт это ганрог дома принимаем братарь хотя бы поправился у меня пять травмированных правда ну плюс минус основной состав защитник там центральный только вылетел один но он и так играл как дерьма кусок так что в принципе ничего критического но уже два очка над зону вылета и в принципе мы можем в нее и в этом туре опуститься посмотрим чего будет эта команда значительно сильнее нас почти на там 80 пунктов может быть хотя бы игра тогда душить не будет даст нам моменты посоздавать манукьян вот-вот-вот-вот-вот блять манукьяныч манукьяныч но он левша справедливости ради обидно так уратарь выходит этот получше чем суринамский карлик блять но все равно стремно иногда выносы ну на самом деле нет не стремно этот вратарь ни разу не насрал он выручал нас вообще в безумных ситуациях он типа лучший игрок сезона на самом деле акман один здесь зубатка направо блять сыграл бы вниз эс фу ах играет за таганрогская форта манукьян в центр зубатыч блять развернулся и назад отдал охуительно с пиваков но извиняюсь я не смеялся над этим гением игры я смеялся над ситуацией блять ну зубатка я сравнялся с каличем хоть по забитым мячам красиво развернулся и попал в конце концов сколько засрал в этом году это просто пиздец вот сравните этот мяч матч с матчем против аутсайдеров просто просто сравните посмотрите какие передачи отдаем жалко тут угловые нормально не настроить я бы хотел чтобы всегда подавали на спивакова вот он кстати вау какие передачи блять жалко иногда такие залетают иногда врата просто стоит как вкопанный нападающий вколачивает мяч буквально с ленточки но не сейчас а губ дэлу да навесил бы раньше тут уж конечно эс фул ах или как его там эс флю ах звучит как заклинание какое-то из гарри поттера Мнукиан, эх, 35-ая минута, но в целом я плюс-минус доволен, хотя мы слишком много даем через центр им играть, ох, 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 блин, через центр слишком много даем играть, это, кстати, был пас, блять, вратарю в руки, но, видимо, те, кто делал эту игру, не знают об этом правили, зубатка, ну, это стандартная хуйня, к сожалению, нет, на практически все настройки там с навесами совсем есть бегунки, где можно, типа, сказать не вешайте, блядь, хотя они все равно вешают. Но вот на удары только галочка бить, блядь. Я ее убрал, естественно. Но Зубаточу все нипочем, ему лишь бы ебнуть, блядь. Ему по фанчику пиздануть по мячику. Ну, а с другой стороны, не в этом... Бля, эсфул, ах. Ну, гол. Не в этом ли смысл футбола бить, блядь. Ну, в добавленное время эсфул, ах, прошел все. Поле. И ничья. Нет, не будет ничьи. Будем переигрывать заново. Ничего не поделаешь. Такова жизнь. Чтобы не было никакой машины на меня, я заново не стал играть этот матч. Зашел в текстовый режим после первого тайма 3-0. Я даже не перезагружался, ничего не делал. 3-2 в итоге победили. Но я считаю, мы могли победить и там. То есть, было 1-1 после первого тайма. Так что, я думаю, что результат справедлив. Игра частенько крашится. Если все время переигрывать в 3D, то просто ебнешься. Тем более, столько говна как бы было. Так что, я доволен. Последний матч против Легиона Динамо. И... между нами 2 очка. То есть, там все и будет решено. решено. Окончательное бесповоротное. Так, Константин Новиков поправился. Куликова сюда и... Так, кто у нас тут? Какие-то кальчи вроде из дубля поднимал. А, я же перезагружался. Точно совсем забыл. Так, иначе все нормально получается. Все так, как должно быть. Команда в охуительном настрое. Давайте мотать. Минус 500 тысяч получилось у нас за сезон. Сейчас я докручу до матча с Динамо. Прямо перед матчем закину свои сбережения еще раз в клуб. Я, как это, был такой знакомый у моей семьи, который в армии работал. И... он, короче, говорил в 90-е. Я, типа, пиздил из армии, короче, домой всякую хуйню. А сейчас, говорит, пизжу из дома в армию, потому что там них ни хуя. Ну, это 2000-е было. Это не сейчас. Сейчас-то армия великолепная, конечно же. Так. Я могу взять денег у клуба. Но... О каких денег речь идет, когда у клуба их нет? Жена там, наверное, вообще супер недовольна. Типа, куда ты бабки уносишь? Уебок, блядь. Образованность 3, терпеливость. Счастливо, как в первый день. Никита. О, он стал настоящим феном. Блин, я могу его как-то отправить в футбольную секцию. Всего через 10 сезонов он уже мог играть за нашу команду. А то Зубатка-то уйдет на пенсию. Где ему смена? Непонятно. Ладно. Мотаем. Динамо-Брянск. Акмана хочет купить за 85 тысяч. Ну, ребят, это мало. За 185, я бы, может, еще подумал. Кстати, за минус... Первый раз меня за минус 700 тысяч, блядь, сняли. 6 очков. Во втором сезоне за минус полтора мульта. Ничего. Нет. Блядь, ну что ты будешь делать сырым с пиваков? Травмировался наш. У него 47, уже он Новикова догнал. Пиздец, он прогрессирует просто. Конечно, понятно, то, что я ему доверяю, и все такое, но это какой-то безумный прогресс. Но он еще и очень хорошо играл. Посмотрите на его форму. 17. 6-7-4 средний рейтинг, 20 матчей. Два гола. Красавчик мой. Снайпер. Самостоятельный. Мне в детстве нравилась всегда книга, как я стал самостоятельным. Это такое аниме-фанфик про телочку, которую чувак хочет трахнуть. Но в итоге они перемазались клеем. 605 на 663. В общем-то, not bet it all. Как тебе тут? Ему показали, что он важен. Давайте. Вот как это делается. Вот эта хуйня она повышает типа моралич. и надо перед каждым матчем этим калом заниматься. При том, что я даже смысла фраз, которые говорю, не до конца понимаю. То есть здесь ну, некоторые всегда дают мораль типа тренировки или а вот некоторых вообще нечего сказать одна хуйня какая-то и они всегда недовольны. Но это в любом случае нужно делать, потому что плюс мораль это плюс мораль, вам не в тапки срать. С собой говорить нельзя, хотя я постоянно это делаю за северси на случай краша. Премия за победу. Ну, блять, если в этом матче выиграем, не вылетаем, поэтому давайте 3000 аж поставим. Мы и так в минусах срать. зато может блять козлы ебучие замотивируются. Фух. Ну, с богом. Сыграем в этой форме. Мы можем победить, скажу. Я не верю в это особо на самом деле. То есть, мне кажется, что мы не можем победить, потому что с командами, которые в таблице рядом с нами, мы вообще никаких очков не взяли. Мы всем им проебали. Два раза, блять, худшей команде. То есть, ну, шансов мало. Но у нас хорошая форма, хороший, в принципе, сезон для нашего уровня. Если бы не снятые в начале 6 очков, я бы уже даже этот матч не играл. Нас устраивает ничейка, кстати. Гиралиму у них такой нападающий. Лука, надеюсь, не мудищев не будет нас трахать. Огромным хуйцом будет. Но там какой-то полный урод, блять, на нападающем, слава богу. Начало стандартное против плохой команды. сразу. Наше место у Параши сразу показано. Повезло, что вот этот Конопин у них. Манукяныч. Бля, я хотел. Вау, это тут. Че у него с энергией? Тук матч начался, у них 100 было. Коноплин, прошу прощения. Но он не тем увлекается. короче, с энергией. Бак какой-то. Да, я всегда на сотне самоотдачи играю. Может, они так побежали в первые пять секунд, что все выдохлись, увидев, какие будут, блядь, премиальные или что произошло-то? Или, блин, из-за того, что у Легиона реклама Бургер Кинг на стадионе, они в него сходили перед матчем. Неудивительно, что у нас такие будут. сальный тур получает желтую. Ну, от этого матча уже ничего не жду получается. Мы его уже въебали. посмотрим, что в перерыве будет. Я даже боюсь открывать вкладку с энергией и проверять еще раз. Да, играем, конечно. Но я вам показывал, как выглядит матч против, блядь, коллективов нам значительно сильнее нашего. И, я думаю, вы уже поняли. такого даже говна в FM нету. Вру, там такое же говно с нехуже. хуй победишь говнище какое-нибудь. Просто в FM ты еще и сильную команду хуй победишь слабый. Там вообще, блядь, компьютер так душит, что охуеешь. Да ёб твою мать, вообще никакой игры нету. Хоть каличу выпускай, блядь. Зубаточ. Ну, что-то дальше-то не побежал, уже оббежал его. Пиздец, дебил, блядь. Хоть на какую-то атаку сподобились на 30-й минуте. Мунокьяныч. Найс. Самый лучший из армян. Не помню, как его зовут, к сожалению. Но это Мунокьян. Имени, не помню, фамилия на экране. Охуенно, блядь. Просто замечательно. Прошкин. Сбили Гиролема. Ну, у нас Пиваков не играет, он бы такого не допустил, конечно. Ничья нас устраивает. Напоминаю. Вау. Вау. Ну, это серьезно задумано было. Акман, налево отдай. В центр. блядь. 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 Манукьян. Обратительная передача. блядь. Блядь. туда двинетесь. А Манукьян еще на... Давайте на Луяна. Манукьяна. На Луяна. В принципе. Как мне представляется это с драма. Тем более он так себе играл. Ну, голевую отдал, конечно. С энергии. Сальный турк проиграл позицию. Ой, блядь. Ой, блядь. Хорошо, что так. Вот когда фланговый игрок убегает не во фланг, а решет и, блядь, проходит одного, а потом второго, то все. Это пизда сразу. Вот бы у меня был такой, который всегда так делает. Типа смещается. Какой бедреный прессинг. Зубаточ. Вау. Ну, чуть было, не было. лука. Иди там в фланг подай, блядь, говно. Молодец. Агулено. Сальный тюрк. Сальный тюрк снова с мячом бежит к своим воротам. Ну, ребята, видимо, очень хотят премиальные, но их-то дают только за победу, а не за то, что не вылетели. Блядь, хороший перевод был. Ну, офсайд, хотя бы поперечный, казалось бы. Ахуен, Мановиков придумал, блядь, один из лучших игроков, между прочим. За ним уже бегают гранды, типа Динамо-Брянска. Сальный тюрк. Хорошо. Уьян. Блядь. Сейчас Колесникову выпущу, если будет так играть. Зубатка хоть и забил, но что-то потихоньку, мне кажется, выход Калича напрашивается немножечко. Акман в штрафной. Давай! Крош! Матья, Слуян, первый гол в карьере, кстати. Еще так вколотил. Угадал я с заменой. Калича пока выпускать не буду. Нет, все-таки нужен Калич, мне кажется, на поле ли не нужен? Непонятно. Ну, бля, нам главное не пропустить два, и все будет замечательно. Да, можно, наверное, уже Калича вкинуть в бой. Странно, Луян уже устал. А, ну, это, наверное, нихуясь, вот этот удар, это, наверное, такая хуйня, такая хуйня бывает, когда тебя по ногам пиздят, у тебя энергия потом восстанавливается. Ну, я его убрал, так, на всякий случай, потому что надо уравновесить, как бы, рейтинг. Я убираю слабого, выпуская сильного, и выпуская слабого, убирая сильного. Ну, у Калича так пять голов и осталось, на самом деле, Зубадыч все-таки семь забил, нет такого позора, как ожидалось. Вообще, прикольно играть во втором дивизионе, тут уже и нормальные стадионы, вот это, например, да. Кажется, что это уже, ну, типа, реально футбол, блядь. Я рад, что я не вылетел, несмотря на то, что, ну, казалось бы, спастись нереально, но я спасся. Третий сезон подряд. Ну, а если в прошлых сезонах у меня еще, хотя бы по рейтингу, была там, сначала пятая с конца команды, потом четвертая с конца, я даже еще раз пожалел, что не играл в 3D, блядь, пусть знает, какого бы мы результаты теми пацанами добились. Если даже эти борются и вывозят. Хорошо. Куликов. Ну и блестящий сейв, который как бы венчает этот сезон, блядь, хотел сказать, сезон нашего охуенного вратаря, и он чуть в свои ворота не закинул, но все, спокойно. Фух, восхитительно. Но это герои, эти ребята просто герои. Не крашься, игра. Пощады. Вот какие мудаки делают отдельные, блядь, экзешники под матч, под, блядь, все остальное, это просто пиздец. Ну что ж, сезон окончен, жмем F9. Блин, 8 недель, это 2 месяца. У него уже 45 рейтинга, был 47 в какой-то момент. Печально. На взлете, так сказать, подбили малютку. Итак, давайте небольшой по составу. Терри я его резко менять не буду, примерно те же самые игроки будут играть всегда. Маттео Дель Фаверо. Он, кстати, когда приходил, был примерно 63, он отыграл все, что потерял. И этот сезон был просто восхитителен на самом деле. У него средний рейтинг 7,86. Константин Новиков очень сильно подрос, то есть 58, был даже 59 в какой-то момент. и не помню, и не помню, кто мы убрали еще на Мордс, каким он был. Но в целом в этом сезоне сыграл хорошо. Оьер 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 Ди не один из немногих легионеров, которые остались, но 28 лет уже и до 60 рейтинга, которые у него было ему как до луны нынче. в целом ничего особенного не показывают. Максим Новиков тренера жалуются, что он ожерел. Короче говоря, это наш игрок с первого сезона. в целом играет даже лучше испанцем. Кирилл Куликов не помню уже откуда он у нас из Волги Ульяновской. Нормальный левый защитник, в общем и целом с неплохой оценкой. Сергей Мизгирев, но этого опорника вы помните. Откуда я убрал тут же из Полимера. В этом сезоне 6.33. Три голевые передачи. Ну, опорник он и есть опорник. Главное, чтобы помогал в защите. Фатих Санитюрк наш плеймейкер. Ну, семь голевых передач, три гола все с пенальти. В целом как бы не особо шикарен, но да и в рейтинге просаживается. Может возраст, хотя ему всего 24. Не знаю. Хамза Акман турецкий плеймейкер трехзвездочный. Ну, очень красивый гол забил в этом сезоне. Вообще 6 голов у него, но он когда на цапе играет забивает в основном. Ну, я доволен. В принципе. Агудрела лидер по большому счету команды. В принципе, 62 рейтинга тоже свой рейтинг понемногу возвращает. 10 плюс 15. Потрясающе. Мунукян сейчас стал хуже играть, но первая половина сезона был просто шикарен абсолютно. на на рэк 14 плюс 6. Я супер доволен. Спасибо Калуге. Всего 16 голов за нас 14 в этом сезоне. Паштика зубатка. Ну, тут я ничего не могу сказать. 19 матча 7 плюс 3. Опять травмировался, играл плохо. Поворотом только пиздил постоянно и все. Так, из тех, кто на замене, кого можно отметить. Данила Калиханов. Откуда я вообще вытащил? Из Саранска. Сыграл 25 матчей в итоге, потому что постоянно кто-то травмирован. Луян супер спрогрессировал, по-моему, с 32 до 42. В этом сезоне 28 матчей, я его на замену постоянно пытаюсь выпускать 2 плюс 1. Надеюсь, будет и дальше расти. У него 4 потенциала, поэтому до полтинника мне кажется, он точно должен дорастать. Так, этот Калич почти не играл, это тоже Колесников. Блядь, все никак не исчезнет этот Дундук, блядь, из нашего клуба. В этом сезоне 29 матчей 2 плюс 1. Ну, что поделать. Мишель на месте. Михаил Липин, или Калич, как я его называю. Он обидчивый, кстати, надеюсь, он не слышит этого. Ну, блядь, 24 матча, 8 голов, 3 передачи. То есть, а, 3 из них за резерв. 14-5 плюс 3, то есть, блядь, Калич забил пятеру. и, конечно же, главный, ну, вот этот еще пару матчей сыграл молодой. 7 матчей, 1 плюс 2, это достойно, я считаю. И, кстати, у меня есть идея тут одна. Может быть, его подкачать в силу удара. Знаете, что я сделаю? вот тут это делается. Ставим форвардно. и силу удара. Владение мячом, дриблинг. И точность удара. Пусть будет так. Ну что, не знаю, как тренировки в итоге сработают, а с учесть, что у меня ассистент тренирует. Ну, короче говоря, посмотрим. Симоническая сборная тура. Мизгирев туда попал и Буян, который 15 минут был на поле. В принципе, из команды, насколько я помню, никто не уходит в этом сезоне. Все остаются. И получается по таблице господи, я обосрался, смотрю, а нас нет нигде. Мы еще и Волгарь обошли, оказывается. 11, 6, 13. То есть, прибавляем еще 6 очков. Мы могли бы быть седьмыми с таким составом, но в итоге меняя восьмое место более чем устроит. по кайфу. Сейчас будет викторина, поэтому я сейчас, знаете, что буду делать? Я сейчас буду смотреть, кто, блядь, где вылетел нахуй. Так, запоминаем. Здесь, скорее всего, Балтика и Алания вылетят. Здесь Хаддерсфилд, Астанвилла и Барнли. Ливерпуль чемпион. Баруси чемпион Берлин Дюссельдорф. Хихоной Барлос Пальмас чемпион. Берона Читадела Специя. Ланс Тулуза Реймс. Блядь, ну во вторых лигах надо еще проверить, кто вышел. Олиган Гентон, Норвич, Ганн Оверкюн, блядь, Лиганес, Ливанте. Я уже все забыл, если честно, Тарина спал. Дижон, Сашон. Так, ну, я не помню сразу, она это Викторина или нет. Просто на Викторине сейчас можем минус отбить. И как бы на нас точно тогда никаких ограничений не наложат. Взлеты и падения. Колесников лучший сезон, 50 рейтинга. Зубатка. Немного неудачлив с травмами, как обычно. Блядь, Сурум, блядь, потерял с 47 уже до 43, хотя это несправедливо абсолютно. Из-за этой травмы, блядь. Лучше бы мы вылетели, но Сурум не травмировался. Краснодар в итоге скинул в дубль всяких говнорей своих и первое место занял, хотя по прогнозам по составу был последним. Так. Жертвуем своему клубу. Интересно, что будет, когда стадион разрушится. Но я не могу его починить, серьезно. то есть, блядь, я ничего не могу починить. У нас еще сезон остался и все разрушится. Не-не-не, ребят, я никого не продаю. моих, это гений, это герои. они заслужили. играть у меня играть у меня не-не-не-не-не, Слушайте, Мнукиану пары голов не хватило, чтобы лучшим бомбардиром стать Здесь нету нашего среди лучших вратарей, сервантос какой-то Ну это просто смех из жопы, блядь, полнейшая чушь В любом драку очевидно, кто был лучшим кипером, вытащить такую помойную команду Получили лицензию достаточно, но вы не сможете покупать игроков на протяжении всего сезона Слушайте, ну такое уже было у меня однажды Блядь, лучше бы они это после выдачи денег спонсоров делали У меня уже такое однажды было и по ходу сезона ограничения сняли Главное, чтобы не сняли очки в этот раз, это самое важное Благодаря этому возможно полегче будет удержаться Так, фанаты, но у нас нет фанатов столько, сколько у Ливерпуля, это очевидно Один зубатка, блядь, не на каникулах Блин, спиваков уже 40, он, наверное, станет опять 28, блядь За два месяца этой травмы, что за блядство, конечно, удивительное Можно было, кстати, наверное, продать Акмана еще пару человек Но нет Описальный турк тоже с нами останется Ну где викторин? Я только ради нее и не врубаю запись Вот, начали деньги заводить, наоборот Фух Ну что ж Да вы, блядь, шутите, что ли? Таких уебишных вопросов никогда не бывало раньше Ну я думаю, Саранск Блядь, СК Хабаровск Я мог сейчас минус отыграть этот Ну это просто пиздец Раньше только про высшие лиги спрашивали Короче, пизду эту викторину, блядь Ебал, копал, блядь, ковырял Ладно Пойду следующим сезоном заниматься Ну что ж Я восстанавливаю режим, поэтому играю нон-стоп Сегодня и сыграл еще один сезон Он был не очень интересный, поэтому я особо и не показывал ничего Разбирался в некоторых нюансах, тонкостях Кое-что Просек, короче говоря Во-первых, я наконец-то понял, как цели тренировок работают Я же там полную херню делал Теперь я понимаю, как это должно быть То есть я ставлю реалистичные цели Вот, например, точность удара он уже добил Я ее перевожу вниз И, ну, ставлю там, допустим, 65 И жду, пока он добьет вот это все И так вот, короче, и буду делать По сезону Я избежал вылета снова Вот такая вот турнирная таблица Четыре очка отрыва от биолога за тур до конца Ну, начало сезона было очень тухлое А середина, наоборот, мы прям там побед пять подряд одержали В общем, я даже не успел в этом сезоне как-то запереживать И очень много качал игроков даже То есть, хоть отрыв вроде как и небольшой Но угрозы вылета, по сути, и не было Давайте я расскажу Перед последним туром о игроках Дельфавера в этом году до 67 в какой-то момент поднимался Сейчас упал Отстоял опять блестяще То есть, даже не знаю, что Что тут сказать 8.30 вейтинг Это даже лучше, чем в прошлом году Константин Новиков До 65 поднимался То есть, это человек-воспитанник Насколько Вот плохо, что в этой игре нельзя посмотреть воспитанников Нельзя посмотреть, кто куда ушел Там и так далее А, нет, я его еще на море покупал, но не воспитанник Ну, просто идеальный игрок, мне кажется Просто растет и растет Сирим Спиваков 55 рейтинга Он уже Аюреди догоняет То есть, ну, продолжает Он после травмы очень сильно упал Но, блин, у него и психологические скиллы постоянно растут Любые То есть, это просто машина Я даже одно время думал его на нападающего переучить Офигенный игрок Но рейтинг у него похуже в этом сезоне Аюреди Ну, так и болтается 55-57 Калиханов Даже до полтинника не дотягивается Но Куликов Почти весь сезон был травмирован Мизгирев Был момент, когда у него было 56, по-моему Сальный Турк Он тоже 58-60 Болтается Акман после травмы восстановился Уже 60 Рейтан Агудела В этом сезоне 13 плюс 8 Опять хороший сезон Ну, в целом ему уже 29 К сожалению, это самый большой минус Этого прекрасного игрока И очевидно, что он так и будет В районе 60 закончить Приходил к нам, по-моему, 67 был У Манукяна еще пару баллов прибавил 57 Но этот сезон, конечно, не такой Как прошлый Но все-таки у этого игрока есть потолок Скажем так Паштика, зубатка Блядь, как он заебал Короче, большую часть сезона Он вообще не играл даже Он 10 голов забил Но... А, вот Наверное, сюда лучше смотреть Не сюда 7 голов в чемпионате он забил Блядь, он так меня заебал Я вам честно скажу Он всю игру портил Большую часть сезона играл не он Я понимаю, что его надо ставить Потому что 3,5 звезды Это я, в конце концов Но, во-первых, у него и рейтинг не растет Он и ломается постоянно Короче, полная трагедия А не игрок Вы знаете, кто нападающего играл В этом сезоне? Нет, не Липин, который там деградирует Во всю Его надо вообще в дубль отправить Нападающего играл Вячеслав Гришин Вот у него 44 рейта Он даже не форвард Но я его туда ставил Потому что, ну, он высокий И этот чувак тоже забил 7 голов Посмотрите на него скиллы Он забил 7 голов И Зубатка забил, блядь, 7 голов Ну, блядь Я просто уже не могу Этот чувак Гришин Он хотя бы принимает нормальное решение Он в пас играет Он не бьет 40 метров Зубатка просто неисправим, блядь Такой урод Это, ну, что-то с чем-то Ну, про остальных нечего сказать Никто особо не спрегрессировал Так, чтобы Ну, это имело смысл Как-то отметить отдельно Да, то есть Неожиданно в дубле Вот этот Михаил Константинов Какой-то нереальный просто Буст у него случился Он был там 30, наверное В начале сезона Причем я его даже не вызывал Там вот на одну игру В дубле вообще никто не растет никогда Но этот вырос Но вообще Сейчас начали расти в дубле Даже он Максим Марков Очень сильно прибавил Уже 38 Две звезды Существует, наверное, я его Перемещу в основную команду Лапина Отправлю туда наоборот Липина точнее С чем я связываю то, что в резерве стало лучше Короче, я почитал советики Очередные Важные И понял то, что Мне не нужны всякие Бичи в персонале Типа там Спортивные директора Маркетологи Я взял двух помощников менеджера Чтобы основные Нормальных Чтобы основные игроки Росли быстрее И тренера резерва 59 это максимум Что я мог взять В плане уровня И сразу начали прибавлять Все игроки Тренера молодежи Нашел крутого тоже Или он был Я уже не помню То есть Ну, как бы тренерский штаб Полностью поменял Так что Трискауты ищут Молодежь Теперь я понял Как это работает Мне тоже объяснили Но Пока никого не нашли К сожалению Да Там 13 игроков Контракты истекают Но они все из резервы И там явно нет Никого перспективного Хотя теперь имеет смысл Даже дубль проверять Потому что Здесь тоже игроки Теперь не просто Деградируют Они даже Ну, растут И можно Кого-то упустить Нихера себе 195 сантиметров Вот этого Азата Байры Его надо было Учить на нападающего Если бы я его тогда видел Он тоже, видимо, очень жестко прибавил Я бы его Подтянул Что-то смешное здесь было Блин, пацаны Хотел Порофлить Порофлить Это Нет Винюниорский По-моему Во, вьетнамский Вьетнамский игрок У меня есть Ему 17 лет Он просто Лысый уже Блядь Видимо Тяжела жизнь В Вьетнаме Жесть Может выпустить Его на последний матч Все равно уже Типа Мы выполнили То, что должны были Спаслись Может быть Подтянуть Лысого Ладно Не буду Херней заниматься Давайте Маркову Выпустим Вместо Зубатки На последний матч На Батаку Я им даже скажу Что я восхищаюсь Его прогрессом За сезон Посмотрим Как он последний матч Проведет Я даже не помню С кем мы там Будем играть И нужно Сейчас Деньжат Будет закинуть На счет В банке Блядь Минус 35 На последней неделе Сейчас Лицензирование Не пройдем Хоть Атмана Продавай Но я не буду Этого делать Сука Давайте Я уже Столько пожертв А у меня У самого Минус 10 тысяч Я столько Уже пожертвовал Это просто Пиздец Так Меня хотят Сборную Стандии Подписать Но мне Это нахер Не сдалось Мне С летним Дождиком Были Разобраться Опять Короче Мне Не дадут Лицензирование Опять Нельзя Будь Игроков Покупать Уже Который Сезон Буду Заниматься Тем же Самым Так Участвуй в школьном Проекте Отправляем туда Зубаточа Пусть участвует Предоставить Игровую площадку Подарить Форму Мичин Денег Нет Но Выдержитесь Счет Не Не привозит Молодых По этому Способу Хотя Мне Обещали Так Блин Максим Марков Неожиданно Так Вырос Конечно Давайте Мы ему Цель Тренировок Закинем Тоже Чтобы Чтобы Мне Хотел Я бы Хотел Точность Удара 55 Сил Удара Хотя 50 Разгон Скорость Рывков И Для Ловкости Баланс Какие Плохие У него Так Давайте Наверное Пожертвуем Разгоном Баланс Ловкость Надо Явно Подправить Хотя Б Хотя Б Полтинник И Сорок Пяточка Хотя Он Баланс Будет Пиздец Долго Качать Я думаю Ну ладно Это и не важно На самом деле Я думаю Что Все будет Нормально Если Его Ставить Сейчас В состав И Если Он Еще Будет Нормально Играть То Он Быстро Подрастет Достаточно Таки Я думаю Что Все Будет Окей Последний Матч Сезона С Держинским Химиком В принципе Мы Даже Побеждали Что Ли У них По-моему В этом Сезоне Не понимаю Как Статистику Читать Так Новик Травмировался Второй Кстати Из дубля Вратарь Еще Неплохо Подрос Какой-то Вот Этот По-моему Так Тренер Липина Сюда Ставит Форма Игрека Очень Высока Этот Травмирован Новые Идеи Товаров В общем Ничего Чем То Здесь Нет Такого Пацаны Выходите Победите Пацаны Там Блядь Играйте Собрано Или Еще Че Ну Как В FM Здесь Какая-то Хуйня Какие-то Кнопки Которые То ли Перевод Вьебаный Какой-то То ли Еще Что-то Но Я Порой Не Понимаю Что Я Нажимаю И Какой У этого Смысл Ну Нажимаю 2028 Кстати На дворе По-моему Получается Блин Шестой Или Седьмой Это Сезон По-моему Седьмой Уже Идет Надо Посмотреть Сколько Моему Ребенку Лет Это Столько Сколько Я Сезонов Отыграл Ну Че Последний Тур По сути Товарищеский Матч Можем Наслаждаться Игрой Я надеюсь Что Ребята Так сказать На запись Покажут Какое-то Что-то Интересное На место Этого Сальный Турк Сразу Получает Желтую Карточку Да Не Вряд ли Они Что-то Покажут Потому что Держинский Химик Типа Слабенькая Команда Блядь Мы Даже Последнему Месту Проебали Мы Отбираем Очки Только У Богатых Как Б Оп Ну Слушайте Макаров Поворот Он пробил Зубатка Тоже Наверное Пробил Но Он Меня Выбесил Этим Макар 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 Хер С ним От него Я все равно Ничего Не ожидаю Там Реально Полсезона Бегал Цап Гришин Который Я Блядь Когда Его ставил У него 28 Был рейтинг То есть Сейчас Он Как Запасной Цап Даже Иногда Выходит У него 44 Я думаю Если Я Весь Сезон Следующий Буду Ну Например Выпускать На замену И он Хотя Чуть Чуть Будет Удачно Играть И качаться У него Даже Полтинник Будет Я думаю Так Что Так А Ну И В идеальном В идеальной Расстановке Если Я выпускаю Всех Сильнейших Рейтинг Команды 630 То есть Она В таком же То есть Почти 80 Пойнтов Вкачали Эти Бесты Крутейшие На всех И Ну Типа Это уже Не так уж и плохо Это уже Даже не самая Уебанская Команда То есть Мы где-то Восьмые Что ли Пасили В чемпионате Сальный тур Какой-то странный Заброс Сделал Я теперь еще И разбираюсь Какие скиллы Важные Для каких позиций Особенно Что лучше Блять Еще хорошо Что не удаление Что лучше Вкачать Так что Будет проще Я уверен На 100% Ну и принцип Я немного понял То есть В этой игре Даже трансферы Не так важны Важно Держать форму И доверие Чтобы было Как бы Футболистам У которых есть Перспектива Блять Как он не забил А И все будет Нормально Но второй Тайм Наверное Зубат Че выпустим Вместо Молодого Молодой Как-то Нет Не убедил За первый Тайм Что он Заслуживает Быть на поле Огудело Да Что-то Совсем Какой-то Вялый Вот блин Тот цапник Мне прям нравился На самом деле На позиции Форварда В 3D Именно Скиллы Там полное Позорище Но Играл он Блять Норм Ничего не придумал Ох Ох Это наш опорник Неожиданно Неожиданно Очень неплохо Сыграл Ну Если учесть Что Химик Не самая сильная Команда То мы еще Неплохо Смотримся То есть Мы Анжи Два раза Даже Три раза Обыграли За сезон Причем Один раз Раз Гуромна То есть Вот против Сильных Команд Вообще Иногда Прям совсем Легко Они Как-то В защите Блять Хуево Играют То есть Ну Раскрываются Там Наши Говнари Просто Переходят Поле Раскатывают В свободные Зоны Забрасывают То есть На контрпрессинге Как он-то Ловит А здесь Блять Ну Давай Забей Отсюда Эх Ну Сальный Турк Ой Да 0-0 После Первого Тайма Ну Сейчас Зубатка Выйдет Покажет Что Такое Кал Что Такое Футбольный Кал Блин А Гришин Травмируем Давайте Тогда Так Ой Не то Вот так Мунакян Чит Это Не очень И Что-то Никто не Отреагировал На мою Мотивацию Погнали Во втором Тайме Я думаю Что-нибудь Позитивное Может Случиться Я меньше Стал этому Луяну Доверять Потому что Он хоть и растет И был у него Полтинник В какой-то Момент Но Ну и он И забил В этом году И пару передач Отдал Но Блять Теперь Когда я знаю Какие скиллы Нужно смотреть Я понял Что он просто Ужасен На самом деле Там Пиздец Он такой Хуевый Во всем Практически Что нужно Полузащитнику И Ему очень Долго Качаться Ну вот Он был с мячом Снова он с мячом И Отвратительная передача Но у него Пасы хуевые И все хуевое Зубатка Блять Как он Заебал Бля Ну за что Этот урод Короче Если бы я создавал Ну да Это гол Если бы я создавал Сейчас Давайте Ускорим Короче Пизду Если бы я создавал Сейчас Заново Менеджера Игрока Я бы Вообще По другому Созвал Я бы ему удар Вообще Не качал Блять Вот для Низшего дивизиона Я бы просто Вообще Не трогал Я бы Скорость Въебал Баланс Ловкость Скорость Пасы Чего угодно Нахуй Удар бы не трогал Потому что Игроки Которые Ну Типа безударные Они лучше Они не занимаются Этой хуйней Бесконечной То есть Тот же Гришин Он Блять Выходил На нормальную Позицию И бил Никогда Не ебашил Просто так У него Еще Перк Командный Игрок Он блять Пасовался Я прям Охуевал Я думал Вау Гений Но под конец Мне как-то уже Стремно Стало Его ставить Потому что Все таки Ну Несколько Матча Он там Матч 5 Не забивал И Я решил Что все таки Нужен форвард И Все таки Надо качать Зубатку Но Блять Он просто Бесполезный Кусок Дерьма Да как Они засирают Ну что За уроды Как вот На запись Включу Против говна Какого-нибудь Вот прям Всегда Одна и та же Картина Вы наверное Удивляетесь Как я спасаюсь Как я обыгрываю Клубы Из верхней Планицы Таблицы Да Спокойно Абсолютно Вот в чем Прикол Ладно Еще один сезон Закончен Пусть и На такой Грустной Ноте Но По статистике Вы сами Видите То есть Это Бред Это Бред FIFA Менеджера И любого Вообще Менеджера Опа Сразу Деньжат Накинули Ну и В общем-то Все С этим сезоном Прикатываемся В следующий Надеюсь Ребята Будут еще Прокачиваться Завершен Очередной Сезон Да Да Вот так И это Наверное Важнейший Пока Сезон Потому что Я Апнул Состав Но я Сделал Это Не как В прошлый Раз То есть Никаких Там Свинских Массовых Затаров Точечное Усиление И переход На новую Тактику Прошлое Работать Перестало Это Прошу прощения За то что Рыгнул Это чем-то Похоже По настройкам Но Я решил Продолжить Так сказать С фланговыми Полузащитниками Потому что Ту тактику Полностью Раскусили Центра Давилова Видимо Если много Сезонов Играть Одной Тактикой Компьютер Как-то Подстраивается Ну вообще Невозможно Было Ну такое Душилово Началось Пиздец Даже если Что-то Удавалось На футбольном Поле То компьютер Как будто Включал Вот знаете Какую-то Такую хуйню Когда твои Игроки Расступаются Вот буквально Они вот прям Отбиться Не могут Пока тебе Гол Не забьют И это Просто Невыносимо Было Я типа Думал Блять Что Может быть Составом Что-то Не то Что Надо Потерпеть Но В конечном Итоге Было Принято Решение То Что Скорее Всего Тактику Менять Надо Я Пробовал Еще Разные Варианты Центра Давилова Соответственно 4 2 2 2 2 Блять Лишних Большинство Навес В руки Вратарю Ничего Не сделаешь Но иногда Все-таки Когда Как бы Звезды Сходятся Они все-таки Смещаются В центр И навешивают Откуда-нибудь Отсюда Это всегда Опасно Ну Короче говоря Потом Увидите Как Это все Работает Но Блин Я Расстроился Даже Несколько От того Что От центра Давилова Пришлось Отказаться Но Даже С сильными Игроками Совершенно Ничего Не получалось Первую половину Сезона Полностью Провалили Шли В зоне Вылета Зимой Сменил Тактику Провел Усиление И Мы Заняли Аж Четвертое Место То есть Если бы не Потери В первой Половине Сезона Как Знать Может Быть И В этом Году Уже Что-то Более Значимое Мы бы Ну До первого Места Все-таки Ну Кстати Не так Много 9 очков Ну Что-то Мы могли Затащить Тем более Мы Самая Забивающая Команда Самая Не пропускающая Команда 5 А Стойте Хуйню Сказал Это Разница Мечей Я думаю Мы 5 Мечей Пропустили Да Мы не Самая Забивающая И Не Самая Не пропускающая Ну Пиздатая Команда Короче Говоря 15 Побед 4 Нищих 11 Поражений В том числе Мы по-моему Трижды Сезон Обграли Анжи В общем Достойное Выступление Было В конце Вы видите Закончили Там Кучи Побед Подряд И Давайте Я вам Расскажу Кто Был Куплен Итак От нас Ушел Наш Итальянский Вратарь Он остался В лиге Играет За другую Команду По-моему Забиолог Пришел Константин Новиков Собственно Говоря Прошу Прощения Артем Ситников Собственно Говоря Вратарь Уровнем Ну Просто Выше С потенциалом И возрастом 21 год И Низкий Вратарь 193 Сантиметра Амбициозный Экстраверт Отличный Кипер То есть С рейтингом 8.03 За сезон Считаю Что Это будущее Клуба Перспективы Даже Наверное Больше 70 Рейтинга Иметь Абсолютно Спокойно Восхитительный Вратарь Очень доволен Этим Приобретением Он из Зенита Нашел его Естественно На бесплатном Трансфере И 1200 Зарплат Это не сильно Больше Чем у Итальянца Было Константин Новиков Из Черноморца По-прежнему Продолжает Прибавлять Уже 62 Рейтинга На левом Фланге Защиты Вот уж Не ожидал Продолжаю Его тренировать То есть Ну На нужные ему Скиллы В общем Потрясающий Игрок Ну Пока Остается Даже Не ищу На его Позицию Никого То есть Те Кто Хорош Я даже Не пытаюсь Заменить Центральный Защитник Оьер Аюреди К сожалению Наш Ветеран 30 лет Уходит Из клуба И в скиллах Провис Не могу Я его Продлить Сыграл Он за меня Целых 121 Игру Но к сожалению Продолжать Не хочет Поэтому Купил я Маркуса Холдера Вот такого Центрального Защитника Из Германии Да 30 лет Но Отличный Позиционный Отбор Прекрасный Защитник Как минимум На сезон Я думаю Его хватит 1400 долларов Защита Могу себе Позволить Денег Хватает Теперь Сурум Спиваков Человек В котором Я не сомневаюсь Три звезды Уже Таланта Не собираюсь Его менять Ни в коем Случа Ни на кого Он будет играть Пока Позволяет Его собственное Желание То есть Пока он хочет Он играет Если придется Скажет Не хочу Тоже Замену Искать ему Не буду Александр Колесников Был куплен Из ФК Долгопрудный Найден Скаутами Был куплен С рейтингом 55 На правый Фланг защиты Здесь у нас Не было Нормального Игрока У нас был Куликов Который на 55 Остановился Этот тоже Пол 55 Но он Сразу начал Расти Уже 60 Также На правый Фланг защиты Я купил Рикарда Ястреба Думал Что возможно Он тоже Как-то Быстренько Подрастет И все Будет Найс Но Он сыграл Вот А не примерно Ну Не одного Уровня Был Ну Фалкон 52 Был А этот 55 Но Колесников Вырос Первым Первая Потеря С переводом В дубль Из тех Кто был Как бы В команде Ну Скажем так Легендой Сергей Мизгирев Очень долго За нас Играл То есть 123 матча Но Уже Видно Что ему Во-первых Подтридцатник Во-вторых Он вообще Не растет То есть Ну Больше 56 Там Я так Не смог Вырастить И Было Принято Решение Искать Опорника И Было Найдено Сразу Два Варианты Это Джимми Уденхаут Вот Такой Вот Игрок Из Спарты Роттертамской Потом Нижний Из Коростов Хороший Опорник Но Был Он 62 Сейчас 58 Деградирует Прямо На глазах И Это Меня Сильно Разочаровывает И Был Приобретен Ему На замену Такой Русский Парень Любимец фанатов Неамбициозный Артем Сысоев У меня Есть Подозрение Что Именно Артем Начнет В основе Следующий Год Потому Что Мне кажется Что он Будет Не деградировать А расти И я Наверное Уже Сейчас Это Сделаю И буду Его Наигрывать Так Как Появились Фланги В расстановке Соответственно Луян Сальный Турк Кто Там Еще В дубль Были Переведены Тоже Некоторые Полузащитники Мишель Колесников Опять В дубль Отправился Не знаю Вернется Он в этот раз Или нет Опять Но В общем И целом Короче Много народу Я скинул В дубль Мне Нужны Теперь Только Два Цапа По этой Расстановке ЦПшников Я не стал делать Потому что Цапы У меня Посильнее И Соответственно Крайки Как я уже сказал Теперь Тактики Есть Поэтому Были Приобретены Адам Монтгомери 57 Рита 26 лет Несобранный Нестабильный И не растет То есть У него Был 57 Так и осталось Как мы видим Ся зарплата В пределах Тысячи долларов Игроков В принципе Не так уж Много куплено Не 20 штук Он Из Карлсруи Пришел Воспитник Селтика Ну Пока Играет Он Может быть Поищу Кого-то Получше Справа И вот Это явная Удача То есть Брал Сфри Не глядя Охуительный Абсолютный Игрок Хулиан Фернандес Из Велес Потом Спартак Нальчик И Тульский Арсенал Я думаю Он еще Много Пользы Нам Принесет Стабильность Низкая Во всем Остальном Прекрасный Футболист И то Что нужно Пока Правда Как-то Не так уж Результативен Посмотрим Что будет Дальше Пару Цапов Составляют Кевин Агуделла Он остается Пока 30 лет Пока еще Не начал Деградировать Наоборот Даже еще Немного Подрос В этом Сезоне 27 игр 8 голов Продолжает Играть И Пока Не собираюсь Менять И Хамза Акман Хамза Акман 24 года Вот он Прям Все сильнее И сильнее Становится Он Прям Очень На мой Взгляд Силен Пока Еще 4 гола Всего Лишь Но Я думаю Что Будет И Больше Паштига Зубатка Нападающий Я купил Нападающего Лео Тремблея Но Он Хоть и Забил Там 4 гола В 13 Матчах И Был У него Рейтинг 61 Но Зубатка В этом Сезоне Ребята Наколотил 26 голов Ну Нельзя Отказываться От Такого Мастера 26 Это Наверное Его Лучший Сезон До 100 Голов Осталось Все 15 Наколотить Ну Молодец Зубатч В этом Году Постарался Но Вообще Конечно Еще раз Повторю Лучше Я Сделал Высоким Лучше Я Все Увы И Ах Но Не Не Получится Звездная Карьера Плюс Мы Слишком Долго Уже Сколько Там 8 Лет Болтаемся На задворках Футбольных Ну Все В принципе Кого Еще Можно Выделить Все Остальных Вы Всех Знаете Гришин До 50 Урастал В этом Сезоне То есть Какой-то Потенциал У него Все-таки Имеется Я Его Сейчас На фланге Переучиваю То есть Он Уже ЛПшником Может Играть Азад Байрыф Этот Чувак Просто Умора До Трансферного Окна Я уже Тестил Фланги И Этот Чувак Играл На флангах То есть На фланге На левом Вот у него Три голевые Передачи Фишка Фишка В том Что Это Просто Пиздец Какой-то Лысый Хуй 195 Сантиметров Скиллы Не смотрите Даже Насрать На скиллы Короче Гигантский Лысый Хуй Блять Просто Бегает Такая Шпала Блять По флангу Это Очень Уморительно В 3D Смотрится Вот Этих Бомжей Хотелось Бы Выделить Ну И В принципе На самом деле Все Манукян К сожалению Теперь На Роль Запасного Хорошо Я К нему Не Относился И Я Надеюсь Что Этим Составом В следующем Сезоне Мы Выйдем В ФНЛ Ну И Надо Отметить Следующее И Наверное Это Тоже Очень Важно Чтобы Были В курсе Событий Кто Интересуется Этой Карьерой Я Апнул Так Как Денег Теперь Дохуище Я Не Иду В Минус Каждый Год Зарабатываю По 5 Трачу По До 3100 Человек А то У нас Стадион Блядь Был Тысячу Меньше Чем У Резерва Я Сделал Офис 5 уровня Теперь У меня 6 Скаутов Центр Тренировок Третьего Уровня Тренировочные Поля Второго И Я Нанял Реально Всех Не Не 6 5 Скаутов 5 Скаутов И Они Все Разведка Молодых Игроков И Я Постоянно Финансирую Когда можно Зафинансировать Какой-то Районный Турнир И Они Должны Вот сюда Как мне Объяснили Закидывать Бестов 4-5 Звездочных За весь Сезон Ни одного Не нашли И даже Агенты Ни одного Не привели Я не знаю Мне уже кажется Что я что-то Неправильно Понял То есть Какая-то Хуета Но Буду ждать Что делать Ничего Не остается Ждем Надеемся Верим Что кого-то Приведут Ну а Еще ждем И надеемся И верим Что наконец-то Это Следующий год Будет последний Вот в этой лиге Мы отправимся Наконец-таки В лучшую лигу Мира И Агуделла Еще тоже Успеет В ней поиграть А так В общем-то Состав Ну Я считаю Достаточно Перспективный И Ну Посмотрим Также в дубле Давайте Чекнем Появились ли Какие-нибудь Писты Да нет Ничего Особенного Единственное Наверное Максим Новиков В дубле Как ни странно Даже лучше себя чувствует Чем в основе У него рейтинг 46 падал Там опять 53 стал Мишель Колесников На самом деле Игроки Не самые плохие Я думаю Я их верну В основу Так сказать Типа более у меня Уйдет Аюреди Вот А так Куликова Немного Тоже Жалко Но в целом Я не вижу Перспектив У него Вернуться На ПЗ Потому что Ну Видно Что это Игрок Который Играл Выше Своих Способностей То есть 55 рейтинга Вот интересно Еще Амар Хиллац Я его Нашел На просмотре И мне кажется Что он Не фулл бомж То есть Какие-то Перспективы Имеются Он прям Подрастает Постоянно Давайте я его Тоже на будущий Сезон Подниму В основу А из основы Тогда Наверное Тоже Надо будет Кого-то убрать Например Дмитрий Антонов Тут я Даже не знаю Что он делает В этой самой основе Так А Юреди Уходит Луян Вот Блин Не знаю Что с ним делал Переушиваю На ЦАП Так я все Надеялся Его как-то Раскрыть Но у него Конечно Скиллы Прям Посредственные Посредственные Непонятно Сможет ли он Какой-то Достойный Результат Показывать Ну ладно Ждем Следующего Сезона Ну что ж Третий Тур Всего лишь Но давайте Посмотрим Как оно будет Я к сожалению Уже один матч Проиграл Абсолютно Бредовый матч Просто ну Игра иногда Подгоняет Под результат То что происходит На поле Это прям очевидно Потому что мы Трижды вели в счете Но каждый раз Забивая Просто игроки Просто Раступались Перед соперником И в итоге Все это Закончилось 4-3 Сейчас будем Играть с Волгарио То есть Самым наверное Сильным клубом По составу Соответственно Только что был Кубок С которого я Саботировал Сыграл дублем Вылетел Поэтому команда Идеально готова По морали Не очень Я сейчас не могу Поговорить с игроками К сожалению Соответственно И Огудело Увы И ах Травмирован Еще меня бесит Вот эта херня То что Если много раз Приходит Вот блять 4 предложения О трансфере было И кого-то хера Игрок автоматически Выставляется На трансфер Блять Хотя я Вообще Не планировал Продавать А не для продажи Можно только Трех игроков Защитить Это что блять Хоккей какой-то Вон теперь Блять В плохом настроении Ну охуительно Они придумали Конечно Мне очень нравится Ты блин Порой просто удивляешься Что за люди Это все Программировали Даже Мысль Есть Зубатку поставить С первых минут С нормальной моралью Но я все же Верю В этого Пацана Йенс Беллиджин Вот такой вот Чувак Он Трудоголик Командный игрок Амбициозный Любимец Пресса То есть должен Хорошо развиваться Но вот он На минус мораль Подсел Сейчас Также Из тех Кого я приобрел Вот такого вот Мигеля Карвали взял Он сейчас В основе играет Потому что Агуделло Травмирован А так В принципе Для глубины Состава И на левый фланг Монгомери Все-таки Меня не устраивал Я Нашел Такого игрока Но он На самом деле Правофланговый Но слева Может сыграть Альберто Бриньолли Тоже Начинает Глаз Дергаться От моментов Которые Нападающие Запарывают От Вот этих Моментов Когда вся Защита Просто Рассыпается Рассыпается Им Не хочется Дефаться И Причем Иногда Противник Забить Не может И эти Поддавки Продолжаются К примеру Нападающие Мажут Или Типа Какие-то Телькашеты Нелепые Происходят То есть Скрипты Сбоят Командующая Должна Забить Но Скрипты Сбоят И Тебя Так могут Ебать 20 минут Ты можешь Бегунки Двигать Тактики Менять Я уже Проверял Это Никак Не влияет Ничего Невозможно То есть Изменить Тебя Просто Будут Ебать Ебать Пока Не забьют Но Обычно Это Быстро Происходит Справедливости Ради Ну что ж Поехали Акман Накарвали Снова Акман Фернандес На фланге Колесников Ну и Теряем Мяч И Начинается Но Пока Вроде Все нормально Дик Холдер Колесников Как-то Не знаю В 3D Зачастую Неубедительно Выглядит Бриньоли Неплохой Заброс Был Но Билли Джин Не смог Обработать К сожалению Фернандес Пропускает По флангу Футболиста Гамза Буду его Называть Этого Акмана Неплохо Сыграл На Билли Джин И заброс Но доборолся Там в подкате Как-нибудь Занес Был Савелев Один На фланге Вау Куда мяч Улетел В космос Блять Ну и опять Колесников Вообще Непонятный Игрок Вроде Растет В скиллах Но на поле Его просто Возят Блять Как ничтожество Не первый матч Уже замечаю Даже Куликов Лучше играл Билли Джин Неплохой Пас На Сысоева Акван Блять Один Абсолютно Был Что тебе Мешало Боже Мой Из штрафного Тоже Не забили Блин Вот с такого Я просто Уже Не знаю Там их двое Даже стояло Он что угодно Мог сделать Бриньоли При том Что в общем-то По началу сезона Это один из лучших Наших игроков Это Вратарю в руки Скорее всего Нет Кстати Да Фернандес Почему не ударил Сурум Блять Ему отдал Идеально Почти Ну и все Колесников Опять где-то В жопе Ну хоть Подстраховал Фернандес Бежит Опасно Билли Джина В недодаче Билли Джину Пришлось Вниз Вернуться Мигель Карвали Акман Билли Джин Да Еб твою Чет он Совсем Хуев Сегодня Из-за морали Что ли Вандервев Ой Блять Этот Вандервев Меня уже Просто Загибал Вот есть Три-четыре Игрока Челханаглу Кузен Блять Того самого Который играет За биолог Вот этот Вот Вандервев Еще Хамуч Блять Не помню В каком он клубе Они постоянно Мне мозги Выносят Блять Спиздить Что ли У этого Вандервев А Бриньоли Блин Береджин Четы Ладно Зубатку На второй тайм Выпущу Я заметил Что замена В перерыве Снимает Очень много Моралин Так что Второй Тайм Тоже Он начнет Потом Сразу Поменяю Моментов Уже было На 5-6 Голов Но Толку От этого Никакого Новиков На Сысоева Тот в центр Корвали Плохо Плохо Корвали Сегодня смотрится Думаю Может Манукяна Выпустить А это Вандервев Великий Ужасный Удар Чудом Не забивает Потому что У нас Хороший Ураторис Сысоев Да Победы Здесь Пока И не пахнет Колесников На фланге Че делает Вообще Че Блядь Мразотный Поц Подача Туда Подбор За нашими И Белиджин Ну наконец Третий Гол Уже В сезоне Я уж Думал Опять Насрет В кувшин Корвали Еще Одну Желтую Вынудил Получить Корвали Блядь Я хотел Сказать Гол А он В хуйню За которую Сетка Крепится Попал На Манукяна Наверное Выпущу Изубатку На второй Сейчас Минут Пять Покатают Хотя бы Сразу Волгарь Не забивает Вот это Вот Давилова Не начинается Скриптовая Или Начинается Нет Пока нормально Сурум На Сысоева Сурум Это видимо Какое-то Азербайджанское Имя у него Второе Гражданство Азербайджанское Он вообще Не похож На Азербайджанца По-моему Кстати В спорную Вызывали Что-то Я помню Какую-то Новость Мигель Корвали Сысоев Корвали Так Ну все Давайте Наверное Пора Зуба И Блин Гришна Опять Полтинник Так-то Может На правый Его кинуть Место Франанса Тогда уже Просадка По рейтингу Будет Нехилая Слишком Бриньоли Блять Что за Обработка Что-то Бриньоли Сегодня Очень плохо Играет Ну не Айзата Ставит Только Если Вас Посмешить То По-моему Даже Запас Нет Я Этого Ну вот Айзата Прозвал Пысый Потому что Он такой Большой Лысый Как Ни Я вам Покажу Вот Он Сейчас В кубке Играл У меня Целый Матч В основе Я чисто По приколу Ставлю Потому что Мне нравится Как он Выглядит Фернандес На фланге Что-то Борется Ковыряется Блять Поддача Бездарная Как обычно Но Сурум В порядке Сурум Великий Защитник Он Как Саба Сазонов В реальности То есть Это Будущий Обладатель Золотого Меча Здесь Тоже Подчищает Колесников В порядке Подача У нас Там Неожиданно Вдруг 45 Рейтинга Стал Помните Какой-то Непонятный Братарь С Камбоджи Он Теперь Запасной Я его Выставил В прошлом матче На кубок Он там Такую Хуйню Творил Мяч Ронял Блять После Каждой Подачи Василиев Вперед Заброс На Сука Ебучего Вандер Вефа Мяу Блять У них есть Игрок Которого Зовут Мяу Блять Африканцы Умеют Убирать Именно Новиков Неплохо Бриньоли А че Не побежал Монокен Назад Холдер Монокен Ёпта Какой Какой Заброс Ну Вапсайт Мандер Веф Сукин Сын Так Хамза Совсем Устал Больше Всех Устал Наверное Дайте Сысо Поменяю Андерху Выпущу Просто Чтобы Освежить Так Сказать Вот Эту Опорную Зону Потому Что Очевидно Отбиваться Сейчас Мяус Был С мячом Зубатка Зубатыч Еще Способен На подстраховочке Там Заменки Забить Я даже Не удивлюсь Если он В общем-то Лучше Белиджина Сыграл бы Этот сезон Если бы был Основным Но он так Меня заебал Честное слово У меня уже сил нет Прошлый сезон Хоть и был хороший Но мои нервы Уже лопнули Давным-давно От действий Зубатыча На поле К тому же Я уже не верю Что он раскроется Даже на Свои Три с половиной Звезды потенциала Или Сколько у него там Четыре С половиной Манукьян Зубатка Бриньоли Новиков Бриньоли Ну тяните Все правильно Не надо Вперед Блять Отдал Вперед Опсайд Подбора Нет Вынеси Травму Получает Наш игрок Эть 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 И назад 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 Развернись Назад Отдай Ну или так Кстати каждый раз Когда какой-нибудь Пиздил его по ногам Происходит Но после него Тут же замена Желтый не бывает Такой вот баг Так что в конце матча Когда многие Делают замены Можно безнаказанно Красивый пас Кстати От Акмана Ну можно безнаказанно Вхалить на желтую Игрокам 1-0 Мы победили Волгарь Ну продолжаем Продолжаем Бороться Осталось Только Вандервьев 92 Точность Удара 25 лет Вы меня Извините Товарищ Вандервьев Но вы будете Куплены Я даже Не знал Что у соперников Все так Хорошо Сейчас я Блять Любые деньги За него Одам У меня есть Еще я тут Строю Все Стадионы Блять Но я хочу Вандервьев Блять Был нападающий Короче Александр Крымчанин Украинский Я хотел его Купить ради Фамилии Но не смог Не хотят Продавать А я могу Как-то Ладно Пусть он В моем Списке Будет Тогда Я тогда Бахаре Куплю Бахарь Не закончил Карьеру Иван Бахарь 31 год Опустился До 47 Но Мы все Знаем Что это В любом Случае Великий Великий Человек Он так Нигде Не поиграл После Нас Может Вернуть Реально Бахаре Да ладно Не буду Ну Блять Мандер Бефарь Это Конечно Просто Бандер Какого-то Смерт Нового День Рождения Да Вы еще Смеетесь Конечно Я С женой Лучше Побуду Я даже Не знаю Кто Это Так Корвалия Надень Новиков На 6 Честно Говоря У меня Очко Горит От Этой Игры Я Просто Уже Не могу Когда Играешь С говном Когда Твои Футболисты Постоянно Расступаются В межсезонье Мораль Просаживается Ни Става Ни Сего У меня Кстати Опять Проблемы С деньгами Начались Я Особо Если Никого Не докупал Тот Состав Который Я Показывал Он И Сейчас Будет Единственное Зубатка Будет В атаке Потому Что Билли Джина Я Продал Чтобы Немного Денежек Хотя Бо Отбить Вместо Него Взял Вот Эту Вот Норвежца Но Он Оказался С ФД А не ФРВ Я Этого Не Заметил На ФРВ Он 52 В целом Скилл Типа У него Была Точность Удара 75 74 Точнее Уже Минус 5 Короче Начинает Затухать Не Играет Роговая Кератома У нашего Основного Братаря Пришлось Взять Какого-то Перечья Ну Короче Сейчас Матч С Нальчиком Он По сути Определяющий В борьбе За Чемпионство Ну Или Хотя Б Типа Сможем Лима Удержаться В этой Борьбе Если Мы Сейчас Побеждаем То Ну Типа Мы Хотя Бо Цепляемся Хотя У них Матч Запасен С Нет Я уверен Что Нальчик Выиграет Очень Плохо Играем Очень Много Теряем Очков Скалом То есть Все Пять Поражений Это Все Нижняя Часть Таблицы Самые Отстойные Клубы Ну Ничего Не могу Сделать Вот Реально Блять Если Игра Хочет Чтоб Ты Пропустил Чтоб Ты Не Выиграл Хоть Разбейся В лепешку Твои Игроки Просто Встают На Месте Стоят Им Похую Бывает Такое Что Происходит Чудо Игра Прям Гасит Тебя Гасит Но Какой Это Вынос И Один На Один Убегает Нападающий У меня Такое Было И Игроки Просто Встанут И Даже Не будут Пытаться Либо Команда Которая На 80 Пунктов Слабее Она Начинает Такое Давилово Блять По всему Поле Что Твои Только На Отбой Играет Это Первый Признак Того Что Скоро Будет Гол У меня Сменился Спонсор Как видите YouTube ТВ Ушел Теперь Лигуставок Рекламируем Но Если честно Не верю Что Мы Сейчас Сможем Что С Нальчиком Сделать Потому Что И Тактика Опять Перестает Работать Ну Все Ясно Короче С самого Начало Ебалово Как Начинается В жопу Нас Тактика Перестает Работать Это Уже Видно Потому Что Если Раньше Они Резали Углы И Подавали В штрафную Это Терри Начинаются Дебильные Навесы Откуда Ни Попаде О Красная Ну Это Вообще Хуйня Забейте И Гол Это Не важно Бриньоли Забил Своей Лысой Башкой Это Хуйня Красная Карточка В этой игре Чушь Тот Кто Получил Красную Становится В три Раз Сильнее Я вам Серьезно Говорю То есть Кто Думает Что Тут Раскатки Начнутся Вот Два Удаления Да Там Уже Бывают Дыры А Сейчас Они Как Играли Так И будут Играть Не Лучше Начнут То есть Как Вот Фернандес Зубатка Класс Ну Зубатка Если что Выходя На замены Вместо Белиджина Только На замены То есть Он Ни разу Почти В старте Не играл Он Забил 15 Мечей В том числе Покер В одном Матч То есть Ну Типа Держать Его На замене Белиджин Ничем Не лучше По скиллам Ну Как Бо Я решил Что Раз Деньги Дают За Белиджином Чтобы Не Обанкротиться Но Мы Все Обанкротимся Опять В этом Сезоне К сожалению Не Подрасчитал Я Немного Там Я Не Заметил Что На Увеличение Стадиона Оказывается Тоже Кредит Был Взят Лишнее Здание Построил В этом Сезоне Не Надо Было Но Тогда Все Нормально Было Плюс Я Вслепую Брал Вот Именно На Этот Матч Это Практически Два Матча Вот Этот И с Ростовом Будет Стоять Этот Переч Я Вслепую Брал Трех Вратарей И Двух Выгнал Уже Чтобы Не платить Им Зарплату Это Тоже Минус Пошло Потому Что За Расторжение Контракта Который Я Нагом Подписывал Пришлось Отстегнуть Немного Сурум Забрасывает Вперед Зубатыч Крутит Марсельскую Рулетку Бьет Как Обычно Я Сейчас Стараюсь Точность Ударов Качать Посмотрим Может Начнет Бить Нормально Ну Рента Вот этот Блять Тоже Заебыш Такой Это Пиздец В каждом Матче С этим Нальчиком Это Рента Забивает Блять Хотя Такая Фамилия Казалось Б Когда он Водит Машину Он Становится Рента Драйвером Блять Так Плохо Ну Против Десятерых Я Уже Знаю Что Против Десятерых Не Работает Как Б Преимущество Это Никакого Не дает Но Все Равно Хочется Хочется Чтобы Не так Плохо Играли Андерхуд Акман Отвратительно Но Вообще Не работает Больше Тактика Но Менять Ее Прям Перед Ключевым Матчем Я Не Стал Что То Новое Рисовать Хотя Уже Приходит Время Скоро Надо Будет Опа Андерхуд Отлично Но Даже Если Мы Выиграем Сегодня Дальше Ротор На сломанном Стадионе На выезде Кто играл С этим Патчем Те знают Что у ротора Стадион Отбрасывает Гигантскую Тень Черную Там Там Нихуя Не Видно Бегают Как По Не Знаю Как Это Назвать По Темной Зоне Какой Это Такой Зубатч Решил Что Прессинговать Это Не Для Него А Гуделла Зубатч Андерхуд Андерхуд Разошел Сысоев Выкинул С Состава Начинал Сезон Сысоев У них Обоих Был 55 Рейтинг Но Андерхуд Как-то Это Начал Хуячить Прям Как Не В Семья Так Ну что Давайте Поговорим Помотивируем Там Малютка Во втором Тайме Начну Замень Замены Делать Пока Еще Рано Купил Еще Одного Крайка 2.1 Для Веселья Так Сказать Но Не Получилось К сожалению Подписать Он Куда Ушел То В Квант То В Россию Тоже Перешел Может Еще Встретимся С ним Акман Фернандес Подача Неудачная Ладно Давайте Пора Делать Замены Вот Я подписал Зато Оля Полмана Очень Тоже С ним Был На Фри Очень Неплохой По Скиллам ЛП Но Не По Игре Так Пока Так Потом Выпустим Опять Все Игроки Блядь Вот это Межсезонье Ебучая Блядь Ненавижу Я И товарники Сделал И сборы Нахуй Все равно Все Проседают В скиллах Мы уже Разогнались В топом Сочетании 690 Был рейтинг У команды А сейчас 650 Еле-еле Ну все Забейте Короче Хуй Блядь Игра Просто Душит И душит Блядь Душит И душит Нальчик Атакует Десятером Как будто Их Блядь 12 Ну Зубатыч Давайте Чуваки Прострел Сразу Бы Ну Что За Говно Забивай Оффсайд Не засчитали Гол Акман Бриньоли Хуево Андерхуд Опять Оффсайд Не верю я В победу В этом матче Честно говоря 2-1 В десятером Но колесников Как обычно И чудом Мяч не закатывается В ворота Перечью Ловит Какая полная Идиотия Происходит Зубатыч Налево Полным Просто пиздец Какую чушь делает Выходит Зубатыч 1-1 Должен был выходить Но решил ударить С 40 метров В своем Ебучем стиле Дебильном Блять Снова Зубатыч Бежит 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 Блять Убьет Такова его жизнь Полман Прошу прощения Похиман Его зовут Ладно Не важно Как его зовут Какая разница Блять Выпустить этого Что Да не Давайте Махну Наверное Атакующих Освежил полностью Атаку Чтобы цеплялись Хотя Не знаю Отвратительно Просто Блять Хорошо Что здесь Обсайд Каким-то Хуем 18 минут Осталось Играть Жалко Жалко Что тут Всего Три Замены Насколько Я знаю Реально Во втором дивизионе Хоть 600 Замен Делай Всем Поебать Сурум Хорошо На опережении Но Подбора Никакого Никто Даже Не пытается На самом деле Зацепиться За мяч Зуба Пахиман Еще Одна Желтая Ну Это будет Навес В артарю Как бы Хуевый Тут Ничего Не Сделаешь Ну И Пропускаем Что Нет Снимают Защитники Зачем Вот Этот Вынос Блять Вот Зачем Блять Вот Что Ты Делаешь Зачем Блять Они Хуячит Этот Мяч Просто Выбрасывая Его Блять Нальчик Вот Зачем Блять Удивительно Что Это Не Гол И Я Не Понимаю Ну Просто Вот Нахуя Ну Блять Разыграй Ёпта Блять Не Пизди Мяч Хуй Знает Куда Почему Он Не Побежал Один На Один Я Не Понимаю Блять Почему Вау Блять В пользу Нальчика Не Бей Вперед Прошу Блять Блять Что Они Блять Это Просто Неуносимо Нахуй Я Я Серьезно Ну Блять Чуваки Ну Все Видите Сами Своими Глазами Нож Просто Невыносимо Я Я Серьезно Абсолютно Блять Что Куда Он Отдал Зачем За Что Мне Это Я Просто Не Понимаю Блять Это Пиздец Какой Это 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 Натурально Пиздец Вообще Просто 2-0 Вели Против Десятерых Даже Не Пытались Блять Подержать Мяч Или Еще Что Здесь Надо Причем Знаете Что Самое Мразотное В этой Игре Она Вся На Скейлинге Завязана То есть Если Ты Собираешь Состав 700 Блять Я Просто Это Заметил В этом Сезоне Все Нахуй Становятся 650 Кругом Минимум Блять В пизду Бред Да Сгорел Я С прошлого Матча Знатно Вандер Вафля Мне Не Продают Марвина Жапи Тоже Не Продают Никого Не Продают Никого Не Могу Купить И Расстроен Из-за Этого После Неудачи С Нальчиком С Этой Ничьи Кто-то Может Сказать Ну Ты В конце Сам Там Ничего Не Менял Тактику Не Менял Не Пытался Удержать Забейте Я До Этого Пробовал Ничего Вся Тактика Это Полная Херня Она Работает В этой Игре Типа Изменил Схему Она Работает Ну Типа Один Матч Короче Говоря И Потом Начинается Сосалова Абсолютно Потом Короче Проиграли Ротору Победили Зоркий Причем Еле Еле Там Весь Матч Один Оль Кое Как В конце Они Раскрылись Мы Заковыряли Зоркий На Последнем Месте Они Еще Пенальти Не Забили Короче Кошмар Краснодар 2 Победили Более Менее Легко Здесь Опять Были Мучения Но Победа 7 2 С Ясинтуками Абсолютно Рандомный Матч В плане Результата То есть Ясинтуки Какие-то Супер Мертвые Были Блять Биолог Тоже С Последнего Места Короче Еле 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 Победили То есть Это невозможно Просто Играя с говном Они чудом Там Не забили Просто Каким-то После этого Мы проебали 1-3 Волгарю И я решил Менять тактику Победили Форта С новой тактикой 1-0 И Туапсе 2-0 И вот сейчас Матч с Нальчиком Отстаем на 4 очка Только Победа Дает Возможность Помечтать О том Что мы В этом сезоне Выйдем Наверх 700 У меня Сейчас В этой Расстановке И С этим Набором Игроков Рейтинг Команды Есть Козыри На Лавке И В принципе Я надеюсь Что и шансы Какие-то Потому что Состав хороший Все В идеальной Форме Давайте Я еще Сейчас Со всеми Переговорю Мораль Подниму Сейчас я буду Просто им Говорить Великолепно Замечательно Отлично Потренировался Но это надо Сделать На самом деле Вы можете Подумать Что я Ебанутый Но Видите Как у них Кружки Наливаются Еще более Зеленым Цветом Я не Поленюсь Потому что Ну Как бы Это Самый Важный Матч Если Конечно Не Вылетит Сейчас Игра И Вся Эта Дресня Не Будет Лишней Хотя У меня Какой-то Дежавю По-моему Блядь Она Сейчас Вылетит Ну Ладно Я Засейвлюсь Я Сделал 60 Наверное Уже Квиксейвов Так Это С этим Не Перепозаришь С собой Самим Поговорить Нельзя Давайте Еще Альберта Подхвалим Он Скорее всего На замену Выйдет Потому что В этой Стратке Ему Нет Места На поле На ПФА У него 57 По-моему Если Меня Память Не Изменяет Что-то Скауты Вот эти Вот Шесть Скаутов Как Меня Маленькая Лошадка Научил Ни одного Игрока Блядь Молодого Не привели Он Говорит Типа Отправляй Вот Такой Хуйней Занимайся Прожимай Турниры Устраивай И тебе В новости Будут Приводить Игроков Два Года Блядь Это Юниор Это Тренер Юниоров Нашел Если что Два Года Блядь Я жду Хоть одного Игрока Нихуя Вообще Может Что-то Не так Понимаем Может Где-то Другом Месте Появляются Ладно Зато Нашли Агенты Привели Вот Этого Хусейн Аздемир 16 лет 39 Уже Скилл И под Тактику Новую Подойдет В случае Чего Будем Ждать Его Так Сказать Когда Он Раскроется И Собственный Воспитник Появился Трехзвездочный Сейчас Найду Или Не найду Сейчас Секунду Вот Маис Али Такой Он Критикан 175 Сантиметров Может Быть Его Лучше На ПЗ Переучить Не знаю Он Будет Хоть Немного Скиллах Прибавлять Скорее Он Даже В Дубли Играть Не Будет Так Ну Че Вроде Все Готово Ситников Наконец Поправился От своей Раковой Роговицы Блять Переч Сел На Лавку Карвали Че Деграднул Совсем Хотя Казалось Бы Выходил На Замену Приносил Пользу Окей Не будем Рассусолить Блять Держать Не Хочется Так Не Хочу Еще Год Блять В Этой Помойке Играть В Тардиве 702 На 688 Давайте Чуваки Блять Блять Делал Просто По Всем Самым Модным Веянием Которые Нашел И С фланговыми Игроками И Центродавильная Она При этом И С Плеймейкером С Активным Опорником В Этот Раз Прошлая Тактика Была Хуевая В Защите Я Вернулся К Предыдущим Схемам Защитным Где Я Полностью Как Б Оттягивал Защитников Вниз Стрелочками Теперь Блять Крайние Защитники На Своей Поле Стоят То есть Все Продумано Лучше Уже Не Будет Смотрим Так Ну Пока Нормально Вот эти Вот Забросы На Зубаточи Да 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 Это То Что Я Хотел А Луж Хорошо Налево Акван Великолепен Блять Они Меня На Искусственном Сайт Значит Ловить Будут Но Ничего Страшного Что Придумаем На Луж Так Похман Андерхуд Не Получилась Атака Но Андерхуд Вернулся Отработал Вот Блять Как ставишь Новую тактику Бля Они просто Идеально Нахуй Делают То Что Ты Попросил Единственное Что Нальчик Я вижу Он Контрит Всю Эту Хуйню Своими Блять Искусственными Оффсайдами Ну Посмотрим Я думаю Может быть Линию Защиты Во втором Тайме Двину Ниже Еще А может Быть Наоборот Нет Если Я его Подниму Тогда Я Всегда Буду На Восьмой Что Как-то В центре Блять Жиденько Может Быть Да Нет Агуеда Возвращается Значит Все Нормально Похван Блять Не Успел Да Пока Что-то Не Похоже На Чемпион Ску Игру 12 Долларов Блять Забыл Поставить Они Немотивированные Теперь Говноеда Вонючие Блять У меня Еще Игалка Самый Важный Матч Сезона Оставалась В запасе Ладно Посмотрим Может Зубат Что-нибудь Придумает Да Ёб Твою Мать Заебал Блять Это Рента Опять Тут Бля Ну Че Запас Ну Пацаны Ну Вы Заебали Блять Ага Соберитесь Не Не Работает Нихуя Как Ну 5 0 Только Что Другую Команду Разнесли Я Думал Подобно Сука Как Заеб Этот Искусственный Арсай Тут Че Придумать Чтобы Подконтрить Блять Пониже Реально Шли Опустить Оборону Охуенно Зубат Решил Проверить У Вратаря Тут На Месте Не Так Не Пойдет Это Залуп Какая Там Я Опускаю Защиту И Вот этих Парней Вот так Вот Выставляю Блин Может забегание Убрать Давайте на 50 Поставлю Бег в прорыв Беру Чтобы Они Принимали Хотя Блин Ну Как Без Бегов Прорыв Это Такая Позиция Здесь Нужен Бег Прорыв Очевидно И Зубат 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 Забегание На 65 Может Это Изменит Блять Вот Эту Хуйню С Овсайдной Ловушкой Которую Заебные Мудаки Делают Противники Зубат 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 Вроде Линию Держит Теперь Более Менее Но Это Хуйня Будет Но Хотя Без Овсайда В этот раз Зубат Акман Хорошо Что Вернулся Спиваков Фернандес Заброс На Зубат Блин Вот Если бы Они Умели Как-то Бортоваться Он 97 Килограмм Весит Мог бы Ладно Снова Фернандес Забили Малютку Центр Может Или Суда Нет Конечно Спиваков Сурум Бил Но Не повезло Так Ну Чем Давайте У всех Это Наш Великий Час Так И Сейчас Буду Менять Игроков Уже Потихонечку Фернандес Буду Убирать Он Вроде Активен Но Нужно Итальянца Выпустить Тоже Посмотреть На Нем Тихо 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 Отбились Так Давай Буду ждать Чего-то Действенного Сурум Так Они решили Прессинг Какой-то Врубить Суки Пиздец Опять Оффсайд Вроде Блядь Уже Все Сделал Чтобы В этот Оффсайд Не попадали Один Хуй Только Теперь Еще И Сидим Очень Глубоко Ой Хорошо Ну Это Не тот Футбол Который Я хочу Видеть Блядь Вы Че Травите Что Ли Огудело Да Бля Ну Пиздец Ни Одного Дриблинга Не Прошло Ну Сурум Тут Убивает Это Правильно Пока Че Не пахнет Ничем Вкусным Честно Говоря Вратарь Спас Хоть Моментик Бо Какой-то Создали Блин Может Зря Белли Джина Продал Но Взбатка В итоге Там Больше 20 Уже Наколотил Только Вот В важных Матчах Че Ничего Не Может Продемонстрировать Внятного Да Блядь Как Ты Меча Пробежал Итальянец Понятно Пока Мне кажется На нашу победу Это вообще Не похоже На будущую А вот То Что Нальчик Может Победить Это Весьма Вероятно Выпущу Молодых Да У них Не хватает Скилла Я Минус 20 Рейтинга Сейчас Хапнул Но Блядь Нужно Что-то Менять Понимаете Нет Это Не то Это Не то Оп Ай Ай Ну Я не верил Что Зубатка Один раз Забил Издали Блядь И сейчас Мог Два Таких Момента Я хотел Сказать Году Лет Пять Назад Последний Удальний Гол Ну Ладно Вау Еще Один Дальний Удар Ну Ка На Сурумчика Бы На Манукьяна Шел Навес И Контратака Сайт 15 Минут До Конца 4 Очка Там И 3 Матча Осталось Причем У нас Сложнейший Выезд В Волгоград Я думаю Что Надежды Нет Манукьян Давай Давай Входи Падай Давай Блядь Ну как Он не забежал Я бы Затолкал Этого Защитника Блядь В ворота Нахуй Если бы Был в такой Ситуации Ты че Он Ёп твою Ай Андерхуд Один Блин Навес На зубодку Опять Не прошел Хоть вратарь Не вышел И то Хорошо Какая разница Да в целом Блин Не самый Плохой Матч Был Только Не пропускайте Пожалуйста Слава богу Три минуты До конца Какие-то Надежды Сохраняться С этим Результатом Только Нет Все Блядь Вратарь Просто Гений Мы тут Не наиграли Конечно Ни на что Кроме Проеба Ничья Это Неплохой Результат Там 2-0 Удержали И норм Было Вратарь По десятке Получили Играю С ротором 2-0 Ведем Эта тактика Я еще Подкорректировал Вот Блядь Когда она Работает Она работает И Причем У ротора Оказывается Белиджин Играет Смотрите Вон Бежал На максимальной Скорости Естественно Играю Все матчи Которые Не на запись Ну Я так Не планировал Включать Просто Хотел показать Блядь Работает Типа Но сейчас Как раз Пропустим Видимо Как-то Поддушивает Ротор В последние Минуты Но не Нормально Так Разговор Перерыве В принципе Все равно Всех Помотивирую Агуледа Агудела Надо будет Поменять Вот смотрите Неплохо Сейчас Прошел И в свободную Зону Я нашел Этот момент Куда бегунок В тактике Поставить Чтобы они Вовсайт Не забегали Они прям На грани Бегают И под забросы Открываются Может Может Будет Еще Момент Вот Как Головы Не видели Может На повторе Потом После матча Увидите Как Фернандес Забежал Охуительно Под свой Гол Сейчас Какая-то Возня Началась Очень долго С мячом Расстаются Зубаточ Кстати Неплохо Смотрится В этой Расстановке Постоянно На ударной Позиции Он Получше Бить Стал Раньше Вообще Как По пизде Ладошкой Бил Ну Именно С тактической Точке зрения Ротор Вообще Вот так Я смотрю Ничего Создать Не может Единственное На что Они могут Рассчитывать Это то Что Кто-то Из их Игроков Типа Пройдет Как нож Сквозь масло Сквозь оборону И Такое Частенько Случается Когда Компьютер Бессилен Интересный Удар Блин С такой Позиции Штрафной Решил Ебнуть Человек Так что Защиту Я снова Поднастроил Как раньше Была Когда Первая Центрадавильная Тактика Была В принципе Я помню Что мы Тогда Почти Не пропускали Сейчас Правда Очень хорошо Ротарь Стоит У нас Прям Вот эта Хуйня Началась Типа Когда Одна из Команд Типа И Мои Уже Даже Не пытаются В пас Выйти Просто Сейчас Успокоились Немного Утихомирились Удивительно Ну Реально Хорошие Настройки Раз умудрились Не пропустить При Такой При Таком Преимуществе Блядь Я замены Забыл Сделать Аж Пиздеже И Даже Один Один Еще Ротарь Достал В общем Где-то Повезло Но В целом Вот Давайте Посмотрим Галы Вы-то Их Не видели Вот Видите Забегание Прямо То Что Я Хотел Он Сместился Именно В Центр И Под Пас Найти Б еще Такого Знаете Столба Который Мог бы В стиле Дзю Был Так Вот Стоять Разворачиваться И откидывать Фланговым Которые В Центр Смещаются Задумка В тактике Именно Такая То Если Я вам Если Я вам Покажу 12 Баксов Надо Им Пообещать Во Видите Понимаете В чем Идея У меня Раньше Даже До Суда Стоял В 11 Метровой Но Они Постоянно В Сайт Забегают Ладно 4 очка К сожалению Так И Осталось Хотя Ротор Серьезный А У них Еще Матч Запасе Ну Все Тогда Увы Ах Ребята Еще Сезон Ёб Твою Налево Три Матча У них Форте Ну Биолог Это Самая Говняная Команда Туапсе Тоже Там В Жопе Так Что Все Кончено Печаль Моя Границ Не знает Нальчик Не выиграл Свои матчи Вы представляете В ничью Сыграл С Форта Проиграл Таганрогу И По всем Показателям Мы Лучше Но Мне Теперь Нужно Чтобы Они И третий Матч Засрали С Новокубанским Биологом Только Тогда Мы Сможем Стать Чемпионами Увы Ах Теперь Уже Иначе Немного Смотрится Тот Матч Вернуть Боего И Я бы Там Не знаю Что Нибудь Да Придумал Была У нас Пауза Три Недели Мы Не Играли Все Игроки Растеряли Форму Я Пытался Ставарниками Поддержать Но Ладно Главное Нам Блин По-моему 12 Долларов Забыл Поставить За победу Главное Нам Победить Краснодар 2 Там Будь Что Будет Краснодар 2 Тоже Сильный Коллектив С такими Обычно Как раз Большинство Проблем Но Мне Конечно Интереснее Как там Биолог Всегда Бесила Эта Команда Все Время Давала Бой Там По-моему Играет Этот Ебучий Челхонаглу Вот бы Он Сейчас Нальчику Накидал Но По идее Нальчик После двух Таких Неудачных Матчей Там Мораль Должна Быть В жопе Вполнейший Иван Перич Не сбивал 314 Минут Что за Бред Блять Он Вратарь Долбоебская Статка Максимальной Скорости Здесь И мои Глаза Уже Привыкли Пока Наши С мячом Неудачно Как-то С другой Стороны О А база На желтой Ну Как Так Вроде Вже Пустые Ворота Были Да Ё-моё Так Похуйман Забивает Тут же Нас спасает Наш блестящий Вратарь Вратарь У нас Действительно Гениальный Абсолютно Я думаю Что он Вполне Могло быть Вратарем Более Сильного Клуба Может 2-0 Могли Вести Но Еще Придется Понервничать Из-за Результат Этого Матча Тоже Тем более Похульман Уже На карточке Зубатыч Кстати Прошлый сезон Лучший был Я не помню Сказал я об этом В карьере Зубатыч Больше Двадцатки Он По-моему И не забивал Никогда В этом году Тоже Уже Не знаю Сколько Прошлым По-моему 26 Было Но вот На запись Он как-то Совсем Блядь Не любитель Забить Да что Такое Такие Моменты Ребята Ну Блядь Имейте Совесть Реализуйте Пиздец Вроде Тактика Рабочая Еще бы Реализация Не подводила Краснодар 2 Тоже Поддушивает Постоянно Вот сейчас Какое-то Прямо Жесткое Душило Началось Не знаю К чему Она Приведет Пока Вроде Норм Все Свою бы Атаку Какой-нибудь Ну-ка Хорошо Вот Заба 26 Оказывается Так Что там С этими С другими Результатами У меня Бегущую Строку Не палил Особо Любопытно Как там Биолог Нигде Не посмотреть Блядь А нет Там Просто Статистика Была Что Такой Мат Не знаю Уаку Начито Проблема С Энергией Бля Я Верю В Биолог Ребята Надеюсь Он Не пропил Глобус Блядь В матче С Нальчиком И Все Нормально Или Это Географ Пропивал Ну Ладно Не важно Каламбуре Не Самый Лучший Сейчас Очевидно Я на Нервах Вратарь Все Тащит И тащит Нас Надеюсь В FNL Но Затащить Нас туда Может Только Другая Команда Я Тогда У нее Куплю Челхоногу За 3 Миллиона Андер Андерхуд Ну Ка Тоже Ни О чем Ладно Давайте Какие Заменки Сделаем Тем Более Акман Там Уже Совсем Печально Выглядит Не Корвале Как-то Не Смотрится Уж Лучше Тогда Самому Океана Тебя Ну И Сосоил Посвежее Он В принципе Останется К моменту Выхода По 25 минут Дотерпеть Сейчас Игры Особо Вообще Никакой Нет Краснодар Как бы И не давит Особо Ой Накаркал Ну Вроде Обошлось Наверное На записи Это вообще Как пиздец Выглядит Но Когда Постоянно Смотришь Так Матчи То Ты Привыкаешь Запорол Стопроцентный Момент Для Меня Это Нормально Я Терри Ютуб Смотрю Только В 2.0 Скорости Экономит Время На то Чтобы Играть В этой Безумной Скорости FIFA Менеджер Блять Биолог Умоляю Бриньоли 3.0 Это не тот Матч Который Мне Интересен Что Зоркий Забил Может Там 0.0 Раз Мы Не Видели Никаких Титров Или Я Просто Не Смотрел Особо Туда Если Честно Может Там Нальчик Уже 6.0 Видел Так Ну Никакой Кубок Не Вынесли Блять Там Были Счета Других Матчей Но Я Не Посмотрел Так 1-1 Голов Мы Забили Больше Побед У нас Больше И Честно Говорю Мне Оказалось Что У нас И В Личных Встречах Преимущество Ну Ка Так 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 А где Мы А Блять В Личных Встреч Блять По Личным Встречам Мы Проебали Я Думал Мы Выиграли В Первом Круге А мы Проебали 3-1 Ну Ладно Еще Годик Во Втором Дивизионе Кайф Обожаю Такое Дерьмо Балдешь У Кайф 870 Тысяч Зато Заработали Призовых Ладно Спасибо Биологу Что Дали Надежду Знаете Раз Моя Судьба Такая Паршивая Я Вот Чего Придумал Я Буду Заниматься Далабейбизмом Мне В этом Году Привезли Трех Талантов В состав Которые Три с половиной И больше Звезд То есть Даже Есть Вот Такое Аниме Соуза Ли Джигун Наверное Самый Такой Пиздатый Из них Нацопа В перспективе Хусей Наздемир Левый Форвард Как раз Мне Сгодится Сюда Так Давайте Поднимем Чтоб Он Цапом Стал Сейчас Тактики Поменяю Крючим Да Так Вот В чем Моя Идея Я Не Буду Типа Прям Все Ставить На Карту Чтобы Выйти В ФНЛ И все Такое Я Сейчас Блять Вытащу Из Дубля Вот Этого Талантливого Парня Луяна Который Весь Год Был Травмирован И Сидел Как раз В этом Дубле Сам И Я Достану Вот Этих Трех Пацанов И Они Весь Год Будут Играть У Меня Все В Основе Тупо И Концу Года Они Все Станут 70 Рейтинга Царями Вот Такой У меня План Да Да Так Я Сделаю Основная Команда На 5 Лет За 100 Долларов Это Будет Да Вот Этот Джагун Он Уже Вполне Может Воснове Играть И Аниме Соуза Это Будет Восхитительно Я считаю Это Будет Ну Типа То С чего Начинается Настоящая Ультра Звездная Команда То С чего Как бы Берет Начало Летний Дождик Который Выиграет Лигу Чемпионов А не Будет Болтаться С Нальчиком Бороться И Отсасывать Вот Что мне Нравится В этих Ебенях Это Ну Как бы Вот Это Вот Атмосфера Низших Дивизионов Вот Эти Стадионы Которые Мне Здесь Показывают Райончики На заднем Плане Я уже Почти Все Видел И Новокубанск И Обнинск И Каких только Мест Мне не Показывали На этих Фотографиях Шмелевский Какая Прикольная Фамилия Делупа У них Играет Ну Хорошо Хорошо А я Буду Играть Сезон Командой С рейтингом 569 Что где-то На 140 Меньше Чем У лидеров Я реально Хочу Качать Теперь Молодняк Я никогда Не выйду В ФНЛ Я уже Убедился В этом Как бы Прошлый сезон Я Ну Весь Трайхард Отдал Так сказать Все эмоции Все что мог Сделал Может быть Слишком поздно На новую тактику Перешел Который Сейчас Естественно Перестанет Работать Блять Туров Через 10 Да и мне Похуй Блять Зато Подписанные На 5 лет Юниоры Это будущее Я уверен Футбола Так сказать Летний дождь Так что Ждем Ждем Пока Не раскроется Это Если еще Не матч Чемпионат Этот Ворняк Но Я так В 3D Смотрю Насколько Убого Это будет Смотреться Противооборствующая Команда Намного Сильнее Нас Не уверен Сможем Спастись Может быть Вылетим Назад Туда В любительский Футбол Поебать Пацаны И там Будут Расти И прогрессировать Я уверен Хотя Я так понимаю Для прогресса Нужно Чтобы они Побеждали Но Я не уверен Что они Будут Побеждать Я просто Верю В них Вера Мне кажется В данном Случа Гораздо Важнее Чем Ну Нечто Иное Сижу Смотрю Кого Можно Приобрести Для усиления И вот Думаю Может быть Прикупить Чинг-чонг Хуя Как вы Считаете Типа Вроде Может быть Неплохой ЛФА Из Сент-Этьена 40 матчей 7 голов Вряд ли В Сент-Этьене Мог играть Кто-нибудь Совершенно бездарный Согласитесь Задумываюсь Задумываюсь Над покупкой Этого Прекрасного Футболиста И Следующий сезон Начался Я отказался От безумной Идеи Я все-таки Хочу выйти В ФНЛ Блядь Пересилил себя Играю Посерьезки Иду на первом Месте Отрыб Блядь 11 очков После 13 Игр 11 Очень сильно Тащит наш Вратарь Тащит Как обычно Зубатка Но я не из-за этого Включился Сейчас Я просто хочу сказать Что у меня Родился Вратарь Которого зовут Арарат Ананян Но и это Еще не все Ребята Оказывается Оказывается Но внимательные Уже видят Паштига Зубатка Не единственный Блин Какие же у них У всех фамилии Каякусы Емулбакер Боже мой Блин Я таких Дебильных Вообще Никогда Не видел Фамилий Анатолий Чубукин Ну и ну Кошмар Просто Но идея Не в этом Оказывается Паштиг Зубатка Не единственный Мужчина В семье Есть гораздо Более высокий Более стройный Мы еще пока Не знаем Как он Выглядит Но Охуенный Тимур Зубатку Таланта У него Вообще Нет Пол Извиняюсь Я шикнул Пол звезды Но я уже Подписываю Его у вас Снова У нас как раз Нет запасного Нападающего В этом сезоне Вообще Никакого Наши Бесты Кстати Растут Я еще Ну точнее Меня агент Еще привел Братаря Смотрите Его зовут Лул Кумар Блять Это просто Уморительно Лул Кумар Лул Кумар Тибета Вакатапу Это левый Защитник Они уже Даже за основу Поиграли Вначале Я их Повыпускал Ли Жиган Жиган Блять Уже Становится Пиздатым Опорником Уже 47 Также Я пытаюсь Луяна Воскресить Аздемир Уже 43 То есть Блять Не хватает Только какого Талантливого Форварда Все эти пацаны Ворвутся Нахуй Когда у них Хотя бы Полтинники Будут Блять И разъебут Просто Отщекало Всем растянут Писечки Но Пока Это время Прекрасное Еще не настало Мы ждем Тимура Зубатка В основе Продолжаю Играть Этот сезон Какая-то Полная хуйня Происходит Только что Пенальти Забил Мой вратарь Почему Блять Он пошел Бить Я не понимаю Честно говоря Как вы видите Зубатки Старшего Больше нет В составе Дело в том Что Ну я Можно сказать Забил 18 голов 17 матчей Игра Ничего Лучше не нашла Чем сломать На полгода Ведущего Футболиста Кроме того Меня чуть не спиздили Рубена Который играл У меня на левом фланге Я не помню Показывал я Рубена Или нет Начали Блять Всю Нахуй Основу Закидывать Блять Трансферными Предложениями Они все Развонялись Короче Как только Начинаешь Всех Ебать Начинается Такая Конетель Блять Это просто Пиздец Вообще Невозможно Становиться Жопа Горит Жестко Травм Стало Просто Причем Выбивают По Ключевым Позициям Лучшего Защитника Например Я еще Долбоеб На смену Так Давайте Заменки На смену Зубатки Купил Неудачно Нападающего Я реально 800 тысяч Долларов На него Потратил Был последний День Трансферного Окна Через день Кстати Уже Когда она Закрылась Вундерверфи Выставили На трансфер Но Она Отказывается К нам Идти В любом Случае Да Так вот Неудачно Он купил Напада У него Оказался Перк Ну Типа Ломающийся Предрасположенный К Трампу Зубатка Бил Младший И Помимо Всего Прочего Он Оказался Хуже Чем Я думал У него Всего Две Звезды Потенциала Хотя Он Молодой У него Рейтинг 70 Я был Уверен Что Минимум Три Будет Еще Русский Еще Из Барашник Но С очень Хорошими Скиллами Именно Атакующих Скиллов У нападающего Так как Уже Много Лет Играет Зубатка Те Кто Пробовался Вместо Него Они Все Сфейлились Кроме Бахаря Но Ни у кого Не было Таких Скиллов Типа Точность Удара Силу Удара И все Остальное Что Связано С финишингом Все По 75 Я сейчас Его покажу Также Сфрия Подписал Македон Какого-то Тоже Подстраховочка Он В первом Матче Дубль Сделал Пока Вот этот Динамовец Лечился Давайте Посмотрим Вот за Итальянца Вот этого Который Справа Сейчас Подавал Сдают Уже По полтора Миллиона Короче Говоря Это Автогол У меня И защитник Центральный Оставной Сломался Я тоже Сфри Подобрал Какого-то Бомжа Была Идея Ставить Вот это Кстати Гол Николаева Того Самого Нападающего Была Идея Ставить Молодых Как бы Вот Ситников Решил Сочем-то Забить Пенальти Молодых Короче Перспективных Но Блять Я так Боюсь Не выйти Нахуй Это Просто Кошмар Просто Еще сезон Я и так Десять По-моему Уже Сезонов Мучаюсь Короче Пиздец Посмотрите Все Блять В травмах Дисквалификациях Какой-то Кошмар Зубатка Блять Перелом Бедра Он Жиром Что-ли Сломал Кстати У Тимура Зубатки Почему-то Нет фотографии Не знаю Может Потому что Ему 16 Может В 17 Появится Будем ждать Но Игрок Он Конечно Очень Впечатляющий Ничего Не скажешь Да Так вот Иван Николаев Жаль Не Игорь Вот Видите Точность Удара 74 Сила Удара 73 Игра Головой 75 Ну Типа Все Что Нужно У него Есть Мне Нравится В принципе В общем И целом Но 800 Тысяч Ну Это Отчаяние Из-за Перелома Бедра Вот К примеру Ну Я взял Македонца Еще В нападение Он Вот такой У него Все Скиллы На Финишинг По 60 Зато Он Пиздец Какой Быстрый Он Прям Реально Убегает От всех Ну Буду Вот Их Чередовать Посмотрим В итоге И Бриньоли Удалось Сохранить Так и Не забрали Его Хотя Денег Кучу Давали И Рубен Почему-то Рубину Отказал Потому Ну Это Хорошо Потому Что Рубен Это Во-первых Человек Из Барселоны Во-вторых Он Реально Ебашит Очень Жестко Один Из Тех Кто Тащит Нас В этом Сезоне В принципе Отрыв Блядь Отрыв Просто Гигантский За 11 Туров До Конца 13 Очков Ну Блядь Я делаю Все Чтобы Удержать Игра Делает Все Чтобы Меня Выебать Блядь Но Она Меня Не Выебит Я Справлюсь Я Уверен В этом Ну Или Ну Или Она Все Так Меня Выебит Посмотрим Трудно Сказать Так Что Аздемир Не Растет А У него Ноль Энергии Хотя Странно Что Не То С Аздемир Все Остальные Очень Жестко Прибавили Ладно Так Кого Бы Поднять На Подстраховку Ну Лучше Всех Из Молодежи Вот этот Прокачался Пока Что На данный Момент А Мне Не Нужен Еще Один Игрок Ну Ладно В общем Ждем Развития И Собственно Говоря Того Чем Сезон Закончится Пиздец Три года Скауты Ничего Не делали По совету Маленькой Лошадки Скауты Три года Блядь Занимаются Разведкой Молодых Игроков И я потратил Уже Наверное Миллиарда Блядь Прокликивая Вот эту Залупу Там где Надо Тратить Деньги На дворовый Футбол И Наконец Блядь Нашелся Игрок Я уж Думал Эта хуйня Не работает Никого Никогда Не найдут Нет Нет Вот Пожалуйста Нейл Лика Нашел Игрока Илья Волнов 15 лет Он может Приступить К тренировкам Уже на этой Неделе Так посмотрим На что Ушло Три года Блядь И столько Сил По улучшению Офиса Офиса Вау Блядь Вау Пизда Просто Вот это Бизд Блядь Запомните Его Блядь Это Нахуй Пиздец Какой Крутан Да Так Ну что ж Если Сейчас Мы Если я Правильно Считаю 16 6 матчей До конца Да Скорее Всего Нам Нужно Победить И Это Будет Чемпионство Тогда Уже Доигрывать Будет Просто Дубль Пацанам Дам Отдохнуть Хотя Да Перед сезоном Они все равно Все сдуются Вместо 73 У Ситникова Будет Там Три Блядь Как обычно Работает Эта игра Давайте Похвалим Чувака За тренировки И Ворвемся Прежде Я уже Предвкушаю Что все Будет Заебись Поэтому Я Перемещаю Всех Крутанов В основную Команду Чтобы Потом В конце Сезона Их Славненько Наиграть Думаю Это будет Максимально Справедливо Так Все готово Тимур Зубатка В запасе Погнали Давайте Вот эту форму Возьмем У меня она больше Блядь Нет Будем играть В этой Которой мне нравится Меньше 728 На 661 Так Скажите Все на что Способны Не хочу Говорить Что мы Точно Победим Я не верю В победу Я Блядь Не верю В 20 Сотый Сезон Только Если бы я Заново Начинал Я бы На второй Сезон Уже В ФНЛ Вышел Я теперь Знаю Как Игра Работает Понимаете А так Я вслепую Мне 5 лет Ушло Чтобы Выйти Из этого Финансового Ада Если бы не Эти 5 лет Я сразу Бы собрал Состав Да и В прошлом Году Блядь Один раз Промоушен Я В Любительском Футболе Запорол Сыграв Инстант Матч Когда я еще Не знал Что тут Это просто Хует Та полная Рандомная Которая Рандомно Генерирует Результат Ох Кстати Идет Дождик Летний Мартовский Точнее Март По-моему Сейчас В игре Вот А потом Получается То что Не вышел В ФНЛ В прошлом Году Из-за того Что Ну просто Еблан Надо было Все-таки Ведя 2-0 Наверное Ну 10 защитников Поставить Против Нальчика Обороняющегося Ну тогда Мне казалось Что это Полная Хуйня Отрыв 7 очков Если бы я знал Что они Потом так Обосрутся В дальнейшем О это Мабанза Это Известный Ёбарь Моя жопа Блядь Челхонаглу Где-то Должен Слева Или справа Бегать Чуть не видать Его Блин Продали Что ли Купили Нападающего Сортиру Блядь Я уж Всех Наизусть Тут знаю Блин 11 клубов Уже Все Заебали Меня По 20 Раз Тихонов Сортиру Мабанза Ну это Бист Блядь Это Бист Пацаны Ну у нас Свой Есть На воротах Снова Мабанза Отобрали С горем Пополам Ибрагима Теперь Не Слушайте Куда-то Челхонаглу Пропал Или на другом Клуб был Гол Тихонов Ну было видно Что меня забьют На самом деле То есть Как бы Это чувствовалось С самого начала Игры То есть 7 минут Блядь Они висели На воротах Как будто Это у них Рейтинг 720 А у нас Вообще Никакого Блядь У меня уже Привык к такой Хуйне Суворов Водит мяч В груне Походу Не в этом матче Пацаны Прямо Сразу попахивает Говном Чем слабее Соперник Тем сильнее Попахивает Говном Мне помогали Помогало В этом сезоне Зачастую Играть С равными Соперниками В 3D А со слабыми Я жаловал Инстант Вот этот Мгновенный Результат Потому что Текстовые Это еще Хуже Там Ты вообще Всегда Типа Типа Якобы Чемпионский Матч Который В итоге Блядь Нихуя Не чемпионским Будет Как мы Видим То я Боиграл От На Инстант Результе И спокойно Победил Бо Скорее Ну 50 на 50 Там Иногда Заливаешь Слабым Но Блядь В 3D Ты Проебываешь Всегда Израиль Мегаде Отлично Зовут Парня Бриньоли Сравнивает Оказывает За грубость Огудело Жалко Тут В игре Нельзя Надо Всех Запоминать Блин Только Так Можно Посмотреть Куда Какие Футболисты Ушли Нельзя Посмотреть Нормально Иногда Вылезает Новость Посмотри Где Твои Игроки Сейчас Но Там Какие-то Челы Блядь Из резерва Которых Я даже Не видел Не помнил Никогда Знаю Только Что Бахарь Так Лежит На Фри Уже Шестой Год Ему Похуй Желтая Марика Оп Ну Это Красиво Было Жалко Николаев Не зацепился Николаев Хорош В принципе Ну Конечно Он 800 тысяч Не стоил Но По факту Эти 800 тысяч Это Промоушен То Я купил Промоушен В Фонел За 800 тысяч Кстати Блядь А может Это И не Промоушен Че-то Знаете О чем Я подумал Я Не буду Никакие Дубли Ставить Из Убатку Наигрывать Рубен Хорош Вспоминается То Что На самом То Деле Нальчик Ты Когда Выиграл Играл С Каким Динамо СПБ Че-то Блядь Какой-то Плей-офф Слушайте Походу Это Еще Не Все Походу Еще В конце Плей-офф Будет Ладно Сыграем Ничего Страшного Уж Там-то Я Знаете Ле Покажу Свой Тренерский Талант В принципе В 3D В этом Году Че-то Прям Вообще Но Я Матчи Наверное 8 Сыграл Самыми Сильными То Два Раза С Волгарем Два Раза С Анжи Даже По Три Раза Там Еще Есть Син Туки В этом Году Довольно Сильно Выступали У меня Выиграл Все Вообще Все То ли Тактика Хорошо Работает То ли Ну Просто Игру Заебало Что я Такой Лузер Топ Рубен Хорош Да Повезло Что Рубен А Рубин Не спиздил Но у него Отступные В контракте 550 Кэс Нет Пиздец Потому что Его точно Заберут Переподписать Контракт Невозможно Ни с кем Здесь Никогда Почти Так Ну 3-1 Вроде Все нормально Идет Николаев Правда Ни о чем В этом матче Давайте Помотивируем Немного По массажиру Массажист Все-таки Нанял На всякий случай Вместо Маркетингового Директора Который Все равно Денег Не приносил Ни хера Бриньоли Ну это хуйня Минуть на 60 Брата Зубатки Выпущу Посмотрю Хоть на него Пока еще не выпускал Когда в 3D Играл Потому что Там все матчи Естественно Важные Там В один мяч Обычно Но тут В принципе Два Ведем Хотя Матч Чемпионский Посмотрим Что будет Николаев Сейчас Неплохо Сыграл Так-то Македонцы Тоже Можно Выпустить Потому что Ему надо Тоже Какую-то Мораль Иметь И он В принципе Полезен Николаев Всегда Может Сломаться Ахман Налево Огудело 56 Тут уже Наверное Все Так Давайте Настал Сейчас Показать Что такое Лимитная Шваль Попавшая По связям Даже Лимитов Нет Но Тем не менее Что такое Шваль Попавшая По связям Он Показать Обязан Кстати Надо Это Поставить Чтобы Он В случае Блядь А где Роли Тут Поймешь Обычно Они Здесь Во втором Ряду Ну ладно Хуй С ним Тогда Просто Хотел Пенальти Поставить Чтобы Он Бошел А Вова Нашел Вдруг Пеналь Будет Правильно Да Кстати Ситников Лучший Пенальти Вот Почему Он Бил Справедливо Да Пенальти Любой Может Забить 4-2 Тем временем Становится После выхода Тимура На поле Сразу Как-то Мабан За желтую Получает Но я надеюсь Тут До красной Дойдет Тоже Хотя Как Известно Красная Это Ни о чем Слушайте Похоже Выход Блять Младшего Зубатки Чет Надломил В игре Встроенный Блин Белый Какой-то Ну Смысле Блондин Самому Десятерон Точно Не хочется Доигрывать Большой Большой Длинный Блять В отличие От брата И белобрысый Как так Получилось Непонятно Написано Брат Так Подача Ух Нихуя Погодите Это Нет Не Зубатка Бил Я уж Охуел Немного Это То есть Сурум Блять Хуярил Блять В стиле Ибрагимовича Красивый Был бы Галешник Опа Опа Ооо Ну это В брата Ребята Это В брата Пошел Блин Вот Ебан Мог бы Вперед Пробежать Пару метров И забить Это Был бы Рофл Блять Может быть Единственный Гол за карьеру Свой Сортиру Запарывает Блять Конечно Сытников Это Просто Везение Пиздец Такого Вратаря Урвать Вы Видели Как Он Сейвит Нахуй Ему Забить Можно Ток Восемь Раз Подряд Блять В упор Ударив Большую Часть Времени Просто Охуенный Вратарь Ох Блин Забы Там Было Рядом Где-то Жалко Конечно Что С половиной Звезды Родился Что За Дерьмо Блять Дали Бо Хотя Бо Две Нахуй Я Был Сделал Футболист Вот Серьезно Дали Бо Три Я Блять Сделал Лучше Старшего Наебали Короче Так 4-3 Тем Временем Пахнет Писюнами Поставлю Тянуть Время Минута Блять Надо Было Празднование Оставить Ёбаный Рот Блять Жалко Выключил Ну Охуеть Вот Это Блять Событие Нихуевое Я считаю Пенальти По-моему Был Надо На повторе Надо На повторе Смотреть 3-5 3-5 Вот Так Так Ну Это Я надеюсь Гол Зубатыч Повторят Это То Как Начинался Матч Тих Тихонов Обработка Пузиком Лысого И Ближнего 9 Красиво Красиво Бриньёля умеет Играть А это Рубен Ну Рубен вообще не прощает Посмотрел еще на правый Слевый Так подрезал В девяточку Красиво Тоже Нравится мне Не движок Движок ужасен Мне нравится Смотреть на него Он просто Очень залепной Я понимаю Что к футболу Не имеет никакого отношения Но он очень залепной Хотя Такой гол Я уже Наверное Раз 50 Видел Блять Ну Ох Где же Зубаткин Ты гол Не скоро Похоже 4-3 И вот Следующий Будет Во Блять Бродатый Какой-то С рыжей Бродой Весь Ну Непонятно Короче Странная Хуйня Блять Не я надеюсь Да не Наверное Не появится Нихуя В 17 лет 13 05 Почему 3D Ебал Не нарисовали Ему Ладно Можете Меня поздравить Я так понимаю 19 очков За 5 туров Да Все Меня даже Чемпионом Не объявляют Видимо Все таки Надо будет Играть Какой-то Плей-офф Какие же Все таки Жесткие Уроды Делали Эту игру Ну Если что Я доигрывал Дублем Но потом У всех Они не Они не Не качались Корейский Хуй Он даже Потерял В скиллах Где он там Не в скиллах А Целую звезду Блять Проебал Вот он То есть Блять Уже Не такой Перспективный Как раньше Ну или Ползвезды Не важно Ну короче Плей-офф За выход Видимо В фанел С командой Ленинградец Которая Ну отменить События Я не смогу Которая Такая же По силе Как мы Мы были Чуть Сильнее Бы Наверное Если бы Были в форме Но Нет Ну ладно Хрен с ним Если мы Не побеждаем Ленинградец Блять Из Рощина Погодите А Ленинградская Область Какого хуя Назывались бы Тогда Областной Ленинградец Или Полу Ленинградец Они же не Блять Даже не представляют Санкт-Петербург Ленинградцы Живут в Санкт-Петербурге Если кто-то Вообще считает себя Ленинградцем А не Петербуржцем Например Ну ладно Смысла нет Сейчас бомбить Воникает Какая-нибудь Деревность Человейниками Рядом с Питером По фотографии Непонятно Странный Стадион Какой-то Ладно У них Шуберт На воротах И Халзан На футболках И по-моему Есть ДАС А нападающий По-моему Зовут Пиво Блин Давай Уебок Блядь Ну хули Чувак Помните я сказал Купил за 800 тысяч Выход в ФНЛ Этот хуй сломался На 4 месяца Блядь Под решающие матчи Теперь бездарный Блядь Македонец Будет играть Самые важные матчи сезона Самые два важных матча Ну блядь Я не видел Что у того Ну Перк типа Склонен к травмам Впрочем Блядь У Зубатки Нет такого перка Он уже два сезона Пропустил из-за травмы Полностью Нахуеть Акман уже на желтый Ну в такой форме Я кстати Не думаю Что У меня есть Какие-то повышенные шансы Бриньоли Этот хорош На что будет делать Понятно Шуберт Бриньоли Рубена убили Ух Ух Какой ударище Мало играл Угловой Ну давай Сурум Блядь Нет Сурум Нет Ударил Все-таки Блин Лучше бы он Штрафной В центре стоял Погодите Отличная скидка На Бриньоли У суруму Получилось 1-0 Ведем Начинается Кал какой-то Еще очень надолго Сломался Карика Это наш второй Защитник Центральный И тоже потерял В скиллах Пиздец У него там 67 В какой-то момент Был Сейчас 58 Да все потеряли В скиллах Что уж Там Ресель Рубен Вот этот может С любыми скиллами Ебать А этот очень быстрый Только толку Тесли тупой Он как Данишевский Короче Знаете такого Вы наверное Слишком молоды Чтобы знать Данишевского Я реально Ну живьем Видел Как бежит Данишевский Я охуел Это просто Пиздец Он наверное Усейна Болта Перегнал бы При желании Великий футболист Считаю Недораскрылся Недаром Зенит хотел Аршавина Данишевского Поменять Это могло бы Изменить всю Историю футбола А может быть И мира Как знать Где бы мы жили Как сейчас Если бы Это произошло Ну что сейчас Думать о Данишевском Надо блять Думать о том Как бы Уйти Со счетом 1-0 Но нет Не получится Хотя Не стоит забывать Что сытников То все время Сытников Было бы прикольно Если бы в этой игре Была блять Какая-нибудь Несгораемая сумма На скелле То есть Если ты преодолел Планку 70 То ты Ниже уже Не упадешь Блин А то это Бесят Бесконечное Вот это Падение Скила Иногда Абсолютно Необъяснимое Новику Ну спизданули Вообще Пио Желтую Получает Отвратительно У них еще Лурье Играет Блин Какие фамилии У них Так Ну ладно Преимущество Тотальное Новомовский Конечно Выглядит Как будто Умрет Сейчас На поле Еще давайте Массировать Самых Убогих Блин Ну Ну Мовского Не на кого Менять К сожалению Тут Без вариантов Я не могу Ничего Придумать Второго Форварда Просто нет Все Переломанные Блядь Только Зубатка Нахуй Но я его В запас Не посадил Все таки Матч важный Бриньолли Вот Как понять Что тактика Перестает Потихоньку Работать Крайки Перестают Бежать В центр Блядь Вот это Прям Явный Признак Севастьяненко С мячом Пио Блин Хорошо Что это Не Акман Что Убрать Что ли Ноякова Не знаю Греха подальше Или хер с ним Рубен Разбежался Твою мать Третий Момент Блядь 3-0 Быв первым Матч И Вторым Можно Был бы Отдыхать Вместо Этого Какая-то Хуйня Происходит Постоянно Ты что делаешь Мда Ой Хорошо Что не пенальти А хорошо Ли Нормально Блядь Хуйня Начинается Чувствую Хуйню Значит Меняем Не оттянуть Время Наверное Рано Ставлю Тут Контратаки Тогда Хоть Какой-то Шанс На На выход Из обороны Будет Надо Наверное Наумовского Менять Хер с ним Что он Так Ладно Давайте Они Уже Прям Реально Мертвы Так Этого Ну и в атаку Давайте Посмотрим Кто-нибудь Вообще Теоретически Хотя бы Может Уйти Просто Посмотрю У кого Финишинг Получше Точность Удара 55 У Фернандеса 57 У этого Если Перекидывать Напада Бриньоне 53 Рубен 58 Фернандес Поставлю Херсон Потому что Уже Просто Не Отходим От ворот Ну Он Может Хотя бы Убежит В какой-нибудь Контратаке Но Сейчас Явно Все Идет К тому Что Ленинградец Отыграется Прям Чувствуется Это Я Это Чую И Вот Оно Нет Ситников Жопой Ловит Мяч Новый фонал Захочешь И не так Раскорячишься Бриньоне Вообще Ничего Не выходит Какой-то Кошмар Замены Не дают Сделать Налево Хорошо Беги Блять Не добежал Рубен Но Пусть Надеюсь Победим Потому Что Это Немного Форму Пустанет Пацанам Ли Жиган Фернандес Ударил Неплохо Даже Непонятно Почему Главой Оооо Бриньоли Второй Мяч Сегодня Просто Царь Повезло Что Я кстати Думал Продать В какой-то Момент Мне пришлось Брать Очередной Ебучий Этот самый Кредит На 3 миллиона Я думал Загасить Но сейчас Нам не один Кредит Только висит Жирный Такой Конечно Плюс Блять 800 тысяч Я просто Выкинул Нахуй На Говно С другой стороны Может Мы и чемпионат Не выиграли И в плей-офф Не попали Если бы не Николаев Я не знаю Точно Сколько он Мячей забил Но он забил бы Явно штук 15 Наверное Если бы в конце Играл Ну а так Наверное Ну он играл Правда Как бы В окружении Дебилов Никчемных Я еще и не в 3D Это делал Поэтому Если бы в 3D Они бы подкачались Наверное Все-таки И не проебали бы Все матчи Ну сытников Блять О чем я ему говорил Вот даже в этом матче Его вклад в победу Процентов Ну я не знаю 50 И 50 Бриньоли Который Не имея Каких-то Шикарных Особо Там Скиллов Просто берет И ебет Хорошо Ну все Надо отбиться Свести Блять На судья Явно В Бахрейн На чемпионат мира Бы не поехал Или как там Или Катар Где там он будет Ладно Большую часть матча Очень хорошо играли Скидочка Бэм Уснули В ебке Без вылета Это классно Ну и матч Сразу Ответный Я сейчас Поковыряюсь Не подумайте Что я там Сейчас буду Машну Какую-то Устраивать Перезаписывать Там Переигрывать Нет Даже если Проебу Мне похуй Просто сейчас Нужно Всем прокликать Мораль Пока на паузу Поставлю Так Дело сделано Ничего особо Я не добился К сожалению Проблемы С формой Ну Наумовский Не мировский Наумовский Оказался И к сожалению Некем Его заменить Тут В дубле Купленный Тысячу лет назад Какой-то Французский Напад У него кстати 1170 Давайте Наверное Так и поступим Жигана Я точно Ставить не буду Я еще хотел Может быть Какого-нибудь Манукьяна Вытащить Из дубля Выпустить Так Стоп Хуйню сделал Хорошо Заметил Вот Типа На такой матч Но наверное Я тоже Не буду Заморачиваться Лео Трем Блей 6 голов В резерве В этом году Когда-то За нас 4 мяча Забил Но Я сразу Просек Что он Уебан Да 7 голов И было бы Ну Намного Больше То есть Жалко Жалко Что сломался В такой момент Еще Невыгодный Блять Козел Ну ладно Нервничай Нервничай Даже стартовать Не хочу Сытников 74 уже Охереть И талант Подрастает Уже 3 С половиной Звезды Ну что Парни Просто Идите Играйте Прибавочка Есть Небольшая По рейтингу Клуба Была бы Больше Если бы Я Наумовский Оставил Но Ну Бля Его На тайм Хватит Все остальные В этой форме В принципе Матч Отыграть Должны Черт Надо было 12 долларов Дать Замотивировать Пацанов Ну ладно Блин 2-0 Удержать Ну Неужели Обосрутся Надо Верить Что Игра Не Вылетит Во-первых Во-вторых Ну Первый матч Ну Был Простой В общем И целом Да Может быть Слегка Не по Игре Но Если бы Блядь Наумовский Забил В первом Тайме Все свои Моменты Мы бы Сейчас Вообще Расслабились К тому же Я не думаю Что у них Есть игроки Уровня Бриньоли Хотя Может быть И есть Сурум Хорошо Отборолся Ну Они решили Видимо Добить Тримблай Наверное Охуел И какой Пас Отдал Нарубена Нарубен Не забил С двух попыток Но вторая Была Скорее Отскоком Каким-то Тримблай Наверное Охуел Что вызвали Типа Блядь На такой Матч Типа Иди Играй Братан Шесть минут Позади Я надеюсь Это кстати Все Потому что Не факт Далеко Может быть Там дальше Тут было написано Что-то Группа Первые матчи Какие-то Блядь Может быть Дальше Еще с кем-то Придется Играть Андерхуд Огудела Ну Это навес Будет Ой Блядь Нет Сломали Нашего Плеймейкера Суки Ладно Давайте Капеллини Поставим Я там Подзадумался Насчет Луяна Но Сейчас Не время Для экспериментов Еще кто-то Желтую Схватил Симонс Симонс Ну пиздец Что-то Совсем Плохо Играем О Не На этот Не убежит Слишком Плохо Блядь Ну Зашел бы Штраф Ну Пал Там Что-ли Что за Хуйню Сделал И так Раз Блядь В 4 Сезона Вышел Хоть Покажи Себя Рубен Центр Блин Зря Они На него Играют Ну Галки Никакой Не стоит Типа Играть На Таргет Мэна Я Это Убрал Уже Давно Охуенно Блядь Сытников Сытников Весь Сезон Стоял Как Царь Мне кажется Это не конец Ребят Че-то Не то Блядь Вообще Не то Посмотрите Как они Ебут Нас А Че Произошло Мы Только Сильнее Стали По сравнению С первым Матчем По морали По всему Ну Убегай Режь Угол Пожалуйста Блядь Он Не ударил Пиздец Не Ну Это Очень плохо Все Выглядит Понятно Будет Бездарный Навес Момент Был Стопроцентный Обычно Такие Забиваются Но В этот раз Огудело Решил Что Ну Наверное На старости Лет Еще Сезончик Во втордиве Это Блядь То что Надо Это же Вкуснятина Ну Понятно Какой Смысл Бить Поворотом Мимо Упавшего Уже Братаря Че Закал Блин Этот Тримблей Будь он Нормальным Футболистом Уже Наверное Мечей 10 Мог Забить Но Он Бегает Куда-то На фланг И Все Ладно В втором Тайме Выйдет Македонец По такой Игре Может Убежать Блядь Они Вот это Типичная Хуйня Когда они Играть Не хотят Типа И хотят Пропустить Вот Блядь Они Все делают Чтобы просто Пропустить Блядь Они даже Не пытаются Выйти В пас Нахуй Удивительно То что Мы не Проебываем Поехали Ну я Не верю В положительный Исход Вот По такой Игре Ну Тип Реально Ноль Шансов Они Точно Забьют Второй Просто Все Вот Вот Типичное Я Уже Ну Столько Матчи Сыграл Блядь Вот Это Типичная Хуйня Просто Когда Результат Будет Подведен Под нужный Компьютер Ну Блядь Они Разбегаются Блядь Посмотрите На это Они Просто Разбегаются Ладно Натянуть Время Не Вариант Контратаки Поставлю Это Иногда Помогает Такой Ситуации Начинаю Чуть Точнее Играть Но Видимо Не Сегодня Давай Очертила Блядь Как Направо Ну Отдай Направо Пиздец Лучший игрок Не может Три метра Пройти С мячом Рубен Входи Сам От Блядь Вратарь Фух Я уже Забыл Об этом Приколе Ну Что Поделать Если Он Лучший Пенальтист Так Ну Это Просто Везение Так Сказать Агу Делочь Молодец Красив Делает Бери Так Ну В десятером Двадцать Минут Забивай Пахому Упускают Чтобы Он Видимо Сладким Хлебушком Нас Покормил Но Я думаю Уже Поздно Для Ленинградца Типа Им Надо Забивать Теперь Бля Еще И спас Три Я Видел И Подобное Уже Бывало Бывало Мне И Три Забивали За Пятнадцать Минут Там Вообще Пиздец Створился Я Чуть Не Разъебал Клавиатуру Ну Как-то Опомнились Короче Говоря Пацаны Все Так В какой-то Момент Стыдоба Какая-то Видимо Проснулась В Них Разъебали Просто В помойку Нахуй Ну Мозки Даже Два Меча Забил Опять Один По сумме Двух Матчей Ну Я Должен Скажем Не Совсем По Игре Конечно То Что Вот Здесь Происходило За Несколько Минут До Пенальти Это Ну Я Думал У меня Просто Сердце Остановится Чтобы Вы понимали Ну На Сначала Сейва Прошло Уже Где-то 48 Часов Чистой Игры Я Только Сейчас Имею Возможность Выйти В Фанал Да У меня Просто Я Не Знаю У меня Анальный Скажу Честно У меня Было Даже Я Никогда Не Переигрываю В Менеджерах Но В Один Момент У меня Было Желание Переиграть Потому Что Я Чувствовал Некую Несправедливость Не Буду Говорить В Какой В Какой Момент Я Даже Ладно Я Скажу Честно Я Переиграл И Вышел В ФНЛ Но Потом Блядь Все Таки Решил Что Полная Хуйня Ни разу Блядь Не Переигрывал В Жизнь Даже Когда Мне Было Блядь 13 лет И я В первые Менеджера Играл Я считал Это Зашкваром Здесь Я Нашел Тысячу Оправданий Переиграть Но Потом Все Таки Застеснялся Сам Себя И Своего Блюдства Ну Чего Теперь Блин Шуберт Какой Ничего Се Блядь Серьезный Вратарь Так Че-то Не такие уж И говнари Нам Противостояли Надо Признать Вполне Себе Вот Этот Прям Вози У нас 64 Ну Да Примерно Наши Уровни Была Команда Зубатка Не играл Весь Второй Круг Если Что Вообще Ни Одного Матча Почему Наши Вратари Никогда Не попадают В топ Галкипер Не знаю Все Потому 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 Что У нас Еще Центр Полозащиты Нет Но Выглядит Как Все Начало Отпусков Одиннадцатого Надо Дождаться Дождаться Официального Объявления Я Не Верю Не Верю Своему Счастью Новый Юниор Скаут Второго Юниора Нашел Блядь За Год Сука Я Уже Даже Прожимать Там Перестал Круги Устраивать Соревнования Владимир Слисарчук Блядь Маленькая Лошадка Ты что Хуй что Ли Какой Это Че За Говно Блядь Кого Мне Подсовывают Че Это За Бомжи Тот Хоть Блядь Может Как-то Раскрылся Это Он Блядь Пиздец Шесть Скаутов Да лучше бы Эти скауты Мир Скаутили Чем Каких-то Говноедов Притаскивали Дурдом Ну и Хуйня Ладно Может быть Те Кого Они Притаскивают Зависит От Лиги В Которой Ты Играешь Если Мы Будем Играть Выше Так Ну У нас Сейчас Будут Заябывать Жестко А Игроки После Несколько Предложений Будут Выставляться Автоматом На Трансферный Лист Так Не Для Продажи У По Цене Кстати Кстати За Ситников Мы Еще Ни Раза Не Приходили Даже Не Знаю Почему Экстраверт Амбициозный Боже Как Мне Повезло Конечно Почему У него Только Один Гол Он На Моей Памяти Дважды Забивал Стоп Он Точно Забил А Наверное Гол В Плей-офф Не Засчитали Так Самое Тупое Что Я В В Следующие Дивизионы А Я Уже Даже И Не Знаю Там Футболистов Потому Что Все Реальные Футболисты Уже Давно Ритузы Повесили На Гвоздь Уже Играют Одни Регены Везде Ну Че Поделать Суру 64 Рейтинга Преданная Сколько Он Уже Пердит За Нас 128 Игр 27 Сезон Получается Ну Давайте Небольшой Ревью Тогда Ситников Богоподобен Кириллов Заменял У меня Новикова Травмированного Ну Новиков Был Как Это Момент 67 Карик Хороший Защитник Травма В конце Немного Подрубила Ему Скилы Сурум Спиваков Был Какое-то Время 67 68 Но Сейчас Все Просели Короче Колесников Тоже До 67 Дорастал Джереми Удинхаут Провел Очень Хороший Сезон На самом деле Но Я решил Не продлять Огудело Блин Столько Столько Лет Уже В команде Получается 207 Игр 57 Голов Но Наверное Скоро Уже Уходить Будет Следующий Сезон Я думаю Последний Хамза Акман От него Я не ожидал Что он Так Вырастет На самом Деле До 71 Коробки Пассы 98 Длинные Пассы Кстати Мог бы Побольше А нет Слушайте В этом Сезоне 14 Голевы Беру Свои Слова Обратно Рубен В полном Порядке 29 15 Бриньер Кстати Хоть Ну И Охуенно Сыграл В плей-офф Но По сути В сезоне С Фернандесом Конкурировал Была Конкуренция Тимур Зубатка Появилась Фотография Вы посмотрите На него Щурится Похож На кого-то Не знаю На кого Сила удара 35 Но это В брата Плюс 5 Блядь Вот бы ему Ползвезды Хотя бы Намутить Так Ладно Давайте Тимуру Тогда Бля Я думаю В дубль Отправить И заставить Тренера Дубля Ставить его Всегда в основу Но он ведь Там не прорастет Вообще Абсолютно Но 18 Рейтинг Блин Почему он Так Плох Хотя Плох Леон Две Игры Один Гол Разносторонние Блядь Я бы Не надо было бы Мне в Фанел А играть Я бы Блядь Все силы Приложил Чтобы Зуба Тачи Раскрыть Может быть Я могу Прикупить Какой-нибудь Клуб Сейчас Что-то Такое Было Нет Могу Только Продать Основать Новый клуб Нельзя Пока Этот Не продал Может быть Добавить Просто Менеджера Но Я На два Клуба Вообще Ебанусь Играть Это Не так Удобно Как В Фэме На зуба Тачи Надо Как-то Братик Все-таки Это Ж Брат Мой Бездарный Бля Уебок Если Есть Какие-то Способы Вы знаете Как Из полного Урода Что-то Сделать Но Он должен Играть Я так Понимаю По-другому Никак Причем В очень Сильном Клубе Который Будет Тащить Его Потому Что Это Минус Один Игрок Лежиган Может Играть Левого Защитника Кстати Не так Уже Плохо Может Это Делать Но У него Только Правая Нога Есть Мне Кажется Лежиган Надо Пока В резерве Погонять Немного С другой стороны Я бы мог Наоборот Да Знаете Че Наверное Лежиган Это В следующем Году Будет Основной Опорник Вот Что Решил Для Себя Потому Что Надо Все Так Начинать Растить Ребят И Типа Мне не хочется Потерять Эту Восхитительную Абояшку Ведь Как он Будет Выглядеть Давайте Посмотрим Если Тут Есть Инструмент Развития То есть Если Я буду Его Наигрывать Например Оп 56 Уже В следующем Сезоне Будет Даже Лучше Если Не будем Сосать 60 В 19 Семного Блядь Он Только 24 Сможет Нормально Ладно Разберемся А вот Интересно Как Будет Выглядеть Карьера Тимура Зубатки Есть Здесь Вообще Какие-то Надежды 30 35 Его Пиковое Значение Будет 36 Можно До 36 Докачать От Красавца Ладно Ребят Заканчивается Короткая Часть Увидимся Уже В ФНЛ Ребят 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 Ребят